Зрители, особенно те, кто смотрит в записи, вам отдельный привет. Сегодня 2 февраля, 12... Тестая часть трансляции XCOM Enemy Within. Отличный трай, великолепный трай. У нас заканчивается второй месяц, 18 ученых, 3 инженера. Делается второй модуль спутниковой связи. Мы готовы... Гамбли поддержал ваш канал на сумму 250 рублей. На флыву Вити, ангра подчеркивание Бобр. Да, 250 за бан Вити, это прикольно. Строится модуль спутниковой связи для того, чтобы в следующем месяце выпустить сразу 3-4 спутника. 4-4, скорее всего. Готовится под новый модуль спутниковой связи. Под третий, но это позже. Электростанция доделывается, будет еще электростанция. Третье, я думаю, здесь мы построим... Слушайте, давайте на лабу после электростанции замутим лабу, потому что мне хватит денег. А практика показала, что на спутнике мне... Ну, я посчитал приблизительно, на спутнике мне с запасом хватит. В лаборатории делается панцирная броня, мы готовимся к следующему месяцу. Именно тогда у нас пойдут ключевые миссии третьего месяца, а именно поезд и штурм вражеского дредноута. Кто бы мог подумать? Никогда такого не было. И другие интересные миссии. Вот. Что касается бойцов. Бойцы молодцы. Бойцы молодцы. Есть два снайпера, Соколика, Хошк. Есть Тяша, Занг. Женечка, к сожалению, пока отдыхает после ранения. Есть хороший саппорт, Арцтоцкая. Блин, она же умерла от ракеты как раз. Да, Арцтоцкая, хороший саппорт. Есть перспективный штурмовик Мартин. Мартин с видоточностью 80. И, конечно же, есть школа офицеров, где сделаны ключевые грейды, кроме новичка. От него пока толку никакого нет. Медали героям розданы. Что касается оперативного штаба. У нас в прошлый месяц закончился выходом четырех стран, но это стандарты для такого уровня сложности. Сейчас мы летим на миссию. Как раз без Женьки мы летим на миссию. И мы летим, судя по всему, в Китай. Потому что в Китае не просто очень высокая паника, но он сплэшем заденет еще Индию. Поэтому в любом случае мы летим в Китай сейчас за несчастными 187 долларами. Иди в курс дела, что там как прошел дредноут, просто проспал. Не было дредноута и ничего не было. Ты не думал, что диверсия все БСП? Да, БСП уже в который раз в самым невообразимым образом умудряется умирать. Он умер у нас в поезде, завалив один трай. Он умудрился взорваться под рокетом вместе с машиной в одной из параллельных реальностей. В общем, он подводит. Так, и сейчас мы летим на миссию. Да, Соколик, два снайпера есть, тяж есть. Можно этого тяжа взять, да, на всякий случай. И Артстоцку возьмем. Ну что, поехали. Летим в Китай. Там сейчас неспокойно говорят. А, тут еще Сота на поддержку. Не уверен, что надо его брать. От него меньше пользы, чем от тяже того же самого. Так, давайте... А, перераспределить снаряжение-то не получится у нас. Что у нас здесь? Артстоцка с медкомплектом. Два снайпера со скопом. Штурм. Зачем-то с дробашом и со скопом. Ладно, тебя же оставим с Горенкой. Ну, ключевые, конечно, пацаны на этой миссии, это снайперы. Соколик. С прозвищем... Прохладный. И Хавк. Хошк. С прозвищем... Ну, фараону ему совсем не идет. Хошк. Хотел сказать, прозвище дать ему поносный. Ну, поносный голем, помните? У него там нем хорошая жизнь. Давайте по прозвищу Голем. Кто знает, тот прилагательное вспомнит. Орел, говорит. Ну, это тавтология получается. Хотя Хошк... Это ястреб. А Орел это... Игл. Игл. Это страховка. Это на прокачку. Это подрога тоже на прокачку должна быть. Но с такой меткостью, вы знаете, я лучше не буду дроба обжигать. Но Горенку на прокачку оставлю. Да, можно Хошку админ дать просто. Прозвище. Просто админ. Ну что, пробуем? Почему Супол прохладный? Ну, потому что он прохладные истории рассказывает постоянно, когда приходит на трансляции. Секундочку. Последний звонок перед боем. Супол прохладный 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 звонок перед боем. Ну все, жена передавала привет И мы... Мы тяжа одного делаем желтеньким, чтобы не перепутать его с другими Поехали! Ребята, с богом! Готовимся к высадке Интересно, карта будет... Карта уже другая Да, да, да Карта не совсем под снайперов, мягко говоря Так, ладно, что я переживаю, есть два тяжа Мы просто подходим раз Подходим два Подходим три Снайперов, конечно, вывести бы на линию, типа вот сюда, вот куда-нибудь Но это риск, потому что пак уже отсюда достреливать может И дальний пак тоже может по мне стрелять Поэтому хрень выходит С богом! Первый... О! Фингмены Я захожу, проверяю первый пак Никого Хорошо Двигаемся дальше Разберемся Торопиться не надо Выполняю Блин, ну от снайпера, конечно, но вообще ни к силу, ни к городу Ладно, я тогда одного сюда Второго сюда Ну, чтобы иметь возможность хотя бы немножко стрелять В правую часть, если там будет пак За дверью Летуны Финмены Все, что мы слышим пока что Что я переживателwy начал Тихо не пугай, это так С ноги уже сразу выбил Ааааа Могут быть и там Очень редко там Последнее время пак Я встречал вот Во второй части этого здания Блин, снайперы реально ни хрена не делают И вряд ли смогут Ладно, давай одного снайпа Все-таки Причем вот этого, чтобы у того был бонус Подведем к углу Чтобы он хотя бы в дверные проемы Если что смог пострелять Племянница 8 лет смотрит стрим И у меня спрашивает Это могучие рейнджеры? Они тоже инопланетянами сражаются Тоже цветные Да, могучие рейнджеры Мне кажется и песенка веселая такая Пауэр рейнджерс Хдыщ Опять с ноги Так Ну это хорошо, что ты сестренку приобщаешь к стриму Это очень хорошо Да, кажется они близко Летунные Ладно, открывай дверь, с богом Да Ооо, кальмары Так, сестренку нужно от компа уводить Сейчас будет Бобо Для преследования и нейтрализации одиночных целей Похоже, оно оборудовано хитрой системой уклонения Возможно, следует избегать этих щупалек Серьезно, избегать? Так, во-первых, они По крайней мере, один не улетел А вот второй Вот один здесь остался Второй может быть на втором этаже Я думаю, что надо Тахакаши скинуть гренку сюда Не снимая при этом укрытий И лемминга прокачать на второй гранате Смотрим Надеюсь, я двух задену Одного задел Это хуже Так, а где может быть второй? Он не может так далеко пройти Он, видимо, там левее Или еще как-то Так, нам нужен, наверное, Мартин все-таки, да? И побольше овервочей Или будем Артстоцку качать Жалко, штурмовик у меня не с... Нет, Артстоцку надо, по крайней мере, вот так вот увести Она и постреляет таким образом Они же фланговать могут И Артстоцку я оставлю За Хэвиком, кажется О, слушайте Нет, за Хэвиком А, да Второй уже здесь стоит у Хэвиком Вот здесь он стоит Так Нет, лучше не допускать, конечно, ранений У меня только одна гренка осталась Я ее сюда Закинуть не смогу Если только Артстоцку веду Так, а снайпер-то видит И снайпера даже не подвести Потому что рискован Ну, хорошо Какая может быть последовательность? У этого три хита У этого останется три хита Артстоцка не стреляет Стреляет только Хэвик и снайпер Фигово Уже фигово Два снайпера, учитывая крит, смогут убить одного Так, уводить Артстоцку или нет? Лучше увезти сейчас в Мангаване, может быть Так, еще разок прицелься к гренкой Посмотри, насколько реалистично не задеть Нереалистично вообще Ладно, тогда Артстоцка уходит сюда Увы Кидаем Леммингом, гренку Проявляем второго Так и есть он здесь Есть у нас тяж Снайпер, слава богу Начал видеть одного Это уже отлично Стопроцентный крит Причем Соколику Все еще нужно качаться А второй Снайпер не видит Не видит Ладно, тогда сначала Соколиком Это раз С критом Но он должен убивать Потому что стопроцентный крит И теперь вопрос К Хэвику Да, Сокол же еще палач А давайте Хэвиком просто пробежим и ударим Потому что так он точно Попадет Есть вероятность спулить пак Небольшая Поехали 92 точность, 100% меткости Ой, в смысле 100% крит Это первый пак Где мой блокнотик? Надо записывать ведь Память-то девичья Не прокачал я Лемминга, к сожалению Как хотел Ни Арцотская не постреляла Ни этот не пострелял Возвращаемся на позицию К ракетам возможным Арцотскую сюда Второго снайпа надо подвезти Не, пока не надо Пока мы не убедились, что справа никого нет Никого не подводим Снайперов, наверное, надо будет выводить на крышу Хотя это и опасно Ну что, открываем Дверь Чисто вроде Опа Ну да, прям по курсу В здании, скорее всего, они Голум поддержал ваш канал на сумму 100 рублей Голум, привет Мушка жужжала В сетку попала Не плачь и не ной минус Скоро станешь едой Какой жестокий стишок Не плачь и не ной Скоро станешь едой Так, здесь тоже никого Я перезаряжаюсь Пожалуй, я воспользуюсь паузой Переведу снайпов На более выгодную пока что позицию Мне крыша здесь не нравится Потому что крыша Потому что крыша находится на небольшом расстоянии от соседнего здания И в случае, если противник выходит Даже смотрит в окно Он видит твоих снайперов Можно, конечно, поставить снайпов вообще далеко Вот, типа, сюда И выманивать, и простреливать Но Мне же как-то надо их пулить, да? В общем-то, я могу их спулить Хэвик, там хэвик Там еще одного поставить Можно за хорошим укрытием Наверное, снайперов все-таки стоит на крышу вводить Одного сюда, в угол Он будет по крайней... Ну, он будет простреливать только второй этаж окно Это не очень хорошо А какие еще варианты у нас есть? Вообще немного Машина мешает Снайпера можно сюда поставить Но это тоже будет падать Короче, нужно снайперов на крышу вытаскивать Избавляться от всех, кто находится... Кто находится не в доме Если такие, конечно, остались Но напомню, что у нас еще врагов три пака Очень сильно должны помочь хэвики с двумя ракетами Там три даже ракеты есть Учитывая то, что в доме их будет много Но места в этом самом доме очень мало Поэтому АОЕ урон ракетами Может очень хорошо зайти Так, хэвика я выставлю под рокет Артстоску пока поближе на ходик Здесь потихоньку подхожу леммингом Потихоньку подхожу хэвиком Вроде чистым Перезарядись А подняться я могу... О, я отсюда подняться могу Это хорошо Поднимаюсь одним снайпером Зангу не давай стрелять Да, есть такое дело Боеготовность Фрингмены Ну или туны, как вы помните Пугают, стращают, жуть О, тут фулл кавер Хм... А это может быть интересно, ладно Поставил одного снайпа на фулл кавер Заводить ли второго? Да заводи Тут вопрос в... Вместе Мне бы их в разные углы поставить Тут тоже фулл кавер Хорошее местечко, кстати Он никого не увидит И его тоже не должны увидеть Слева пак нет Впереди пак тоже вижена нет Он по факту просто накрывает Вот реально, что один, что второй снайпер Только этот вход Поэтому мне крыша не нравится Так Давай пойдем дальше Смотрим здесь Пака нет Открываем дверь Пака нет Подходим Открываем дверь Пак может быть сейчас А ты просто не иди пока Хэвиком Потому что все походили А второй хэвик тебя не подстрахует Подходим Пока так Как выключить пикамод? Ну как ты просто F5 нажимаешь и все Пересгружаешь чат У тебя нет пикамода Может одного снайпера вообще на длинном поставить Чтобы по крайней мере низ Чекал Да, давай так сделаем Давайте проверим Во-первых, нет ли здесь пака Чисто случайно Слева Ну мало ли Там вроде чистым Да и звук был только спереди Но бывает по-разному Да, здесь чистым Стало быть Я вывожу одного снайпа сюда Он тогда сможет простреливать дверной проем Хотя угол не очень хороший Его в идеале поставить вот сюда Тогда он и вторую дверь будет простреливать Ну а первый снайпер Неужели он здесь будет стоять Позиция хреновая А здесь уже опасно Опасно Сейчас подведем одного хэвика слева, второго хэвика справа Разделим лейминг-лейминг и попробуем все-таки найти позицию нормальную Да, вот слева есть пак Может имеет смысл, кстати, слева хулить, пацанок Просто потому, что эта дверь Она не открывает тебе полностью здание Она тебе открывает, как правило, пак Который находится в этой комнате Или на втором этаже А вот если ты заходишь вот с той стороны Как я раньше очень любил делать То ты открываешь значительную большую часть Плюс еще можешь увидеть из-за этой двери Что находится в... Ну, в общем, там жесть идет Ладно, я переставляю снайпера поближе Хэвика пока на полхода Ходи... Ох... Бобрый вечер Отлетать каждый раз на новой информации или совете из чатика Это уже мазохизм, а не прохождение 21-ой галки Вообще, надо было сначала с силами пройти А уже потом троить по хардкору Да-да-да, надо было сделать все по-другому Абсолютно спасибо тебе большое за саппорт Вот Но боль и страдания Это неотъемлемая часть наших стримов Так, давай к тебе лучше сюда Тут места будет маловато для всех Лемминг пойдет открывать двери Второй хэвик, пожалуй, будет здесь На случай, если спуленный паксом откроет эту дверь Снайпер стоит неправильно уже Я понимаю этот момент Ха-ха Ха-ха Ха Да, поставь его на угол, вообще будет классно Не, поставлю, поставлю Там же не будет Overwatch По крайней мере, один ход, то я могу пострелять Садисты смотрят мазохиста Нормальная такая комбинация Хорошо стоим, хорошо стоим, хорошо стоим, хорошо стоим Неплохо стоим, хреново стоим Откроем двери, пулем по ГГ Ты успеешь убежать, если что? Кое-как Давай Да, трифтинг мэна Красавчики Стиляги Так, один на крыше, двое на крыше Ё-моё Ну ладно, там один снайпер вроде стреляет Меня вообще настораживает тот факт, что они с такой лёгкостью И антедочь Тор поддержал ваш канал на сумму 100 рублей И ещё Да Ты неправильно встаёшь за укрытие Спасибо, что рассказал, как надо правильно вставать за укрытие Так, это раз Но вот сейчас хошка стоит хреново Потому что вы понимаете, что есть там два человека, которые с лёгкостью прыгают Один уже находится на крыше И не факт, что я его с овервотча сниму Поэтому лучше я его отведу по добру, по здорову На будущий общий вид Чтобы у него были цели снизу под фулл каверами И... О господи, у меня же армора ещё нет Так, погоди, не уходим Run and Gun чушь Забегу убьют Распределить от яда Закинуть дым Рокет наверх мы не закинем Ой-ёй-ёй-ёй Тебя сюда, мне тебе дальше Не хочу я рисковать хошком Слишком ценные мои снайперы Так, тут ориентировочно кидается дым На двоих Ты на овере стоишь, ты за угол идёшь За угол ли, за угол ли Рискую Это еброчек поддержал ваш канал на сумму скорб Да хорош уже А вот и советики подъехали Подъехали, подъехали Не теряй персонажей Не теряй города Пришельцев побеждай Элериум продавай Спутники запускай Спасибо Спасибо И главное, всё по делу, не поспоришь Чё, выходит, выходит И спуливает сразу новый пак Тингменов Три человека Но самое главное С этим что-то сделать Мимо Первый Хэвик стреляет Второй Хэвик Пока не стреляет Что же делать? Двое на крыше Ё-моё Этот уже подошёл Обходит на овервотче Хорошо Занг, стреляем Попадаем Блин, убиваем почти Хорошо Сейчас главное От верхнего не отлететь И всё будет ок Этот отстрелялся Он уже не будет действовать Два хода А вот этот опасен Спрыгивает вниз Что делает? Стреляет по кому? По леймингу, конечно же Воу Мимо И ещё один Класс Класс Всё с пули А как? Я не понял Как это? Представь Ты идёшь в магазин за молоком Заходишь за угол А там пак из трёх мутов жрут Труп У тебя с собой мобильник Пошли Как будешь разве помылить? Так, меня флангуют Сопресс Капец Всё очень плохо Мы спулили три пака А как эти-то ходят? Я не понял Что за овервотчи такие дикие? Я ж только-только их спулил Так, Мартин с счёт кровью Этот паникует Его уже флангуют Снайперы трёх людей видят Ё-моё Хорошо, что это был лейминг И это тоже лейминг Я в шоке Так, ещё разок У нас с вами серия проблем Серьёзных проблем Рокет только один И куда он вообще может его кинуть? Вообще никуда Вообще провал Так, у Соколика двойного выстрела нет У них только по одному максимум киллсу Тот фланговать меня будет Или то мы этого в следующий ход убьют Кажется, Хэвика надо сейчас переводить под Сапа Потому что он с такими своими ракетами Ничего не сделает Но проблема в том, что меня флангуют справа Так, не торопись Ты можешь уже сейчас Трая зафейлить Налей себе чайку Как это Что у нас есть? Двое летунов слева Из шести фенменов Один был убит Один был ранен То есть осталось пять человек Ранены справа Из пяти мы видим троих Причём Мы видим по выстрелам четвёртого И кажется пятый на крыше Три летуна же Ну Хэвик же на панике Вырубил одного летуна Вы не следите за игрой опять, да? 83, 100, 100 В теории снайпер флангануть могут Но не на этот ход Сначала Хэвик этого будет убивать Короче Мне кажется, что нужно Во-первых Освобождать место Под Хэвика Здесь Хреновая идея тебя Фанганут Василий Хэвик может быть Получше сюда уйдёт Угол будет неплохим Фланга точно не будет Но этот сможет обойти А здесь фланг или не фланг? Тоже не фланг На острый угол Боюсь я Боюсь я вот дальнего того Но Ледокол поддержал ваш канал На сумму 100 рублей Запуская ракет Варстацку В прошлый раз Это помогло пройти До дредноута Слушайте, я могу ракет пустить Только в одного Который сапрессит чувака Который мне не нужен Вообще ракет нужно было кидать сюда Да кто ж знал, что этот упырь Хэвик Потеряет контроль И так вот себя будет вести Минус передвижения саппорта сюда В отравлении Весьма вероятным Хотя скорее вероятнее Что этого просто летуны убьют Смысл в том, что я Должен любой ценой Сейвить трёх людей из шести Ну уже из пяти Это двух снайперов и занга У меня особо нет выбора Хорошо, ладно Снайперы Что могут делать снайперы? Парализатор особо не подойдёт Потому что яд тогда будет Сапресс Короче, поехали Это раз Кого видим? Не видим летунов Видим четверых Видим того, кто сопросят этого Хэвик Сюда или сюда? Сюда нельзя Сюда Лучше Убеждаемся ещё раз Что рокет тебе не помогает Убить никого Кроме одного Можно, конечно, шреддером добить Правого попытаться Но это чушь Вот эти у пацаны опаснее Двое летунов слева Поэтому надо уходить Вот так Возможно, по кому-то Я постреляю ещё Да, есть одна цель 55 меткости Или ханкер сделать 55 мне вряд ли поможет Давайте сначала попробуем Выбрать цель Арцистоцкий 42-62-62 Ох Так, а Хэвик ещё раз Кого увидит? Верхний вам Но ханкер на ход Важнее На самом деле И верхнего Снайпер Убьёт Скорее всего Так, верхнего Видит Хэвик Этот видит Всех Половины вероятностей Снайпер Видит всех Убивать Желательно с верхнего Начиная Потому что у него Бонус по точности Ещё плюс 20 Он не промахивается Почему его надо Именно убивать С критом То бишь Хошк берёт крит 88% точности И стреляет Есть! Убивает! Убивает! Видим по анимации Что убивает Бах! Минус один Их было 5 Стало четверо Хошк получает повышение Главное не гуфнуться Сейчас Соколик Фул кавер Поэтому 100% попадёт Но они все находятся На одном и том же уровне Поэтому выбираем А давай по этому Не убивает Два хита снимает Так Ну вот теперь Арцтоцке Нужно пытаться Его добить 62 4 хита Давай Попади прошу Есть! Есть! Ещё минус один Арцтоцка получает повышение Живите пацаны Хэвик никого не видит Скорее всего будет ханкер Этого хэвика мы теряем Получается Давай ханкер С богом Ой с богом Их много Этот раненый Овервотч отлично Не обходит Этот стреляет По кому? По острый угол Не пробил Живи хэвик Живи Летун слева вижу Там их двое Будет стрелять Попадёт скорее всего Да убивает Хэвика Ты не в порядке Спасибо зарядке Да Второй летун подлетает Снайпер вне Должен видеть Подлетает два раза Хорошо Так Не ломай дров Не ломай дров Уходит Сюда Стреляет Стреляет Ё-моё Не-не-не-не Арцтоцка Живёт Так там машина не горит Случайно? Не не горит Так два хода Три хода Успеем ли мы в два хода Это закончить Сюда может Рокет залететь Очень хорошо Смотрим Кого мы накроем Накроем Минимум двоих Троих Не получится Так Давай со снайперов Начнём Вообще Фланговать Должны вообще Дико 83 Летунов Мы не флангуем Забей Ты видишь Тоже Троих Двух летунов Хорошо Я понял Тут точно Рокет Арцтоцка С медикита Может стабилизировать Но это лемминги Главное сейчас Кто опаснее Тот в овервотч На него вообще забиваем Мы не двигаемся Мы должны убить Тех кто рядом То есть Рокет По двум верхним Рокет По двум верхним Это практически Сто процентов Нужно делать Только так Чтобы попасть Михаил А я вот не вижу Из-за перекрытия Попадет он или нет По правому верхнему Он даже по троим Попадает Вот таким вот образом Да ладно Там двигаются пиксели Да он вроде бы Отсвечивается Ну с богом Давай Занг Я прошу тебя Не промахнись Только 90% Да куда ушла Да Твоюж налево Ну кто так стрелять 90% Мог трех убить Убил одного Так У нас проблемы Хьюстон Во-первых Надо убивать Летуна Который идет Во фланг Можно его Подсопрессить На самом деле Двигаться здесь нельзя Можно парализаторы Кинуть в этого А не сапресс сделать Потому что Летун То вообще ничего Не может сделать Если парализован Но надо убивать И Thingman 68 Фулл кавер Капец Сапресс кинем Отравит Их надо Нейтрализовывать Арцутска Там пока Держится Одна Летун Слева Ключевой Да Давай Парализатор В летуна Тогда Он то Сработает С очень высокой Вероятностью 93 Давай Хорошо Он ход Пропускает У нас В него стрелять Не имеет смысла А вот этого Наверное Имеет смысл Нет Сапрессить Не имеет смысла Надо стрелять 68 Но у него Фулл хп Ну Пробей Пожалуйста Попади Пробей Три хита Ну хоть что-то Блин Так Что у нас Получается Раз Два Три Четыре Пять Человек Еще живут Если я сейчас Сделаю Ханкера Арцтоцкой Не Арцтоцкой Я могу Конечно Пострелять Но это 42 61 По фулл хп 62 По ненужному То есть Арцтоцку нельзя терять Если будет Ханкер По Арцтоцке Ее могут Попробовать Потравить А на нее Травление Не действует Ханкер С богом Глухая барона Отлично Там еще рядышком Второй Выходит Фингмен Подходит Только не по снайперу По хэвику Но это лучше Три хита Ладно Там надо броня есть Этот Ничего не должен делать Подлетает Окей Перезаряжает Следующий ход Надо ее убивать Этот спрыгивает Гад Подходит Ой Сейчас снайпер увидит Нет 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 Нельзя было делать Ханкер Это все Короче Надо спасать Снайпера Надо убивать Этих двоих Срочно Стабилизировать Почкам Арцтоцкой Быстро уходить Стабилизировать Соколиком Убивать Оооо Блин Не нельзя Сейчас так делать Я потеряю Второго Снайпера Стрелять или Отводить Поэтому Сто Стрелять Поэтому Скритом Стрелять Потому Поехали Убиваем Летуна Того Обходим Флангуем Убиваем Причем Флангуем Его Вот так Вот Все равно Яд не действует Обходим Раз Стреляем С фланга Не промахиваемся Два Остается двоем Один в Ханкере Другой там стоит Или он один Остался Так Один минус Патронов Нет В первую очередь Бегу Стабилизировать Снайпером Или зарядком Блин Ракета мажет Капец Хевики Паникует Что там за звуки Лемминг Второй умирает Стабилизируем Снайпером А может и не успеет К поезду Считайте я уже там Блин Сейчас пойдем Артстотской Вперед Убей последним И спасешь двоих А ты предлагаешь На овервотчинг Того Тингмена бежит Да С точностью 85 Это красавчик Конечно Тем более Снайпером Без патронов Это Очень тоже Экспертный совет Спасибо Я очень ценю Такие вещи Сейчас предложил бы Саппортом Вперед Тоже побежать Ну как бы Чтобы все помогали Нет Снайпап Надо просто Вводить на общий вид Он стоит в углу Я что-то слышал Лучше Артстотской Конечно Проверять Снайперово ввожу на макс на длину Ну я так и думал Что просто не будет О спасибо А это ты себе сделал Нет нет Я так обычно делаю Если я сделаю себе кофе Ты просишься кофе Я отдаю тебе кофе Я себе не делаю Такой ты хороший Уже выдвигаюсь Выходим Смотрим Там леон Там он У снайпера Общего вида Нет Он чуть-чуть Не дошел Блин А так и есть Я отойду Я не хочу Чтоб меня Не травили Не пытались С фланга Отбежать Мне это не нужно Не так я уже в этой миссии На файле С знатным Слышите? Убеждаемся в том Что он там Там Снайпером убиваем Минус два лемминга Причем Штурмовик Получилось Ты считаешь Да? Тяжелая Тяжелая ранение У снайпера Очень тяжелая 15 дней Хочет будет отдыхать 15 дней Мастер ближнего боя Конечно Но ему дали меткости 11 за левелап Я в шоке Такого не бывает Парализатор берем Арцтоцка получила звание Реаниматор Конечно же Неужели у нас саппорт Намечается хороший Смерть Смерти Две недели ранения Дали медали Дали бабла Не забывайте Мы видим все Медали раздаем Тяжи выдаем Жуть просто Короче Для тех кто недавно Присоединился У нас сегодня День сурка Вчерашняя трансляция Запись которой Есть в разделе видео Вы можете пересмотреть Не будем Останавливаться На деталях Слово за слово Мы переигрываем Вчерашний день То есть не с самого начала Но Поезд Дредноут И миссии Все переигрываем Почему так произошло Рекомендую посмотреть в записи Или почитать тему на форуме Хотя бы Пламенный привет Вите Безумному дизайнеру Так Панцирная броня Я хочу Сделать лабу После электростанции Потому что Практика показала Что спутник Там с запасом А если бойцы Два дня придет Леминг придет Бойцов не хватает Там есть конечно Среднячки крепкие Да есть Вот этот вот будет Кем-то Да Видите В чатике тоже отметился Итак У нас сейчас 25 апреля Успеет выйти Снайпер Под поезд В хорошем смысле Этого слова Выходит у нас Три страны Одна страна Всего в запасе В общем Как-то так Паника Паника Все очень плохо Электростанция Доделалась Женечка вернулась В строй Это очень хорошо Так Я построю Все-таки Лабу Земляные работы Тут копаем Модуль Спутниковой Связи Надо сейчас Электростанцию Сделать Обычную Для начала Жалко Жалко Снайпера Черт возьми Жалко Давайте я поменяю Ему точность 40 Ну у него Это тяжелое ранение И он по морали Конечно Очень сильно упал Это травма Психологическая Но зато меткость 100 Уже 45-100 45-100 Хорош И это еще Как бы Три левелапа Впереди То есть он До 120 Базово Докачаться может На следующей Миссии Два тяжа Снайпер Ед Арцтутска Перспективный Скорее всего Надо будет брать Лемминга Какого-нибудь На разведку Или на Скорее на разведку Потому что Место снайпера Вакантно Пам-пам-пам-пам-пам Панцирная броня Исследуется По постройкам Я был Модуль делается Модуль можно Через месяц Стреть Пилить Спокойно Да Ей электростанция Следующим Поехали Еще разок Там выемка Грумка Да что ж такое Ну давай Выемка Не хочу Тормозить С электростанцией Паровую Не буду строить Потому что Пока сейчас Такого количества Бабла нет А что у нас По финансам Там Минус 25 Давайте я все-таки Выйду На всякий случай Из минуса Чтобы Меня там Чисто случайно Не За минус Не закончилась игра Сообщение Совета Сейчас Модуль Спутниковый Готов Спутники Мы в середине Следующего Заказываем Ключевое Это Ключевое Это Миссии Правильные Сюда Докопать Хочу Поехали Да Все плохо Три страны Минус Один инж 117 баксов Вышло из состава Совета Это Ставит нас В крайне Неудобное Положение И начинается У нас Третий Месяц Самый Проблемный Из первых Трех Дальнейшие Потери Были бы Крайне Нежелательны Террора Здесь не будет За последний Месяц Но будет Поезд Игрод Немалую Работу Благодаря Вам Однако Мы полагаем Вам еще Есть К чему Стремиться До связи Командир Десять дней Ну да Первую миссию Мы точно Проходим Без Хошка Там Штурмовика А сейчас Кажется Может быть Они все равно Рандомные Эти миссии Поэтому Штурмовика Могут не дать Модуль Спутниковый Который Так Нужен Для Запуска Сегодня Утром Прибыли Новые Инженеры Должен Сказать Мы От помощи Не Откажемся Ты Инженер Который Новый Пришел На Рандоме Ну В смысле На Рандоме А За Миссию Так Электростанция 8 Через 3 дня Копаем Это подлитейный цех Или под Так Так А мне Мастерская Это не нужна Будет Случайно Мне же Мастерская Нужна А Нет Не нужна Ну то есть Она нужна Но в 4 месяц Давайте Ее Закупим Наверное Мастерская же делается 20 дней Мне нужно Сделать В идеале До 10 Числа Этого Месяца Энергии На нее Хватит Не хватит Скорее всего Не хватит Так Есть Небольшой Риск Он Маловероятен Потому что Мы получим Инжей И за Одну из Двух Предстоящих Миссий В конце Месяца Благодаря Инженерам И запускам Спутников Штуки 3 Но Риск Есть А Мы еще За миссию Поезда Получим Двух Точно И мы Сейчас В этом Месяце Вправе Выбирать Кого Брать Потому что Нам Практически Все Равно Какие Страны Паники Из-за Того Что Мы Выбираем В конце Куда Скидать Спутники Поэтому Мастерская Не столь Принципиальная На мой Взгляд Логика Смотрите 5 дней Электростанция Базовое утверждение Нет Нужны Инженеры Для третьего Модуля Спутниковой Связи Которую Необходимо Построить До второго Числа Следующего Месяца Для того Чтобы построить Модуль Спутниковой Связи Нужно 20 Инжей Кажется 20 Инжей У меня Их Сейчас 14 Я получаю Одного Инжа От бонуса Я буду Получать Еще Где-то Плюс 3 Инженера По 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 Еще Будет 2 Миссии В которые Скорее Будут Инженеры С Очень Высокой Дели Вероятности В Одной Из них Которых Я могу Взять То есть Мне По сути Инженеры Нужны Только Для Того Чтобы Снизить Стоимость Спутников Кстати Они Нужны Для Того Чтобы Снизить Стоимость Спутников В этом Месяце А я Уже Не успеваю Тогда Нас Только Снизить Построю Лабораторию Называется Сносить Лабу Я уже Не буду Я жду Следующей Миссии Жду Когда Доделается Энергостанция В любом Случа Строй Мастерской С Богом А вот И миссия Штурмовик Капитан 3 Ученых Или 5 Инжей Я думаю Надо брать Инжей Штурмовик Конечно Клевый На Бразилия Во-первых Никак не выходит У нее Самый низкий Уровень Я в прошлый раз Кажется За штурмовиком Этим Капитаном И летал Его Перки Будут Рандомные В прошлый раз Они были Не очень Хорошие Но Сложность Эмиссии Подкупает Конечно же Но 5 Инжей Это Стоимость Спутников И Абсолютно Исключение Риска Недостаточного Количества Инжей В следующем Месяце Правильнее Идти На Инжей Потому что Есть риск Что в следующий Выбор Мне Не дадут Инжей В принципе Мастерскую Я сделать Не успею Может успеешь Восьмое число Сколько у тебя там Электростанции Восьмое Двадцать В мае Двадцать Один день Я успеваю Делать мастерскую Для модуля Спутниковой Успеваю Запас Полтора Два дня Хорошо Инжи Тебе уменьшит Стоимость Спутника Ну не серьезно Где-то Ты выиграешь Сорок С каждого Спутника То есть Цена вопроса Порядка Четырехсот Пятиста Баксов И возникает Вопрос Стоит ли штурмовик Четырехсот Пятиста Баксов Ну во первых Штурмовик Прокачанный Сразу же Во вторых Штурмовика У меня нет И он мне нужен И я его не успею Прокачать к поезду И к тем более Ну и к дредноуту Штурмовик Мне в принципе Даст Увеличить шанс На прохождение Того же самого Дредноута И поезда Поэтому говорить о том Что я где-то там Сэкономлю Абсолютно неразумно Учитывая то Что если я не беру Дредноут Мне пофиг на экономию То есть я все равно Гуф Поэтому надо лететь Опять за штурмовиком Потому что Это более стабильно Там всего лишь Новобранец Капитан Звание Бразилия США Великобритания Сейчас секундочку На всякий случай Я посмотрю США Бразилия И Китай Да получается Нет США США Бразилия И Великобритания Нормальимся Летим за штурмовиком Средний уровень сложности Там 8 человек всего будет Тоже плюс Учитывая то Снайпер Отдыхает Окей Поехали Артстоцку Обязательно будем качать Убираем пару пока леммингов Женечка Женечка с нами Это очень хорошо А ну я убрал пару леммингов Ну а толку Все равно у меня Мне как раз нужен офицер нормальный Да Беру кикану И сота Этот пойдет на разведку Артстоцку Наверное надо качать С С гренкой А леммингу дать Медкомплект Тяж Тяж Снайп Сап И два лемминга Да Женечке кстати 50-85 50-85 Мораль очень сильно после ранения Увеличилась Соколику кажется одно звание осталось Да 111 на 10 Надо кстати обновить 78 на 107 Было Блин 88 на 111 88 на десятку 111 слабенько Точность на четверку Опнулась Поехали Миссия должна быть легкая Но это не значит Ну во первых Нельзя никого тут вообще Даже подставлять под ранение Панцирной брони пока нет Надо было выдать Комплекты на брони Это ошибка И кажется та же самая карта Жесть Именно в этом самом У Артстоцки появилось Странное ощущение Что ей не стоит подходить К этой красной машине Она не могла понять Откуда появилось Это странное чувство Которое доселе Ее не посещало Но она решила Прислушаться Все таки К внутреннему голосу И обойти Эту красную тачку Стороной Да командир Выхожу Мухожук Это конечно Такая Такая трешня была Летуны Летуны Сектоиды Тингмены Ориентировочно так Выдвигаюсь Выставляю снайпа Первым делом Прислушаемся Прислушаемся К направлению Летуны Летуны Два пака летунов Пока что я слышу Подходим Ооо А тут раньше были Сектоиды И полетели Гады Сейчас посмотрим У нас два хэвика В общем то Поэтому Экономить не надо Я думаю Так Первый Находится Здесь Да Помни пожалуйста Что миссии Совета Скипать Вообще Нельзя А то Опять Будет Дежавю У твоей Команды Я просто Кидаю Шедер Рокет Одного Мы только Просветили Ну Не просветили А убили Просто Вот А где второй Он скорее всего На втором Ярусе Находится Мне сейчас Что-то Стрёмно За снайпер На самом деле И Я бы Подставил Я попал В одного Только Надо было Рокет Выше Брать Хейков Надо Подводить И Арт Стоцкий Тоже Помочь Ролин Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Михаил Да День сурка В день сурка Это пека Удачи Сегодня день сурка Что ли Жень Да У нас вообще А ты в курсе Да Эти ситуации Вчерашние С ума сойти Я не знал Что так Да Это Надо пересмотреть Будет этот гениальный Фильм Если вдруг Вы не смотрели День сурка Посмотрите А потом еще раз А потом еще раз В оригинале И Будет счастье С Богом Смотрим Где второй Литон Литон Так А что Он не Не Алене Едет Потому что Я все-таки Его убил А нет Вот Нет Его здесь Нет Здесь нет Очень странно Ладно И Лемминга Поближе Но рядом С бойцами Его нет Он может быть На втором Ярусе И это будет Конечно Опаснее всего Если это так Я Хэвика Подведу Чтобы Отлично С Богом Должен проявляться Уже Вот он Нормально Тут пять Извините У Хэвика Как раз Подставил У него просто Не было шансов Так Сейчас Я думаю Плановая Перезарядка С плановыми Овервочами Литоны 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 Против литунов Грамотные Ну в смысле Самое главное Это Чтобы Хэвики Стояли Хорошо Это ключевое Опа Так Хорошо Снайпер Стоит Нормально Лейминг Идет Потихоньку Вперед Хэвик Потихоньку Ой У Женечки Есть низкий Силуэт Уже Ой Умница Она уже С низким Силуэтом И с Уменьшением Урона Правда Без Панцирки Но И подходим Арцтоцкий Мне пока Еще Имеет Смысл Качать И снайперы И хэвиков И Арцтоцку То есть Все еще Как бы Не очень Но Лучше Всего Качать Арцтоцку Потому что Ее сложнее Всего Качать Если Есть Выбор Надо Килси Ей Давать Так Давай Кавер Спулили Сразу Литонов Я в общем-то Думал Что они Чуть дальше Будут Раз Два Три Эти Двое Под ракету Тот Так Снайп Кого Видит Два Их Видит Хорошо Знаете Что Плохо Что С Эй Эрн Поддержал Ваш Канал На сумму 100 рублей Два Флага Привет Миша Привет На одном Из Американских Телеканалов Сегодня Показывают Фильм День Сурка 13 Раз Подряд Это Класс Это Так Я дальнего Не убиваю Ну короче Я рокет Кидаю Пофиг Не хочу Женечкой Просто Укрытие у него Убить И снайпером Спокойно Добить Не Не Снайпером А вот Сейчас Кстати Как раз Не надо Бежать Арцтоцкой И пытаться На халяву Что-то Сделать Потому что Можно Спулить Пак И тогда Точно Будет Фланг Лучше Снайпером Спокойно Добить Два Хитарус Русская Рулетка Крит Не пропер До свидания Какий вариант Вариантов Не очень много Ты можешь Подставить Лемминга Можешь Леммингом Гренку Докинуть Да Сейчас 61 Кикана Ну кикана Там вообще Ни о чем Это не дострель Нет А у нас же Хэвик Который Слушаюсь Который 75 Точность Давай Так Это Три человека Да Осталось Ориентировочно Еще Три Отсоска Чуть поближе Чтоб она Хотя бы Постреляла На овервотч В случае Появления Противника Там Еще Литон И да И Сейчас Мне кажется Что нужно Во-первых Перезарядившись Понять Где Находится Последний Пак Начинаю Наблюдение А Вот так Вот Даже Слышали Да Так Снайпер Стоит Нормальным Хэвика Я лучше Подведу Вот так Тут Пока Не лезу Второго Хэвика Подведу Так Давай Тебя Сюда Тебя Пусть Даже Срывком Сюда Боюсь Пули Там Дырень В стене Есть И Вот Еще Стенка Упала Поэтому Двери Там Уже Как Таковой Нет Стало Быть Хотя Там Есть Вторая Дверь Точно Ладно Подходим Я думаю Спокойным Леммингом Да Там Вторая Дверь Я Про Него Забыл Подходим Да Всеми Подходим Там Скорее всего Придется Разделиться Снайпер Здесь Не Работает Нормально Дверью Не Прострелить Разве Что Страховать А там Снайпер На самом деле Не Нужно Особо То есть Он Как Раз Будет Контрить Тех Кто Влево Будет В окна Выпрыгивать Или На крышу Запрыгивать Что Там Еще Справа Пусто Я могу Спалить Оттуда Что Я не Обратил Внимание Что И там Стенка Уже Сгорела Подбегаем Раз Подбегая Два Зангам Лучше Сначала Подбегать Этим Не Хочу Потому Что Они Могут Справа Увидеть Блин Снайпера Хочется Подвезти Ладно Подвожу Подходим Непосредственно К дверям Причем К дверям Должен Подойти Занг Чтобы Рокет Мог Пустить Без Дополнительных Действий Здесь Лучше Ну Так Можно Зайти Я думаю Надо Сейчас Хэвиков Остальных Подвезти Бочком 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 Хотя Нет Глупости Сделал Жень Как раз Вот тут И хорошо Простреливает Участок Оставшийся А вот Артстодску Да Она С Гренкой Во-первых Может Ей Килсы Насколько Напомню Нужны Увервочи Готовимся Три человека Осталось Миссия Несложная То есть Миссия Средняя Сложность Потому что Паника Минимальная В стране Они могут Быть В соседнем Здании Могут Быть На крыше Но Учитывая Что они Звучали Отсюда Думаю Что они Все еще В этой Комнате Фиг Там Ну Против Этого Есть Они Перемещаются Есть Вероятность Что они Сейчас Просто Вылетят Там Все В стеклах Я Два Три Хода Подожду На Овервоч Да Вот Они Там Сейчас За Домом Выйдут Из-за Стоянки Вот Они Ребята Овервоч Киканы Занк 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 Главный Стреляет Занк Оба Промахиваются Мы Смотрим Куда Они Будут Разлетаться Гады Один Влево Один Овервоч Снайпер Видит Одного Как раз Очень Хорошо Я думаю Зангам Нужно Не париться Снимать Вот Эти Двоих Включаю Овервоч Там Он Не Достанет До Него По Крайней Мере Стенка Снимет Вот Раз Запускай Запускай Меньше Слов Больше Делал Убил Одного Как и Предполагалось Но Открыл Второго Снайпер Видит Одного К сожалению С критом Стреляет 85-55 Крит Убивает Остается Один На Овервоч У Женьки Кстати Есть Молниеносные Рефлексы Нет Еще У нее Молниеносных Рефлексов Я предлагаю Подымить Тогда Просто Взять И Подымить Чтобы Он Лемминга Не накрою А Лемминг В ханкер Сядет И все Какие Проблемы Он же Не стрелял Правильно А ты не хочешь Сам пострелять Как бы Верняк Тут В общем Показывают Лемминга Кикану Афроамерикан Ты играй Такая Музыка Легкая Так Не будем Наверное Да Обойти Он не может Не может Давай постреляем Че мы боимся Ты Кикану То Че Можно И тратить На русском Хорошо Говорит Ну Ждем Его действий Стрелять Ему Сложно Везде Фулкавер Задымлено Делает Ход Один И Кажется Встал Снова На Овервоч Ну Как Горется Безумству Храбрых Поем Мы песню Че там Дальше О Мудрый сокол Что-то В бою С врагами Что-то там Истекто кровью Но капли крови Твои горячие Где-то там Вспыхнут Короче Получили ранение Бежим Вперед Но сделали Очень Благое Дело Добились Ровным счетом Ничего Нет Ничего Мы его убиваем С гренкой Просто И все Это раз Это два Я надеюсь Что убиваем С гренкой Главное Арцутск Кто-то закинет Гренка У него Он же на втором ярусе Как ты граната Его убьешь Хьюстон Че я в аркаду Полез Кто знает Почему я полез В аркаду Блин Вообще Никем Ничего не вижу Гранаты Не ракеты Они не кидаются На второй ярус Я могу По-своему Закинуть О На машину Могу закинуть Вот это фишечка На машину Кидаю Вау Скиллуха Пошла А А А Заценили Ну басы Это я леммингом Говорю конечно же Не вам Так ну К сожалению Не докидывает Вторая мадама А было А было Артстоцкин Недопустимо Недопустимо Не добить А то Точно Обвинят В расизме Нет Все нормально Все в порядке Еще одна удача Так Ну пока Пока На троечку Идем Всем привет Повышение Артстоцка Сержант О Туманные берега Реаниматор Ну это Такой саппорт У нас 90 Точность 8 Дали Точности Ой Не потерять бы тебя Кикана 12 дней Будет Отдыхать И дали Штурмовика Не забываем Мы видим Все Так Пижама Дайте молниеносные рефлексы Ну Ну Кажется То же самое Что и в прошлый раз В общем Run and gun Спринтер Мастер ближнего Двойной выстрел И скан Дали Ооо И меткость 81-81 Скан Топич Просто Слушайте Очень Очень Неплохо Рефлексов Не хватает Но Этот Штурм Опять Фрага Что 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 Я Не Расист Просто Они Часто Умирают Это Закономерность Постоянно Все Этого Штурма Мы Холим Лелеем Топич Просто Хорошо Электростанция Доделается Я Хотел Мастерскую Запилить Да В лабе 8 дней Должны Успеть Паника Паника Да О Малый Скаут Денежная Миссия У нас Арцуз Скидали Прозвище Клякса Оно И Совсем Не Подходит Давайте Придумаем Вместе Прозвище Арцтоцка Арцтоцко Как ее Обозвать Ну Она Сильно Независимая Женщина Может Кошечка Ее Обозвать Товарищ Товарищ Хорошо Товарищ Арцтоцко Хорошо Итак Что у нас есть Два Хэвика Да Соколик Да Саппорт Штурм Да Но Нет Второго Снайпа Вместо Снайпа У нас Выступает Грамотный Разведчик Я взял Абсолютно Не Тоже Как Как Кикану Вот Эту Прошлую Абсолютно Несуразного Человека С характеристиками Тоже 55 55 Но Вместо Того Чтобы Умереть На Проще Он Получил Повышение У него Воля Стала Что-то Дикая Какая-то И Видимо У него Тоже Есть Какие-то Планы На Дальнейшую Жизнь Я Не Знаю Что Мне С ним Делать Я Думаю Арцтоцки Надо Давать Жень От Комплект Потому Что Она Реаниматор Хотя Еб Подкачать Дальше Меткость 90 Капец Не Давай Меткомплект Лучше Какому-нибудь Леммингу Даже Штурмашу Дадим Арцтоцка Должна С гренкой Хотя бы Аутсайдер Забирать Так Маленькая Наложка Севшая Это Кажется Три Пака По Два И Аутсайдер Что-то В этом Роде Много Элериума Много Сплавов Много Денег Как следствие Броню Штурму Да Штурму Лучше Броню Сразу Конечно Комплект Нано Броне Которого У меня Нет Второго Сейчас Закупим Лучше Два Штурмовика До появления Панцирки Такого Надо Очень Беречь Что Не Закупил Что-ли Заходил Тыкнул Вроде Первый Клик Не Срабатывает Почему Интересно И Надо Придумать Кстати Штурмовику Какое-то Имя Потому Что Не Понял А Это Не Бронежилет 4 Комплекта Тупим Тупим Хорошо Плохо Конечно Да Плохо Да Чувствую Сегодня Гуф Будет С такой Внимательностью Надо Что-то Сделать Собрался Собрался Может Артасовский Тоже Не Гранату А Арморчик Хотя бы На эту Миссию Чтобы Ее Да Ну Не Зря Ж Купил Когда У тебя 5 Хитов 2 Дополнительных Это Круто Занг Ой Женечке Тоже Надо Скуп Слушайте Я все Правильно Сделал Я Так И Хотел Один Про Запас Мне Сейчас Не Нужно Получать Ранение До Поезда Потому Что Любой Из Людей Получившие Ранение Он Как Б Идет Лесом Сразу Ж И Пропускает Ждать Хавкам Так Ну Как Штурмовика То Назвать Это Девочка Агрессивная Стреляет Часто Кидает Сканер Весьма Точная Смелая Кто Это 88 81 81 Фамилия Нет Я Не Хочу Называть Потому Что Она Умирает Должна Быть Такая Которая Вообще Ей Все Пофиг Карина У нас Тоже Продержалась Две Операции Убила Одного Человека И Выбыла Да Давайте Бесса Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Спасибо Хаксу Назови Неканклавом По ценам На потеху Анклав будет Я его Я даже если Не буду хотеть Осознавая Что мне нужен Штурмовик Чтобы он получил Ранение Или умер Все равно Это Будет Проявляться Понимаете И рано или поздно Будет Плачевный результат Короче Не хочу Анклавом Называть Ладно Раз Два Три Четыре Пять Шесть Готовы Готовы Полетели Садимся Следующая операция Пройдет в Японии Пришли данные Что Та же Та же самая карта Похожа Кстати На ту же На которой Играл Хотя И на лодку Не видно Сразу же Но Ландшафт Очень похож Я захожу Сразу На угол Снайпом Полуукрытием Полукрытием 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 Верующим Слушаем Опа Уже пак Пак Летунов Сота Изанка Арцтоцка Ведут ответный огонь Промахи 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 Не могу его снять Почему я хэвиков Не подвел Женечка Ответный огонь И Бесса Тоже стреляет Блин Да что ж такое Пять овервочек С их молоко Так не разлетайтесь Пацаны Хорошо Хорошо Ой стреляет Сразу Точно Короче Снайпер Видит всех Забиваем Вообще На На мораль И принципы И просто Ракетой гасим Женечкой Раз Женечка Или Женечке И так Все хорошо Давай Зангом Попробуем Ему как раз АОЕ Нужен А он АОЕ Не достанет Так Отложи Тогда Арцтоцка Пятьдесят Семьдесят Девяносто Девяносто По ближнему Может шреддеры Достреляем Да Шреддер Достреляем Потом еще Один рокет Если что Короче Женька Кидаешь Шреддер Чтоб Всех Задить И укрытие Снять Мне же Надо качать Саппортом Страховка Видим Второго рокета Есть По два хита Тут на один Выстрел Давайте Ребят Работаем Ты Отдыхаешь Сбежайших Начинаем Девяносто Семьдесят Девяносто Девяносто Раз Ну давай Девяносто Процентов Ой Как бы я Рокетом Не промахнулся Соколик С критом Ближнего Сейчас Рокетом Где я Второй раз Промахнусь Будет Вообще Хохма Нет Run and gun Если что Есть Лемминг Если что Есть Дым Если что Есть А Ты двоих Не накроешь Второй Ракетой Ой Все Лемминг Должен Бежать Вперед Паки Пулич Так Давай Бесс Попробуем Пострелять Может Скан Бесс Лучше Кинуть Стрельба Из Пистолетов Такой Ситуации Хотя Крит Этого Точно Убьет Давай Объект Уничтожен Хорошо Ой 44 меткость И хейвик Да А ну давай Рокетом Чего Этого Рокетом Достанем И все 90% Главное 90% Не промахнусь Ну слава тебе Господи Капец Так Тут 3 пака По 3 Я неправильно Сказал Короче Сейчас Внимательно Скан Кидаем Еще пак Летунов Всех за укрытие Кидаем Для начала Блин Перезарядочками Хочу даже туда подходить Сюда можем Капец Сектоиды Сектоиды Летуны И аутсайдер Мелт Впереди Ну я побежал Меня не остановить Я замерзу Отлично Не вопрос Сейчас Разберемся Реально Сканки Ну я не знаю Просто куда Сканкинуть Паки Могут быть Как слева Так и прямо Надо хотя бы Направление Услышать По звуку Туда уж Потом Сканкидает Вот сейчас Туда Так Бесса Подходит Под полуукрытие Раз Кидает Скан Максимально В том направлении В котором Был шум Да там Тарелка Скан Пошел Сейчас все Увидим Посмотрим Посмотрим Да Паксиктоидов Снайпер Видит В общем-то Можно было И рокет Туда Зарядить Наверное Не стоит Вообще Сейчас Пулить Его Потому что Ну потому что Лучше Рокет Кинуть Следующий Ход И на Овервоч Их Сейчас Пострелять Справлюсь Справлюсь Готовность Праг 1 Так лучше Будет Так у меня Ход Дополнительный Будет Поехали Поехали Работаем Двигаемся Пацаны Один Пошел Соколик Видит Он как бы И пулит Этот пак Бах Оро Оскорбление Сектоиды Пошли Они не поняли Как так Произошло Не знают Куда даже Укрываться Снайпер Видит Второго Можно Рокетом Накрыть Конечно же Можно С Ранангандер Добежать Нифига себе Штурмовик Представляете Он бежит И там Разуплотняет Просто Соколик Это просто Качать Надо качать Хейвиков В частности Вот этого Тупыря Занга Потому что Он не очень Одного Хотя бы Да давай Одного Чего Сплавы Все равно Ракета С запасом Есть Это Раз И Снайпер Добивает Вот там Фулкавер Правда 83 Но Убиваем Из Ниоткуда Просто Где-то Упала Цель Тела Так Еще Три Человека Готово Осталось Еще Остался Еще Пак Есть Ракета В общем Поэтому Страховочка Есть Переслушиваемся Летуны Где Перезарядка Снайпом Секунду Готовность Номер Направление Слева Скорее Смени Ну или В тарелке Слева У тарелки В общем Могут Вылететь Даже Сейчас Так Нам С вами Нужно Подходить Ну короче Камеру Вертеть Крутить Вертеть И подходить К фулкаверу Сюда Я пошел Выполняю Конфирм Мэхмэх Ого Медить Воба Сот Ждет Своего Часа Ну че Я кидаю Второй Скан Наверное Куда-то Вот сюда Хотя Звук был Оттуда Давай сюда Главное Чтоб Текстуры Ниже Новые Сообщения Поехали Смотрим Никого Аааа В тарелку Уже Зашли Блин Ну Вроде Как Надо Подходить То есть Они Мне Не Заметят Сейчас А Эта Позиция Важна Как раз Для того Чтобы Второй Хэвик Женечка На следующий Ход Могла Уже Нормально Кидать Рокет А не Так Как Сейчас Снайпер Тоже Не будет Работать В такой Позиции Надо Его Хотя Бо На пол На половинку Поднять На два На две Клеточки Подняли Штурмовика Наверное Сюда Пододвинуть Ну и конечно же Разведчика Нашего Незаменимого Который Должен Будет На себя Весь Огонь Брать Артистоцкин Нужны Килы Они По тарелке Ходят Как бы Сейчас А вот Вылетают Но Пак Не спулен Меня Беспокоит Позиция Снайпа Он Стоит Вообще Никак Его Скорее Всего Надо Переводить Вот сюда Еще Дальше Тут Не Политься По Возможности Дерево Мало Четыре Человека Стоят Как бы Вокруг Одной Одного Ствола И как-то Не круто Получается А дальше Бежать Стремным Ладно Ждем Ну ребят Ну давайте Движение Нет Не двигается Ну хорошо Хоть снайпера Мы поставили Сейчас Слеминг Будет Уже Так Серьезно Агрессивно Идти Вперед Следом Идет Штурмовик Спринтер Run and gun Бесса Вообще Тащит Женечка Тебя Пожалуй Вот сюда Тогда у тебя точно угол будет для запуска ракетами Отстоцка бы тоже подвести Подвел отлично По царски Они не в укрытии вообще Могут убить даже Стоят Тупят Да Разговаривают О чем Ну у них свои Оп Нет Полетели Полетели Сота ведет ответный огонь Грозный Ну а единичку Ну снайпер Кажется из-за перепадов Не видит Ну Раз Два Овервотч вижу Вот тут соколик увидел Как только тот выше поднялся То есть из-за разницы Хорош Пять хитов Как с куста Как раз Арцтоцки под гренком Еще кто-то, да? Занк Ну не порть фраги Арцтоцки Ну Спасибо Да, не переживай Итак Что у нас есть Снайпер видит одну цель Это раз Женечка в теории Простреливает рокетом Так Арцтоцка Подходит А мой враг очень нет И смотрит Что по шансам Семьдесят четыре И сто Но сто по фуловому Мы не убьем его Семьдесят четыре Вероятность хорошая Но этого товарища Все равно забирает снайпер Поэтому Конечно можно Ран-н-ган Бла-бла-бла Но я тогда еще Аутсайдер на этих спалю Конечно надо забивать На На фраги Кидать для начала Спокойно рокет Пытаться вниз Вот сюда Вот как там Даже пусть Тарелка Немножко пострадает Поехали Давай же Не промахнись Только Одного только убил Это уже проблема Возможно понадобится дым Или лемминг Так Ты отдыхаешь Значит Арцтоцк Стреляет по верхнему Семьдесят четыре Давай Помнится Дело за малым Осталось Всех этих товарищей Прикрыть Дымом Снайпер на овере будет Штурмовика Поставим вот так вот Ты сюда Вообще надо было его ближе поставить Чтобы даже выбора не было У них по кому стрелять Чтобы они стреляли Постоянно по И накрываем Арцтоцку Все-таки Что она Наиболее приоритетная цель Летона будет Но он ее первым увидит Хотя может пролететь и дальше Это овервоч Это овервоч Вылетает овервоч Кто Соколик Обожаю Снайперов Давай Только не русская рулетка Бах и все Хит один Может быть это Кстати и к лучшему Арцтоцка Теоретически Сможет еще Если выживет Конечно после этого Но она под фулл кавером Еще овервоч От бесса Из пистолета Которая точность Восемьдесят один На шестьдесят один Из-за Там меньше даже Из-за того Что у него постоянно По полуукрытиям Что делать будем Я бы вышел Он поддерживает Окей Теперь когда Летон морально Морально унижен Мы Преследуем его До разумных Конечно же Пределов И пытаемся Добить Арцтоцкой Товарищ Арцтоцка Сто-сто Убивает Умница Что там Запрещено на земле Какой юмор Специфичный Я бы забанил Перезаряжаемся Готовимся Аутсайдер убивать Вообще Аутсайдер убивается Такого уровня Штурмовиком Просто В Соленова Он его В любом случае Ну главное Каким-нибудь Спулить А дальше Изи Но опять же Мне бы Арцтоцку Прокачать Правильно Вот и я Протожим Сделаю Перезарядка Готовность Готовность Номер один И мне кажется Грен как раз Для этих целей Есть Есть Гренка Нет Гренки Но есть Крит Да Опасно Можешь спулить Уже отсюда Да пусть Лемминг Пулит Не царское Это дело Отлично Отходим Чуть ближе Перезаряжаемся Готовимся Заходить Хэвики Будут Страховать С Отсюда Снайпера На всякий случай Подведу сюда Больше тупаков Нет Это последний был Сейчас Леммингом Пулем Он убегает Может стрелять Арцтоцка Может убивать Штурмовик Могут зайти Еще два Хэвика С двух разных сторон Ну и Соколик Еще скорее всего Может зайти То есть Тут все вообще Отлично должно быть Обхожу так Чтобы спровоцировать Его на фланг Слева например Так Арцтоцка И Сокол Будут точно стрелять Ну и штурм добежит Так и происходит И он обходит Меня Ну почти Блин Я его убиваю Конечно Но Арцтоцка Может не справиться Она и не справится Гранат ни у кого нет Ёвушки матрешки Ладно Пусть run and gun Тогда и поехали Штурмовик топовый В общем Молниеносный Еще ему Прохнут Будет вообще Это супер Бежит Спрыгивает Потом опять Бежит Заходит С тыла Делает два выстрела С меткостью И стопроцентным критом Бах И был еще контрольный Второй Шикардос Но скоро поезд Занк Занк получает Левел У него скан Или опасная зона Но учитывая то, что скан Есть и это Хэвик, который с двумя ракетами Берем естественно Ое Илериум Сплавы Блоки питания Компьютеры Многое продаем На рынке Потому что Илериум В первую очередь Потому что Он уходит Со временем Борткомпьютер В ближайшее время Не понадобится Так же Как и источник энергии И сейчас Я полагаю У нас Электростанция Доделывается Мы делаем Мастерскую Лаборатория Семь дней Панцирка Девятое мая Че не успевая Панцирку К поезду Должен успеть Кажется Притык успеваю Главный снайпер Два дня Хошка точно придет На поезд Но с панциркой Значительно проще Так Деньги есть Лемминги Вроде пока не нужны Никто не ранен Выходит сейчас Хошка У нас 6 человек На В атаке Можно парус Конечно запилить Модуль спутниковый Надо сделать В конце текущего Месяца Ой Почему Модуль спутниковый Мне лучше запилить Пораньше Мне же еще нужно 10 дней На сами спутники БСП Поддержал Модуль спутниковый Миша Переименуя Стоцку Правильно И одень ее В красное Сразу Начнет Тащить Она и так Тащит Так У нас есть 12 Блин Сейчас Кажется Я фейлю Смотрите Давайте Вместе Попробуем Разобраться 10 мая У нас Да В этом месяце У нас По спутникам Все окей Но в следующем Нам нужен Новый модуль Спутниковый А Я же могу Спутниковый Да Пофиг Короче Делаем мастерскую Сейчас просто Мастерскую Делаем Вот Здесь Делаем Лепар Лучше Сделать Пар Дорого Конечно Но У меня нет Запаса По электроэнергии Термогенератор 20 энергии Плюс Двойка За каждую Смежную Четвертый Модуль Спутниковый Мне не нужен Тут Мастерская С этим С Литейным Цехом Стаке Будет А тут Возможно В Вторую Лабу Запилим Панцерка Шесть дней Лаборатория Восемь дней Кошка Возвращается В строй Ой Какой-то там Запас Ой Запрос Цель Баксы Дает Ну Выполняем Я бы инженером Больше был бы рад Но Что-то поделать Так Так Одиннадцатое число До конца Этого Месяца 21 день Сообщение Совета Минимально Через То есть максимально Через 11 дней Нам нужно закупать Спутники Лучше за Через 10 В идеале Через 7 Первую партию Ну Это не обязательно Посмотрим По деньгам Пока денег нет Дайте Панцерку До миссии Прошу вас Мы получили Шифровое сообщение От совета Не успел Панцерки Не будет На поезде Награды Два инженера Это У нас Поезд Ну Команда Готова К сожалению Армора Нет Прекрасно Жду от вас Хороших новостей Так Убираем Перераспределяем Берем Хошка Вторым снайпом Оснащаем Его Скоупом Ай-яй-яй-яй-яй Ай-яй-яй-яй-яй-яй Мне кажется Что Что комплект И нано-брони Выгоднее На этой миссии Чем Ну всем остальным Чем медикиты Просто потому Что Там не травят Там стреляют То есть Мы не сидим Ни в ханкере Не провоцируем Не стоим толпой А мы идем Вперед Поэтому Вероятность Того что мы будем Получать Она всегда Присутствует Молоденосных Рефлексов Нет У Женечки Фулл силуэт Она пойдет По центру поезда Два снайпера Встанут Пока что По углам Состава На первый ход Почему снайп лидер Да Надо изменить Сделать например Ну у него силоволь Просто самая большая Но Учитывая то что он далеко Находится Лучше Лидером делать Кого нибудь С тяжей Но не Женечку Штурм Просто тоже Может далеко Уходить Давайте Занга Сделаем Лидером На всякий случай Пробегусь По способностям Потому что Ситуация Могла Измениться Сапресс Дымы У Арстоцки Арстоцки Надо брать Медикит По любому Реаниматор Не может Спасти жизнь И хотя бы Один Медикит Нужен Ну План Помним Да Мы уже Поезд Этот Три раза Играли Два раза Проходили У снайперов Позиция Понятная Один Хэвик Идет Прямо По поезду Это Женечка У нее Низкий силуэт И уменьшение Урона На два Если Без фланга Обходят Занг Ориентировочно Обходит С Левой Части Его Не уверен Что будет Кто-то Прикрывать Но скорее всего Его будет Прикрывать Арстоцка Беза Будет идти По правой Части Сто процентов Там Как раз Пара зданий За которыми Можно прятаться Которые Можно Оббегать И есть Ран-н-ган Как раз Именно туда Нужно идти Да Аскан Еще кстати Очень хорошо Зайдет Согласен Это первый Киллз Аскан У нас У штурмаша Да Аскан У штурмаша То есть Второй ход Я предлагаю Вообще Сделать полхода Штурмом Кинуть Скан Направо Потому что Слева Все хорошо Простреливается И рокетом И я вот Окей Главное Не получить Ранения Серьезные Потому что После этого Дредноут И это ГГшечка будет Если У меня пацаны На дредноуте Будут Не будет их Кого-то из них Поехали Да Там есть Два опасных Места Как раз Где Скан Может Зарешать Летим В Китай Там Сейчас Неспокойно Миссия Все равно Опасна Времени Мало Дредноут Пришельцев Направляется К городу Используя Устройство Джана Доктор Шень Создал Мощные Транспондеры Они Смогут Вывести Из строя Навигационный Компьютер Пришельцев Но Единственный Способ Быстро Доставить Эти устройства На место Воспользоваться Пассажирской Железной Дорогой Которая Проходит Через Весь Город Первый ход Записываем Скан Скорее всего Надо кидать Куда-то сюда Потому что Пак один Внутри Пак один Слева Поехали Бесса Подошла Это второй Ход Видим Первый Пак И Ну что Стреляем Сразу Наверное С критом По дальнему Лучшим Тем более Он типа Не в укрытии Раз Это первый Спорится Беги К нам Ушел Второй Снайпер Может Видит Не видит Это на Будущем Закрою Ракеты Чтобы Не рисковать Подожди Ты можешь Закрыть Ракеты От Жени Например А этим Подойти Ближе Не можешь Ты можешь Флангануть Его Но Это Занк Он Может Не справиться Да Закрывай Тут Ракета С запасами Я просто Продвигаться Хочу Вот В чем Делаем Так Сап Подойдет Здесь Будет Здесь Почему-то Я пока Не увидел Он дальше Видимо Или Не знаю Из-за Стенок Видимо Но В любом Случше Как сюда Я подойду Там уже Будет Новый Пак Тут Ладно Закрой Просто Убей Его Убей И все Тут Он все равно Спринтер Он наверстает Это При желании Т2 Двигаемся Вперед Пока Наполовинку Сапом Да Ёшки Матрёшки Евгения У вас Тут Телефон Звонит Мы Отправим Транспондеры На этом Поезде Транспондеры Ничего Лучше У нас Такой Взгляд Был Знаете Прикрой Пожалуйста Дверь Красавица Чтобы Обеспечить Устойчивый Сигнал Спасибо Большое Ну как бы Ход Пришельцев Тут Звонит Телефон Я конечно Не псих Но Мне страшно Пулить Не пулить Это риск На самом деле Это риск На второй пак Так Третий ход Я подбегаю Хэвиком На полхода Чтобы Посмотреть Дальше Никого Не вижу К сожалению Это раз Женька Пока Не подбегаю Штурмовиком Подхожу Сюда Видим Противника Странно Что Скан Их Не заметил Они Разбежались По разным Направлениям Вопрос К снайперам Кошка Одного Видит А ты Не видишь Никого Да Плохо Ну тут Как бы Понятное Дело Что Стреляем Снайперам Кого Видим Хорошо Еще Один Плюсик Там Дальше Врагов Близко Нет То есть Можно Двигаться Вперед При этом Конечно Хочется Еще Его Убить Рананган Может быть Ранангана Тебя тут не хватит Дым Дым Я думаю Надо Женечке Просто Подходить Потихонечку Чтобы этот Ход Не терять Вот так Раз Фулл Кавер Не видит Замк К сожалению Он будет Передислоцироваться Но может попасть Теоретически Может критануть Это мне Не нужно Думай 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 Что думать Я его уже Никак не убью Здесь Нет Я его могу Убить Знаете Как Я его могу Флангануть Заставить Сорваться С места И тогда Соколик На овервотче Может его Отстрелить Поехали Он же не Видит Снайпера И Снайпер Его пока Не видит Но он Видит Что к нему Сзади Подошли Это неприятное Ощущение Саппорта Подводим Дальше Женю Имеет Смысл Подвести Еще На пол Хода А штурмовик Что Штурмовик С пистолетом На овервотче Я думаю Тоже может Неплохо Сыграть Работаем С Богом Пацаны Давай Дернеть Есть Есть Срабатывает Соколик Срабатывает Беса Беса Единичку Хотя бы Блин Ну теперь Соколик Соколик Прошу тебя Просто Просто Вот Просто Вот Ес Бескета Убил Редко Такое Бывает Хорош Ставим Четвертый Плюс Сейчас у нас По плану Марш Бросок Подвигаюсь Еще не поздно снайпера поставить на нормальную точку Этого поближе я пожалуй подведу Здесь имеет смысл Хошкам пока Перезарядиться Нет Пока Не делаю Ничего На всякий случай Проверим Здесь не должно быть никого Они будут Один здесь Другой Здесь Здесь Поэтому штурмовиком Подходим Под зонгом я подходить Ну это сюда Подожди просто Тут Так Ходов С запасом Есть Главное Перестараться С агрессией Теперь Перезарядись Ладно Или Спустите уже Там Простреливается же Поезд Практически полностью Не всегда По направлениям Только Что сразу К транспондеру первому Ты По к левой Можешь пострелять А не Не сможешь Не 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 Сейчас еще Мутон появится Давай номер Мы засекли Скопление кораблей Противника Похоже Их выпустили С дредноута Очень странный сигнал Дредноут пришельцев Идет прямо к городу Поторопитесь Вот он на овервотче А где овервотче тебя, друг? Я вот не понял Снайпера поставил на овервотче И где? Без крита Парализатор не то Сапресс тоже особо не поможет Давай ближним тогда стрелять Мне тут крит нужен Давай Стопроцентный крит Нормально Устрашение Интимидейт пошел Пацаны Не боимся Это всего лишь Мутон Это не страшно Не хочу я этими Тратить ход Если честно Хотя для артстоцки Для артстоцки Этот киллз Может быть Будет как раз кстати Давай 80% Молодец Повышение Еее Там же такой саппорт растет Классный Итак У нас только один снайп На овере Сейчас я думаю Имеет смысл Подойти аккуратно Кинуть скан На следующем Только ходу Может даже подойти Не так близко Что мы можем Спулить уже пак здесь Не бойся Сейчас разберемся Хорошо Скан пошел Куда-то сюда Наверное Да? Внутри поезда Потому что первый пак Будет внутри Или левее Как-то так Мне нужно его увидеть Увидел я только дальний Потому что скан На крышу залетел Может быть Кстати Это и к лучшему Потому что Тот пак-то вообще Сложно убить Стоят без крита Может стоит Оставить на овер их Ой-ой-ой-ой Тут я уже пулю Следующий пак Если подхожу Хэвиком У меня снайп Не ален Ходить хотя бы Женщикой надо Думай Так ты рокетом Закрываешь Всю Хорошей вероятностью Нет Ты не закрываешь Рокетом Что тогда? Ну тогда я Хошка вставляю На овер Этих пацанов Не агрю Хэвиком Пока не подхожу Шесть ходов Да? Да С Богом С Богом С 1 Плюс Ставим Второй Встрепенулся И свалил Я его не вижу Но есть штурм Рядышком Поэтому я Так я спалил Центральных Да и пофиг Вижу Флангую У меня больше вопросов К снайперу Снайпер не видит Ай Фланг Это конечно весело Два раза Можно выстрелить Шестьдесят шесть Со стопроцентным Критом Из пистоля Сниму Три хита И то не факт Два раза по три Могу Арцтоцкой Подойти И тоже пострелять Но она его не заметит Отсюда точно Ладно В любом случае подходить Надо вдруг заметит Не заметила Так Ну что ж теперь то Нам нужно Пулить следующий пак Вопрос с кем Зангом или Женечкой Женечкой Безопасней Просто потому Что у нее есть Полу кавер Да давай С богом Сейчас пулем еще двоих Да 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 Ну надеюсь я сейчас Рокетом левым Закрою хотя бы что-то Они внутрь убегают Блин Плохо Направо Хотя снайпер может увидеть Сейчас Есть Видит снайпер Парализатор Спровоцирует Отравление Что не очень хорошо Но выведет точно Его из боя Штурмовик С run and gun Ой давай с хэвика Начнем Реально с хэвика Попробуем начать Хэвик не достанет Провал Неужели это минус ход Не хочу Штурмаж Обойти не может Он может остаться Его можно задымить Сапом И он может выстрелить И даже убить Вот этого дальнего правого Снайпер Да Он постреляет Он может вывести из строя И Только отравление Что меня больше устраивает Чем Выстрел просто Да давай парализатор Делаем Выключаем этого Но мы без крита Стреляем по нему Мы его Так хотя бы Ход у меня будет Еще дополнительный Оружие вышло из строя Здесь Двойной выстрел По 66 Мне повезет Называется Давай С 100% критом Раз Мимо Два раза Мимо Клево Постреляли Хевиков В любом случае Надо подводить Так чтобы не фланганули И так чтобы в следующий ход Мы точно туда Рокет закинули Может быть имеет смысл Даже под дым Подставить Двух хевиков А не Короче Зан бежит сюда Увы Сейчас будет риск Ребят Двое стрелять будут Единственное что я могу сделать Это минимизировать урон Ну Женьку я дымить не буду Я скорее всего Штурмовика буду дымить Потому что у Женьки Во-первых Уменьшение урона На двоечку У нее Больше хп Блин А могу я двоих накрыть? Нет Рейндж не тот Чуть не хватает Надо было штурмовика Подводить по другому Ай-яй-яй-яй-яй Фи-эйч Энфи-си Напиши на саппорт Ну Что ты во время трансляции Вопросы какие-то Технические Задаешь Ну это ж Я и не разбираюсь Конкретно в этой проблеме Кого накрывать? Штурма или Этого? Так а уж штурма Какие перки В общем Ничего у него на защиту нет В общем Логика подсказывает Что надо накрывать штурма Потому что По нему будет стрелять один По этой По Женьке будет стрелять тоже один И он точно Женьку Укрытие не пробьет Соответственно крита не будет Поэтому Я накрываю Бесу А где саппорт? Где? Саппорт Собакбудгейм.ру Раздел помощи Там имейлы есть Статьи разные Время на исходе Вражеский дредноут Приближается к городу Скорее Стреляет по штурмашу Или по хей Еее Мажет Отлично Ну это труп От штурмовика Этот пропускает ход Этот стреляет по Женьке Скорее всего Выходит А может он Нет Он по второму хейвику Будет стрелять сейчас Держись Отправляет Это пофиг Минорные Тем более Три хита у него в запасе есть Это перезаряжается Отлично Сейчас мы Убиваем их В один ход С очень высокой вероятностью Там и две ракеты Работают И снайперы Должны кого-то видеть Правда перезарядка Но вот этот товарищ Хошк Видит у нас справа Но того он не должен бить Потому что он его и так убивает Поэтому стреляет 100% Сможем тогда Шедер Рокетом Добить его Хэвиком слева Женька стреляет ракетой По центру Убивает точно Одного А то и двух Справа Может убить двух Но может имеет смысл Штурмовиком это сделать Да не, не имеет смысла Накрывай Штурмовик на страховку будет Давай Остается один Который уходит С ракеты Или с Ран-н-ган Например Штурмовик Абсолютно спокойно Врубает Ран-н-ган Все Все Больше противников не будет Здесь я на всякий случай Хотя и так в один ход Все сделаю Да Так Один снайпер Врубает А давай дальний Транспондер Тогда Раз Ты Этот Транспондер Я пошел Ты А можешь его подлечить даже Не, не надо Ты Да, можешь подлечить Она все равно не добежит Отравление Окей, окей Я понял Так, Женька добегает Не добегает Ну, Штурм добегает, кстати И туда, и туда, кажется Да, добегает Значит, это первый Нет, подожди Там дальний Самый Мы ее включаем В общем Не, не включаем Ну, значит Лечим Лечим Отравление Чтобы еще один хит Не отнялся Ну, мало ли что Три хода Плюс нулевой У нас масса времени С вами Перезарядимся Здесь К транспондеру А здесь К кораблем Поезд не двинется С места Пока все транспондеры Не будут установлены Да, я понял Пусть только дернутся Подохнут Еще немного И корабль чуших Сможет открыть огонь Отлично Этот транспондер Когда он окажется Под дредноутом Пришельцев Их ждет Неприятный сюрприз Миссия выполнена Чисто Без ранений Только отравление Но оно было поглощено Нано должно было быть Поглощено Не знаю Что по Левелапам Кроме Арцтоцки Были там Какие-то еще Но Весь офицерский состав Готов к штурму Дредноут О, три повышения Женечка, Сокол И товарищ Арцтоцка Арцтоцка что? Есть медикит Военврач Три раза медикит Использовать У него Реаниматор Туманные берега И военврач И точность 96 Плюс 14 Не, кажется Пропустил Левелап Я не обновил Такое нереально У нее там 20 силы воли И 14 точностей 96 Полкан Сокол Так В ударе Или двойной выстрел В сочетании с этим Со сканом Может быть И в ударе Стоит брать Точность на 8 Увеличилась 119 Отличный снайпер Товарищ военврач Да Но Наверное Лучше На самом деле На дредноуте Очень много Нефланговых чуваков Не буду рисковать И майор Женечка С меланимностными Рефлексами Как в прошлый раз Окей Хорошо Медаль не дали Ильжей подвезли Ильжей 16 Не хватает Обновляем данные По людям Которые Апнулись 90 2 119 Соколик 92 119 Женечка 6186 6186 Ну точность у хэвиков Видите практически Не растет Арцтотска 7496 74 На 30 96 Точно Я левела пропустил Ну это очень клевый саппорт Сейчас панцирки доделаются И будет вообще Dream Блин Тим Панцирка Один день Главное с инжами Не попасть 4 инжа Нужно Одного дадут Надо будет спутники Обязательно для бонуса Закупить Да я не попаду с инжами У меня же мастерская Доделается К тому моменту Когда она будет новые спутники запускать Она будет через 15 дней Проблема в том Что ты модуль спутниковый Не можешь заказать А точно не можешь 15 дней До конца месяца 16 дней Плюс 2 дня запаса Он строится Не 30 Плюс 31 день Да есть время Хорошо Медали Нет Серый рынок Пофиг Сейчас будем панцирки брать Начинаем Новое исследование Я сделаю Экспериментальное оружие Для литейного цеха Потому что Больше патронов Всем Скоуп Или всем Медикит Или всем Нано На это потратить Всего 10 дней Понимаю Что лучевое Откладывается Но Эта штука Учитываемая Офицера Будет реально полезнее Теперь Фух Нам по-хорошему Всех нужно Панцирку надеть Но это дорого Хватает пока На 3 Соответственно На 6 Нам нужно По 40 240 110 Еще Попродавать Даже Снайпер Снайпером Хочется Армор И Переводим Пацанов На нормальный Армор Плюс 3 Раз Тем более Крепкое здоровье Кстати У Соколика У него Жизни Сейчас 13 2 3 4 5 6 Что По закупкам Спутников Нет денег На спутники Даже Близко Возможно Из-за лабы Из-за мастерской Так что Я буду спутники Покупать Без бонуса Уже Без бонуса По имжам И деньгам Но Но это Пережить Можно Лаборатория Доделалась Увеличивается Скорость Исследований На 20% Готов 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 ли я Готов Чешь делать Дредноут Совет Запрашивает Прямую связь По защищенному каналу Ученые Инжи Еще Две штучки Две штучки Ребята Это дредноут На котором Вчера Я потерял Штурмовика Получил Ранение Двумя тяжами Но я Многих вещей Не знал Например Что кибердиск Не просто Находится В том месте Где Я понял Что он Находился Он там Еще Ходит И может Из дверей Выходить Или То Что То То Как падают Тингмены То Как агрится Мутон Он вообще Как-то странно Сагрился Тингмен Я подошел К двери Не открыл ее Он сагрился Ой Вчера Какой вчера Конечно Сегодня Сегодня Только дошли Я уверен Что вы справитесь С этой непростой задачей Артстоцка Точно С медикитом Учитывая ее Сверхполезность Снайперы Точно Со скоупами Все в броне Бесу Я пожалуй Тоже оставлю Броньки Потому что Она будет Ити на контакт Хотя Она не будет Ити на контакт Чаще всего Она будет Сидеть и бояться Потому что Там Сплошь и рядом Овервотч Но Она будет Кидать Сканы Как раз Чтобы снайперам Было проще Отстрелить Тех людей Которых Никто не Видит И на них Выходить Не хочется Поэтому Я вроде Готов У меня Типы брони Есть Красивее Тут разные Типы брони Кстати Поставлю На хэвиках Они Должны выглядеть Одинаковым Хорошо Какой там цвет Хотел БСП На На Арцтоцку Красный Кажется Но красный Это у нас Штурм Всегда У Бессы Прозвище Пижма Почему-то Какое прозвище Дать Бессе Штурмовику Ну прозвище Шкода Шкода Вообще Отлично Шкода Отлично Шакод А не Коты Девятый Подъезд Да-да-да Может Там не Аня Там Яна Кажется Аня Все-таки Пацаны Пацаны Помнят С чем я Поехали Пацаны У врагов Будет 22 Человека 22 Крисолиды Thingman Кибердиск Мутон Сектоиды Работаем Летим Летим в Китай Там сейчас Неспокойно Это финальная Миссия Линии Прощи Очень Много денег Достаточно Сложная Для Своего Этапа Очень Сложная На мой взгляд Ну то есть Не такое Количество Народа И Самое Трудное Впереди Чтобы Захватить Дредноут Нужно Вывести Из строя Силовые Кабели Расположенные На поверхности Корабля У нас Нет Данных О составе Команды Но Готовьтесь К серьезному Сопротивлению Задание Изменилось Снайперов Ставим Сразу Куда Куда Надо Отлично Не агриться Так Снайпы Пока Здесь Остаются Я Открываю Дверь Я В пути Раз Ну Делимся Традиционно То есть Тяж Тяж В разные Стороны Не хочу Даже На клетку Оббегать Потому что Не уверен Что Не с Пулем Скан Пока Рано Скан Будет В более Полезных Местах Штурм Один К вашей Позиции Стягиваются Пришельцы Готовьтесь К бою Пошли Скрипты Это далеко Он будет Там Три Хода И Тим А вот Второй Будет Поближе А второго То и не Видно В общем Делим На две Клетки Чтобы Чтобы Травили Хуже Раз Вот Раз Ход Что это было? Два Ход И три Ход Алина 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 Да ладно Он что Не идет Что ли Он бы уже дошел Может он на пол хода С овервочем идет Блин У меня молниеносный Только у Женьки Ладно Давай последний Пойдем Алина 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 Ну Что это было? Алина Не выходит Ну все Женька идет Спулит Скорее всего Еще кого-то Да Зубак Так Один Запрыгивает Сюда Второй Силовые кабели На корпусе судна Подключены К главной энергосети Если удастся Отключить их Или уничтожить Зарывчаткой Корабль выйдет Из строя После этого Мы сможем Подняться на борт Не рискуя Повредить Снайперы не работают По этим пацанам Потому что Перепад по уровню Шансы попасть Не очень высокие Штурм Может пробежать Вниз Но он рискует Напороться На На И при этом Рокет тратить Не хочется Можно конечно Овервочность Всех пацанов Наверное Это более правильный путь Так Хотя бы Снайпер Будет работать Аааа Бесс Увидит И Это плохо Черт Жалко Да нельзя Ранение В самом начале Получать Занг Тратить ракету На единственного Летуна Потому что Его Больше некем Бивать То есть Мне же нужен Овервоч Мне нужно принимать Двух остальных Этот может запрыгивать Опа Овервоч Кто? Арцтовска стреляет Первый Точно Четыре хита Еще кто-нибудь Прошу на два хита На два хита На два хита Кто-нибудь Давайте Ребят Ну Есть 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 Кто Бесса стреляет Да Ё-моё Там Хэвик Не сможет Выстрелить Флангуют Капец Это провал 7 крит Капец Снайперы Такие Упыри Я В шоке Блин Да У Занга Минус Половина Хитов Набивать Он Этого Не может Он Должен Отступить Для начала Там Еще Двое Которых Можно Со Сканом Попытаться Заметить Твою дивизию Нельзя убивать Что ты делаешь Ты должен Отойти Как минимум Я готов 73 Да Давай Там Еще Трое Кидать Лискан Чтобы Снайперами Пострелять Они же Реально Его Увидят Давай Кидай По крайней Мере Нижнего Забрать Капец Как они Так Ну Хреново И надо Снайперов Ставить Нормально Да Даже Два Их Увидел Отлично Это Ход Скан Да Два Два Их Два 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 как мне повезло с аптечками лечим четыре очка здоровьем один сидит там сидит то и нужно женька с молниеносными вскрывать пытаться это уже на следующий ход можно я надеюсь на тех кто аптечки я не хотел его подводить по одной простой причине если бы слева вышел товарищ это этого пацана могли с угла фланговать представьте при ситуацию что ты подходишь лечить чувака товарищем саппортом с тремя аптечками тебя обходят и критует по себе вот я этого момента боялся они того что меня отравит из ну меня трое не отравит любом случае что двигаемся потихоньку он там сидит где-нибудь не торопимся ребят же не на пол хода с овервотчем чтобы так увидели ну и снайперы увиделем даже если б он был на овервотч и он бы не попал соответственно мы его блин это было с критом прикиньте крит не пропер двойной выстрел давай еще разок парализатор может быть да лучше парализатор нет нет лучше стрельни там еще один убивает убивает нормально а зачем я этим убиваю для второго снайпера качать нужно это ошибка перезарядка вернуть дробовик один скан есть скан скорее надо будет юзать на кибердиске где-то час аккуратненько делимся на две группы обожаю делиться на две группы на 2 и более групп у меня все под контролем тут пробили кстати не так очень сильный его то есть пробили три армора пробили 2 на на брони и пробили только два хита из десяти его естественных жизней они даже одна еще броня базовая то есть его ранили фактически на один хит так что панцирка реально спасла меня так тут укрытие нет что не очень круто конечно же слушаюсь а там кажись крисолиды падать будут если мы это будут падать все будут падать зря я сюда подвожу кошку он мог из той позиции великолепным образом стрелять тоже подходим о яндек чё там картинка наверно скинул яндекс кинул джпг жку живи умри и живи снова да 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 ну либо день сурка как бы сегодня поздравляю я вас с этим знаменательным событием даже хэвика снайперу переключаю пушку с тоже подтягиваемся потихоньку ключевое это не торопиться особенно когда противника в четыре с лишним раза больше чем вас я уже в пути так активно овер подходим уже аккуратненько здесь подходим там крисолиды сын мэн и потом еще фильм мэн и всякие поздравляю блин крисолид нифига себе мы его не видим увы и видите его если честно не очень хочу просто потому что могу спулить еще пак теории поэтому я сделаю шаг как скажет шажок назад ой там было я увидел уже отсюда ноги сейчас постреляем значит давай беги овервотч раз хошка занг ведут ответный соколик тоже есть он не выжить вообще никак даже хэвик попал а снайперы тут и контрольный даже идет контрольный причем уже в труп летел прям вот точно в него то есть он даже не промазал хорошо сработали молодцы не вопрос же перезарядочку смена магазина так 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 фигменов так хорошим и тоже надо байтить потихонечку слушаюсь так это крисолид до крисолид замка зря я сюда подвел ладно замка побежал вперед сбоку вижу противника на 20 мэда их просто не снайп видит красавчик даже с этого с фланга давай убивай 65 крит отлично бах надо было второго снайпа сюда подвести это было бы вообще топич прием такой горячий 55 если я буду отходить понимаете он будет по снайпу стрелять не он не будет по снайпу стрелять а хэвик докуда со спринтом добежит хэвик ну вот здесь его не будет видно ладно подводим под второго снайпера и дополнительный овервочем ты тоже с пистолетиком пострелять если он увидит ну вряд ли увидит ждем его он бежит поднимается ну 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 есть кто-то увидел артстоцк увидел и соколик увидел ну вот я так и хотел попала артстоцк значит соколик ну если не русская рулетка то добьет хорош очень четко четенько 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 это еще плюс 2 получается над наверно гонку поддержал ваш канал на сумму с аркадий мишами и я считаю пора зарашить ps чатика живи у себя пора зарашить серьезную заявку так а что у нас здесь по снайперам они кажется хреново вообще с углов тут бьют ладно снайперам подхожу сюда хэвиком подхожу под шашин . я поддержал ваш канал на сумму 100 рублей так миша пролистай чат вниз а мне уже задонатили и напомнили я уже пролистала спасибо еще разок соточками не лишнее в любом случае к подходим подводим артстоцк подводим надо сейчас с кибердиском разобраться будет но сначала еще будут кажется фильм мэн и это так снайпа подвожу не давай лучше проверю вот их с углом да не полится пока не хотел просто на фулу снайпера подводить вдруг там я краем глаза бы увидел нафига мне это нужно ой похоже вы расшевелили этот гадюшник пришельцы бросят все силы на защиту своего корабля хорошо итак один снайп на месте но второй еще нет поэтому я сначала поставлю его сюда и еще один ход с перезарядками и овервотчем тем более здесь тоже снайпер не перезарядился сейчас будем подходить подходим раз хорошо отходим 2 подходим здесь меньше чтобы не спулить раньше правых а то там уже овервотчем ну кажется справа пулиться быстрее ладно я к углу подхожу нет я саппортом подхожу к углу и никого есть хэрика ближе прошлый раз было не так прошлый раз здесь меня ждали а может быть кстати ждал тот который сидел в самом начале а потом уже появились сектоид и фильм м которые так ну вроде снайперы хорошо стоят с богом готовьте пушарада к вам приближается отряд противника давайте это лирика вот сейчас кибердиск будет вот это будет жесть но этот на овервотче сектоид 4 овервотч причем бесса а снайперы кстати не стреляют мэн минус ну и снайперы видят хошка надо качать поэтому скритом убиваем что-то русская рулетка давай его тогда спровоцируем на молниеносные рефлексы и убьем уже тем же самым штурмовиком или хэриком то не столь принципиальным вообще нужно с штурмовика наверное качать варанган так дальше жесть будет дальше нужен скан мне беглый огонь два раза по 100-100 здрасте овер подходим чуть ближе овер снайпом на должен позиции вставать нентрис поддержал ваш канал на сумму 100 рублей так миша насколько я помню свое прохождение при отключении первого или второго энерго узла кибердиск становится на скриптовый паттл я понял тебя туда скорее всего я прошлые разы просто не включала вот эту вот штуку а я кто там сзади то хорошо падает крыса лит но его там видят очень многие карми снайперов наверное мне такое впечатление как будто сзади еще кто-то упал до снайпу вообще пасует это очень плохо и ну как мы просто просто отступаем от него и встаем на овер он и на снайпов выйдет давай давай беги синим и сразу артсутская 96 но овервотч соколик ну включается в общем уже снайперы штурм мажет настораживает два снайпера могли кстати не убить но он все равно не нанес урон не добежал по просто ему хода не хватило бы окей теперь самое жесткое мы знаем что слева крик этот кибердиск нам нужно его гасить максимально быстро желательно в один ход также мы знаем что там еще фигмены возможно стоит сейчас подготовиться и кинуть скан не открывая дверь я помню как он ворвался что раз мне нечет хватило так лучше держаться все равно укрытий хейвик со шреддером точно должен быть здесь секунду сам не особо не поможет дым но там дым сразу граната это же кибердиск соколик пока перезаряжается женька наверно тоже сюда потому что второй рокет мне может спасти жизнь и штурм на самом деле штурмовик против кибердиск с двойным уроном это же очень классная штука не подходишь просто к нему вплотную непосредственно но как мне тогда скан-то кинуть скан хорошему кидается не открывая двери туда вот вдаль и скан кидать откуда-то отсюда из центра и после этого сразу штурмовиком типа оббегать присоединяться к хэвиком я не буду трогать эту штуку чтобы не с не спулить скриптовые вещи скан мне сейчас не хочется кидать потому что я рокет не могу запулить уж лучше мне хэвиками два хода дайте так чтобы я мог кинуть две ракеты сапа все-таки отсюда уведу потому что дым так или иначе может помочь из перезарядка откатились один он поддержал ваш канал на сумму 100 рублей спасибо за стрим спасибо за первый раз завтра 1 1 2 у меня час 36 пожалуйста скажи что не зря в первый раз на стриме ну в любом случае не зря даже если я гуфнусь как бы это будут эмоции даже good game good emotions вот а час тридцать это что у нас вообще господи это 6 часов в разнице это какой-нибудь новосиб до омск куда-то там ходить сейчас вход или не подходить опасным дверь могу открыть гордиться нет вряд ли раз отлично вас хорошо не спали никого бсп говорит нас 2240 ближе мы томск новосиб это три часа на дальний восток и иркутск временал говорят ну что я хэвиками пока палиться не буду мне нужно закинуть скан вот досюда на мост но так чтобы прям попасть давай на две клетки подойдем не хочу хотя не видят вообще давай на мост прям удариться при вот так вот вот так вот только вниз не падай прошу тебя опа тэнгмен тэнгмен видим а где кибердиск то где кибердиск а тут 20 мэнов что снайперы говорят снайперы говорят у них все ок но я предлагаю открывать и кидать рокет просто болеем минут был второй дверь справа открыть открывать но не разбегутся они точно на этот где кибердиск он точно здесь он где-то здесь летает давайте один ход подождем а вот они начнут перемещаться подчеркивание под поддержал ваш мутонов пак добрый вечер михаил когда вы к нам мы устали ждать заходите на чай берите друзья мы всем рады да пошел 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 кибердиск и хошк снайпер начинает работать кибердиск его не видит это очень далеко хошк не должен промахиваться 4 хита сносит неплохо мы мутона кстати сейчас встретим может быть это но это не пак мутонов обычный мутон кибердиск оказывается спулин на овервоте что это может не понимает что происходит а вот сейчас нужно открывать дверь надеяться на то что мы сейчас всех закроем просто всех накроем ракетами давайте давайте разбегаемся побежали побежали кибердиск да 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 сейчас шредер туда обычную ракету туда все туда всех тут а на на сканер конечно шикарная вещь шредер раз для бонусного урона а уничтожен хорошо я старался сейчас правда скрипт сработает и еще один появится вторая ракета пошло два на уже 7 урона потому что подранок и сейчас снайпер с критом птищ снайпер с критом птищ ой крита кажется не будет 1 и повышение хошк получает но я тоже за это повышение получил кибердиск изи единственная проблема сейчас в том что моих пацанов сейчас могут накрывать они мы же не видим смены справа да а давай к снайпера тогда на будущее сюда перенесем и отстрелим на следующем ходу его же сейчас по скрипту должен появиться до тебя я все-таки обведу чтобы открыли дверь и правому снайперу дали вижен под фигменов с богом замечено движение а вам движется риттовой противника готовность номер один я должен был по другому убивать причем мы не видим да не видим из-за того что сканер закончился на штурм подошел т.п. видны открываем дверь пулем пак зря поторопился торопился не надо это делать а зачем мне надо было сначала лево принять потом с этими сражаться не факт что сейчас снайпер еще будет работать никто из снайперов не видит ничего доигрался блин ракет я туда не докину вообще никак обзор закрыт этого ракета и можно взять это будет только подранок из плаву уничтожим болен чё я сделал зачем я спулю сразу столько народу дым или не дым дым это отравление сразу же но отправление не так страшно как возможное попадание поэтому давайте лучше хэвиков прикроем штурмаша вообще уведу снайперы на овер хэвики на овер хэвики принимают левого этот снайпер помогает им принять левого а правый снайпер просто ждет овервотч овер или релот овер из-за общего вида лучше овер здесь уходим с богом штурм один на вас идет группа чужих не понял я откудась номер один это как вообще еще один скриптовый сектоид но сектоид не страшно ну и где они все подходим к углу смотрим они подошли поближе может быть снайперы смогут снайперы не смогут полин вот как ты потому-то не достаешь черт возьми от наверно снайпа сюда переводить да уже есть общий вид ханкер только здесь овер овер ушел он не добежит с фланга еще хода не хватит а вот этих он может флангануть еще один дым блин опасно щас слишком много и близко хэвиков он не увидит до тех у не дойдет я все равно стрёмно слишком близко уже слева подходит овер ну два хэвика должны женечка и занк стреляю давайте ребят есть молодцы как раз 6 урона я уже не стал записывать блин кто там так один слева умер этот не обошел еще но точно нужно штурмовиком подсвечивать смотреть где о один прямо так а рокет там достанем может рокетом стой по двум дальним не ну главное ближнего убить ты опять никого не видишь ну вешки матрешки ты видишь ну слава тебе господи давай с критом его есть минус один ядом он не достанет это раз тут два тыла но я не хочу рисковать штурмовиком поэтому овер на снайпа овер на артстоцку и снова вот так вот они не знают откуда вообще ветер дует поэтому тупят я буду этим пользоваться и настреливать перегруппировались немножко секто это я кстати не вижу но вот отсюда снайпер уже работает благодаря позиции давай фигмен 4 хита ну неплохо двойной выстрел тем более отбиваем остается сектоид который стоит на овере давай перезарядка давай за а он не мог спрятаться где-то так что ты вообще давай залжу секто и даже если стыла обойдет он он вряд ли убьет штурмаша в арморе со своим пистолетиком женька заходить будем проверим штурмашом еще здесь вот сектоид этого шального а вот он сидит снайпером видим стреляем соколиком ему не нужен опыт но вроде там более реально надо сейчас бежать просто бессу надо качать то есть бегу я женькой так чистый рефлекс из пулиц молниеносные рефлексы не попадет он никак после этого мы сможем например штурмовиком подойти штурма что у нас а при этом дырка просто вместо двери ой сейчас мутон оттуда может выйти так давай ранан ган опасно ведь давай лучше за укрытие боюсь что там еще кто-то может прийти а ты его и так убьешь два раза по 98 не обязательно это было делать так с вашего позволения женьку верну потому что вдруг там спулин уже пак типа мутона и надо подводить снайперов таким образом чтобы они на следующий ход уже играли играть один будет отсюда у меня все под контролем отходим сапом лучше в угол эта дырка в стене нам не может даже в плюс сыграть потому что сафа динар поддержал ваш канал на сумму 100 рублей миша до передай привет республики сахар сахар якутия да привет конечно же конечно же привет и всем в общем-то кто нифига себе как вас много господи я смотрю в чатике тысячи там 700 сколько там нормально мы дрэдноут проходим уже так как будто каждый день дрэдноут проходим пока ровно там остался мутон время заходить уже тут укрытия нет такой фейл а снайпер на месте вообще мне кажется там один снайпер не алё да соколик не готов ну что вообще сюда поставить да давай лучше клеточка вперед риск если бутон там спулин то это такая аркада не шагу вперед пока на этот ход штурм дальше не не штурм здесь опаснее ну поэтому давай пусть штурм сначала закроет вопрос этим с этим ретранслятором контролем и ногтемист поддержал за рисковал на сумму 100 рублей соточка пошла не бассейн а службе есть обилка халявный выстрел если находишься в области оранжевого кружка вокруг пришли сушкам прокачал бойцов только ради точности и хп мубас я не качал и не пробил и пользуюсь и мне кажется ли я уже вчера это все видел хотя нет нет сегодня же просто день сурка . да 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 вот сейчас где-то ухом повел в квартире что таким то есть ты хочешь сказать что я могу стрельнуть в него если нахожусь в круге я нахожусь в круге скорее да чем нет да да то есть я могу стрель так на халяву а реально врешь ты все я в круге не находился на самом деле ретранслятор не выключил его моим точно можно было с слайпом конечно это сделать лучше а и перезаряжайся я пошла выключаем ретранслятор смотрим к чему это все приведет один кабель выведены строя осталось всего два ни к чему как вы видите так теперь мы аккуратно подходим сюда не ой зачем снайпера вася блин я думал что это не снайпер михаил михаил не расстраивай меня такой провал вроде никого но мне до фулл кавера добегать это лучше вот так попробуем дали использовал хорошо стоит хорошо можно подлечить на самом деле чтобы уменьшить да давай лучше восстановим и эти три хита чтобы минимизировать риск повторного ранения хэвика он все равно вперед идет а так-то у меня заряд на саде решим еще не поздно второго снайпера подвести что он здесь уже впереди мутон фельмена ищем я до кавер не добегаю и думаю что вообще пройти вот как-то так вот так можно зайти уроки то не будет вот вижу ретранслятор ладно штурм беги нет штурм ты будешь здесь будешь на рангане если что вырываться так сна и подходит тоже на эту позицию где мутон вот я не понимаю внимание штурм один сейчас на вас выйдет подразделение чужих я фингмен один овервотч а вот и мутон здоровья ну и по нему должны вроде как по овервотче пацаны фиг там нет занк стреляет 6 хитов снимает хорош снайпер вообще не стоит что скачать если есть выбор то есть они нужны но на подстраховку лучше конечно артсоцкой пострелять если дадут там овервотч тебя могут спалить давайте не будешь рисковать соколик точно нет стойте а хошка то не не последнее звание у него давайте его дальше качать раз готово так здесь фингмен а давай подойдем поближе на овер чтобы он не обошел здесь сапом надо обходить хотя тут он не не увидит меня скорее всего слишком далеко я бы чуть-чуть тут разошелся бы потому что близко и на яд женька хорошо стоит в общем-то но ладно давай один стайп на овервотче есть штурм и смотрим куда он пойдет выходит налево подбегает стоит с фланга и второе действие то есть он не работает вообще это здорово что он не может ничего сделать я наверно попробую снова может парализатор сделать травить будет попробую просто пробить его 72 процента все-таки без крита понимаем маловероятно снайпер мажет если открывать опасным стрельба 40 но угол можно очень так обострить правда отсюда и увидеть не буду и отсюда даже не вижу проблема 56 тоже проблема а женька могла бы там рокет кинуть а тут есть кавер вообще есть кавер давай женьку подставим потому что она реально тут фулл кавер все дела и редюс урона и в следующий раз мы сможем кинуть еще можно пострелять и на ранн-гане ворваться к нему я добегу ранн-ганером ты пока можешь спулить нифига он на ранн-гане добегая до него ладно пошла аркада это раз штурмовик спринтер ранн-ган и двойной выстрел в спину из дробаша что может быть лучше опа нет 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 о повышение бесса получает 92 процента мисс это лучших традиций господи какая жесть все вроде нам сообщают скриптовой остались противник похоже к вам уже движутся лунатики представляете два раза по 92 это же будет совсем беда но женька с молниеносными рефлексами показывает как надо пулить полезно хотя бы одного человека с молниеносными иметь это конечно вопрос рандома потому что ну с перком не факт что вам выдадут вообще артстотску бы покачать еще да поэтому я наверное попробую попробую подальше . чосин подчеркивание не поддержал ваш канал на сумму 500 рублей спасибо за стрелы михайсиктоидов дави сектоидов слова арстатский спасибо за саппорт я не буду два раза стрелять потому что здесь как бы из пистолета он убьет стреляю один раз и стреляю второй раз их потому что у него халявный выстрел вот теперь самое но артстотска с точностью должна вообще отлично зайти 96 и может даже и это экспо поможет а может мне не помогла побежали вперед у меня все под контролем чистенько дредного прошли чистенько только в самом начале был отключен еще один и корабль будет в наши готова 22 человек никого не потеряли одно ранение но я подозреваю что от ранения будет около пяти семи дней четыре дня до 2 повышения голем хошк и skoda beso майор у кошка была метка 100 что дали им 3 ну хотя часовой далее делать два ответных выстрела вместо одного точность конечно хреновая прокнула beso 81 точность 86 пятерочку и дали вспышку заставляет врага покинуть и курить и кстати неплохо да учитывая то что она часто находится непосредственной близости и под снайперов можно выводить отстреливать 5 точности дали хорошо и самое главное термоядерные пушки установки и лериума дофига сплава дофига на которой мы собственно и не начнем сейчас закупку спутников чтобы не умереть в этом месяце перки дают те же самые что и вчера деревья генерирует сразу полностью понял жалко хотя вроде скан скану штурмовика а я штурмовика потерял возможно да может термоядерно не продавать но мне сейчас спутники нужны тем более что я лабу построил деньги 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 денежки да один спутник был лишний как раз на него и лабу и построил как раз она вопросы было 240 250 в лаборатории там столько исследований классно сейчас как раз это приоритетное самое направление и энергетическое оружие плазменное оружие арморы и допросы хватит ой как в ушах зазвенело так надолго причем 2500 спутников я не закупал скорее всего придется прибыли новые инженеры 18 уже 326 геном стоит мощности для запуска не хватает так давайте посчитаем сколько нам нужно нам нужно 1 2 3 4 5 6 и еще 2 3 в запасе 89 9 спутников 8 или 9 спутников короче нужно трикосаря еще 500 она трубок пока продаем сплава большую часть продам блок питания компьютеры извините пожалуйста корресолит под армор может понадобиться за деньгами видите папа небольшая 9 беру успеем сделать успеем сделать запустить их и получить бонусы сейчас кажется будет еще одна миссия то и две но учитывая то что у нас ранение но в принципе хорошая команда да давайте поехали так стоп экспериментально же нужно на что делаете я уже отправила новичков лаборатория лабы сделано круто то есть доделать исследование литейку фигарим термогенератор ок лифт пока не нужен модуль спутниковый сразу после этого месяца 18 инжей нам точно дадут двух на бафах надо посмотришь в смысле после запуска спутников поехали возвращайся болеем средний налог черт элемент везения сейчас нужно пять выстрелов попасть по нему чтобы сбить мне сейчас очень деньги нужны очень 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 давай родной мы в тебя верим всем гудгеймом верим кроме мутонов давай пятерочку пятерочку пятерочка давай атакую и уворачивайся сам давай давай раз попал 2 попал 2 3 хорошо попал 4 попал и 5 давай топить топить просто топить а я горжусь тобой так у нас есть один лейминг во первых нужно вспомнить кого нам нужно качать кого не нужно соколика мы не качаем вообще кошку нужно кажется еще два звания ему пилить пилить еще вперед артстоцка тоже артстоцка вообще первый приоритет она очень перспективная дама что касается бессы можно на самом деле успокоиться потому что до полкана и докачать значительно сложнее чем чем артстоцку но под артстоцку нужно просто всех подводить надо доводить аккуратненько ракетами противников чтобы она достреливала парализовывать их чтобы они там не умирали и не ну пропускали ход в общем а ей самой аккуратно достреливать но я все равно не откажусь от медики то есть я ставлю медкомплект потому что у нее очень крутые темы военврач реаниматор это то что нужно то бы конечно гренку взял и вперед но нет лимингу возьму комплект на на брони давайте артстоцку даже не розовенькой сделаем а вот беспой какой цвет ты хочешь только не красный какой нас саппорт может зелененький который лечит постоянно если бсп еще есть зеленый темный зеленый не яркий белый черный черный так мы же не сможем ее хотя волосы шлем какой прическа ты предпочитаешь я покажу тебе понравится смотри вот сейчас будет во 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 как у дмитрия михайлова норм будет говорить по-русски чум бороды нет очень несовременная игра нормально бсп ты у тебя устраивает что саппорт черный с такой прической окей ну сбитый средний на лод 3 пока плюс внутри по сравнению с так и качаем мы соответственно артстоцку артстоцку и хошка артстоцка и хошка готовимся к высадке следующая операция пройдет в японии на лопать это такая карта помните и говорит рейнджер от места крушения штурм один к бою готов вас понял рейнджер мы присмотрим за вами штурм один можете начинать атаку корабля ну я помню чего делать не следует и куда идти не стоит я второй раз не вообще первый раз в жизни играю на этой карте 1 сегодня первое февраля у нас как вы знаете так женщина наверное будет пулить по центру так лиминга надо период провести сначала скан есть помню об этом возможности на самом деле очень много вопрос только как ими слушаем сектоиды пока только сектоиды ну лиминк идет на разведку видим мед мед пацаны женечка идет сразу агрить на такую позицию откуда можно рокеты кидать там туда туда в общем влево вправо лево ричард стоцко учитывая то что ей нужны киллы она должна быть всегда неподалеку но безопасно на безопасном расстоянии до беску наверно нужно подскан ее как-то слушаем паки еще слушаем направление сектоиды чуть левее за стенкой тихо слышали что-нибудь я беру лиминга и решительные бегу вперед пулем первый пак сектоидов глазастенькие такие как их можно убивать они такие хорошие снайпер наверняка уже кого-то видит никто никого не видит вообще а там стенка стенка я понял значит отступаем бесса будет ли она шкодить из фланга заходить я думаю можно по крайней мере подойти вот так а там посмотрим товарищ арт стоцко полу укрытием направо и даже поханкерить повер-повер-повер овер женька вообще молодец у нее такие перки классные полный силуэт молниеносный рефлекс уменьшение урона на двоечку если бьют прямо что-то еще у него полезно есть выходит справа о ее 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 бесса стреляет из дробоша но вообще это как бы тут full cover конечно но что-то мне не нравится что они решили обойти и он стреляет паскуда full cover кто все он один паникерша чертова ладно леминг идет вперед там овервотч я знал просто мне как бы нужно разведку делать попадает ай-яй-яй-яй опа это хуже второй пак очень похожи к сектоидов но это рокет это чистый рокет мне только не хватало этих дополнительного главное мед не разрушить правда ведь ракета пошла у женьки есть еще одно звание куда стремится чтобы вопрос вот так вот ультимативно ну то есть не париться там кто кого бафает обходить не обходить по кому стрелять сразу решаем все как надо слушайте я хошкам попытаюсь сейчас этого овервотчин того товарища он правда 75 процентов короче говоря хорош голум поддержал ваш канал на сумму 100 рублей голум смотрю этот день сурка а эмоции то уже нити фальш и профанация и я требует я очень переживаю очень сложные миссии ты что ну реально как бы попроще чем параллельной вселенной сейчас игра идет я скан кидаю просто хочу бафера увидеть может снайпер его снимет сидит он далеко но теории это можно и достать фиг вам теперь вижу хан кири тут закидываем пожалуй дымку артсовского конечно сложновато качать таких нечеловеческих условиях когда и подбежать не получается и ну чё будем делать друг заливаем заливаем и кажется он перейдет сюда и по леммингу будет стрелять хоть он и в ханкере но это все равно круче чем у это под арт стоцку возможно это овервотч а так а видим ли мы дальнего снайпом видим соколик но соколику то не нужно качаться понимаете ему то это зачем уже понял жизнь он не спешит я думаю надо женьке просто снимать агру на молниеносных собирать этого бафера либо штурмовиком а лучше штурмовик плюс плюс бэска заходим аккуратненько да да выходи чё нас тут как-то больно слишком а может то же самое только с пистолетом два раза пожалуйста 99 раз хорош еще двойной выстрел да а давай еще два раза так два еще давай три чит нереальный так осталось арстоцкой его убить что кстати не факт ой а я снайпером же стреляю снимаю в любом случае читает уплю блин так испугался 76 давай убивай варс товарищ арстоцкий а рулеточка пошла так ну ты-то убьешь дальнего давай 4 хитая снайперки с критом 55 ну слава тебе господи тяжело работать в такой ситуации понимаете просто тяжело это все прическа нормальную не прическа вроде третий пак должен быть я думаю там непонятно кто подходим к тарелке тихо точно я пути и дел да нет пока что мял гриппа конец бесса так ладно подходим потом скан внутрь тарелки там же тарелка средний паки могут быть внутри и не хочу щас на и память подходить вот прям под под левую часть друг пак все-таки есть он слева это разбитая ножка разбитая ножка прав ходим пока так подходим пока так давайте проявите себя это что за звук это кальмары короче это стопудово кальмары кальмары значит скан мы оставим не будем не будем его тратить до того как они появятся чашка можно на кальмарах прокачать внимание если бы это были ли туннели еще кто-то еще то они бы спалились уже сто лет назад перед все-таки аутсайдер последний оставшийся вроде 3 пока в средней сбитой так ладно подходим снайпы вроде на неплохой позиции стоят может подлечить этого лейминга хотя это это особо не повлияет на время лечения но я хорошо отношусь все таки давайте чтобы опять быть максимально политкорректным и негра этого пусть даже и крашеного под подлечу да да я понял это шумит аутсайдер либо там просто стоит пак и тупит вообще не ходят что маловероятно такое бывает да снайперов тоже подводим потому что заканчивается уже vision из-за стен перепадов и новых стенок надо их поближе к подводить саппорта качать нужно саппорта саппорта буду качать так шум был сверху да двигаюсь к точке раз я пошла 4 я пошла я понял тебя это аутсайдер слышал но почему вроде в средней в ложке всегда было было три пока даже взбитой то есть я не совсем понимаю снайперов на фулл подводим чтобы они могли поучаствовать тоже в расстреле аутсайдером и зря еще сверху раздел да он всем не будет какая разница да сейчас мы открываем дверь пули ориентировочно этого красавца и рассчитываем так чтобы килл достался артстоцки да это аутсайдер до забегая нас тут шестер как раз паникер ребята ну хорош так артстоцка заходит раз я буду сейчас смочить просто штурмашом штурмаш подходит вообще красавчик переключается на пистолет делает один халявный выстрел 1 скрита да делает вы не поверите 2 халявный выстрел 2 и вот так вот деликатно взглядом саппорта говорит ну добиваю же этого коллегу задание выполнить так ну что миссия тоже без ранений чисто она довольно простая сектоиды как бы все ок есть капитан у артстоцки и а густой дым или на густой дым конечно сушки у нее вот прям чистый саппорт реаниматор аптечки дым количество и густой дым не двадцатка со ракет будет это дичь точность увеличилась на 4 не так уж и круто но мне так 100 100 когда карманы будут это круто негра отправляем элериум продаем сейчас будем наводить порядок а зачем второй выстрел из пистолетов друг крит 3 вылетел из пистолетами не вылетает крит увы никогда у меня в гармире ни разу за сотню выстрелов такого не вылетала так хорошо значит нас есть 300 до не шутить сейчас про тракториста значит очень смешная шутка я знаю да мне интересует финансы минус 75 но это пофиг потому что спутники прилетят мы запустим будем плюсе экспериментал очка будет через 400 то есть литейку мы ставим рядом с мастерской но она достроится и как бы все будет ток термогенератор ок вторую лабу блин а может реально лабораторию 2 будет не 20 30 процентов мне сейчас как раз исследование нужно ну чё спутники закуплены на модуль мне хватит да уже как бы хватает реально еще тут попродавать можно миллион всего а мне нужны же еще перехватчики сейчас будет больше в серьезном таком количестве может плюс один спутник заказать кстати хорошая идея ноги еще не поздно постараться не взять 9 спутника раз два три 4 5 6 не закрываю три резервных у меня можно 10 взять полезно будет а вот не факт что это злое подчеркивание бука поддерживаем ваш канал на сумму 500 рублей зря провоцируешь богов словами про лёгкие миссии да 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 давненько не удивлялся внезапному кибердиску больше почтения богу почтение слова арстатский кибердиска не могло быть прошлой миссии это и на ложка с двумя тремя паками и этим внутри но как бы все впереди так по перехватчику на континент лучше конечно по 2 но и на это есть бабло мне на литейный взрыв он черт его муж и поддержал ваш канал развит 100 рублей если это пошли отрываться и вернусь словами про лёгкие миссии миха это такой давненько не удивлялся внезапному кибердиска я понял больше почтения так тонко а вообще хорош блин это тот самый момент когда тебя зритель просто уделал просто просто уделал да 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 так хорошо четыре дня четыре дня и надо будет строить литейку я не буду делать лабу потому что потому что мастерской будет бабло и ну вы выбор спутник или лаба да лаба блин лаба 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 в стыке с этой лабой очень быстрое исследование эквип максимальный пацанам и все и будет круто можно сейчас сделать а давай давай поехали две лаборатории 20 мая эксперименталочка это делается термогенератор спутники 8 сообщение совета 12 поехали возвращается о замки вернулся у нас миссии на точки где произошли похищения у меня есть точные координаты так ученых слишком мало инжей среднее значение бабло прилично но я думаю надо взять инжей хотя бы что перестраховаться с модулем спутниковой связи тебе не нужно страховаться с модулем спутниковой связи потому что у тебя и так инжей будет ок смотри по гео франции египет китай кажется там пофиг франция великобритания выходит франция выходит китай индия выходит египет один одна страна выходит нам нужно сделать так чтобы вышло максимум две страны по-хорошему во франции надо лететь дам ой а нет тут одна тут одна да пофиг получается пофиг китай франция и египет если мы не летим в китай это выходит индия если мы летим в франции выходит франция если мы не летим в египет выходит египет смотрим наградам по наградам что мне сейчас нужнее всего инжей 18 штук и после запусков спутников и мне и так одного инжа дадут еще четыре спутника мы сейчас запустим там будут инжина модуль спутниковой связи этом надо брать деньги надо брать деньги и смотреть еще на сложность миссии кстати чрезвычайно чрезвычайно высокая да здесь еще в китае меньше народу будет летим в китае вернулся занк это отличный повод сыграть ох ты от стоска смотрите стала командиром почему ты командир ты что кто тебя пустил 78 бессажи командиром должна быть 94 она всегда впереди а ты всегда вокруг в этом кстати есть резон в этом есть резон она реально должно находиться рядом с товарищами еще женщин по командирам я бы сделал если бы не ранения серьезные франции британию теряешь и не только францию как я британию как бы и подразумевал что теряю я запускаю четыре спутника еще разок мне приходит 4 спутника смотрите две страны я так и так закрывал сша и великобританию и в следующей миссии вот сейчас выходит две страны две страны выходят я перепроверил что в отказе в каждый из стран я я в курсе что великобритания выходит с кип и чат еще раз объясняю у нас четыре спутника мы запускаем в конце этого месяца ок да то есть какую бы мы миссию не выбрали выходит одна страна если мы не считаем что великобритания так выходит то есть один спутник на сша один спутник на великобританию и два спутника на те страны которые выйдут когда я их за игнорю сейчас это либо франция ну в данном случае это франция и внимание египет в результате получается 2 плюс 2 4 и 4 спутника паникеры вы получше вчера мне на миссию послали с этой с бомбой чем вот сейчас считать блин капец вот ну баса я в шоке просто эксперты такие эксперты просто я вспоминаю этот скриншот где 8 человек в чате говорят без штурмов не иди не скипай эту миссию спутниками накроешь все нормально скипы не надо туда сейчас и после этого как бы до 4 считать не умеют про я в шоке просто от вас я от вас в шоке вы молодцы вы лучшие самые лучшие так хорошо нужен ли мне для хэвиков до для хэвиков всегда тебе нужно на комплект что мы веку да тоже нужно на комплект вставляем артстоска ок парком поддержал ваш канал на сумму 100 рублей у нас было два топовых снайпера 75 проданного элериума 7 вышедших стран из икс ком все в топовой броне и бегают с целью целое множество качественных мулов всех сортов расцвет а также удача скилл куча спутников пинта крепкого чая с сахаром единственное что пугает это чат в точку фархин в точку в точку так кого я качаю я пробую дальше тянуть артстоцку она хороша я пробую жанга наверно надо дам до следующей не обязательно короче артстоцка топ а хошка же еще два звания артстоцка и хошка артстоцка и хошка должны получать максимум киллсов поехали садимся такую кепку там кого летим в китай там сейчас была карта я помню стало известно что участились попытки так сложность миссии высокая это 8 человек трипака а нет рейнджер подходит к точке назначение прошлый раз был другая миссия да нормально чё снайперов выставляешь сюда штурм один начинайте атаку противника дау не подставляйтесь простреливаешься к чертям full cover и с богом че изи изи бризи гг пкм так может все таки поставить 1 на давай соколика на расстоянии кому пулит женечке надо пулить а я не хочу пулить сейчас наше время лучше не торопиться с помощью миша внимание не игнори ну-ка объясни вот если ты ставишь до страны без спутника чтобы не пропадали там все будет три страны принесли кайтрис понять панику стране закрыть спутника прочитай ответь так ты не фейлишь эти миссии все эти миссии они значительно проще чем остальные все которые пойдут потому что они типа вы это небольшой но это не террор это он реально и поддержал ваш канал на сумму 100 так привет привет ты такой не 60 сняша просто покажи сердечко и передай привет саша рептилоидов мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур оставь сигму на стене пожалуйста а вообще я бы хотел с тобой встречаться и брюсом давайте а это кто-то из старой школы и про рептилоидов знает и про брюса знает и кариночка еще смотрят ну кариночка конечно сейчас очень-очень смешная шутка скажите пулем не пулиться нравится мне как снайпер стоит я тебя поставлю ее все-таки сюда так вот эта хрень не будет мешать не стрелять мне нравится как саппорт сидит самый непосредственный человек из этих всех летуны я прохожу штурмовиком аккуратненько так кальмары скан есть того же самого штурмаша вообще если они будут я тут лучше рокет потратил чем а ракета я скорее всего их не давай скануешь сканера стреляем они на втором ярусе не нифига подобного так нечет дело берем без крита стрелять до без крита блин убил уже сразу так надеюсь кошка не соколик это кошка да отлично как мне товарища артстоцкут прокачать открыт просто можно хэвиком попробовать но тут опять крит ороки тратить не хочется можно надеяться на крит само этой мадамы это маловероятно можно снайпером пострелять кстати что я затупил так мы повысим шансы на успех значительно второй выстрел будет давай да еще повысим ну теперь дело только том попадет ли вопрос ли в том попадет ли артстоцкут 80 или нет попадет женечка подходит под следующий рокет хэвики стоит хороший кстати начала тут опа летуны кажись 2 летуна пак всего лишь за унифигасе они как про прикольно они летают через пол карты а можно стеночку здесь убрать потом еще пак минус 3 сразу же замк повышение получает еще поклит но это как раз последний пак направо вперед изи 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 пока что так бом-бом-бом-бом далековато правда плюс фланг возможен же не давай ты эту же стеночку берешь здесь просто ну вот вот так вот даже нет вот вот так вот своему не попади только прошу убил одного ладно тут делаю вот так чтобы с фланга не вошли но я допускаю что может быть четвертый пак я не хочу рисковать поэтому лучше я овервочную овервочную уберу сапом более того еще попробую дымом накрыть трех передних господи какой же саппорт классный густой дым там вообще full cover с минус 40 густой дым 40 все и как бы летун со своей меткостью 85 такой приуныл вылетает о еще пока хорошо что не побежал 4 пока все-таки овервоч соколик с бессы стреляют хорош все походили женька дострельно ждали дострелим по своим мед только не это мы уничтожим мед нет 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 конечно же нет мед живи три подранка спулили типа пак сейчас надо хошкам саппортом и этим кошка последним будет ты по кому сможешь блин фиговая точность ходить не подходить подходить что-то боишься вообще я в шоке подходишь с ранга мед забрать зачем мёд забирать подходим раз погоди соколик тоже видит троих артс тоска не видит вот это самая большая проблема может она бежит все-таки хотя бы одного увидит ну не видит беда давай-ка ты на раннгане сюда вот сейчас разберемся поп двойной выстрел одинарный соточка раз дальше у нас идет хошк потому что нужна экспа 2 видимо соколику придется стрелять о хошк повышение получил я давайте я хэвиком еще попробую ему что же нужно сокол просто выше уже не поднимется он должен просто вот так вот мудро смотреть как другие пытаются убить отлично возвращаемся возвращаемся хорошая миссия ранений нет все четенько молодцы два повышения майор еще четыре точности огневая поддержка да это было но с точностью беда у хошка видите 108 майор вспышки хэвик со вспышкой так вот паника возросла в двух странах сейчас мы заходим и смотрим ребята что делать четыре страны в панике они у меня четыре спутника запускает все нормально оказывается все хорошо так медали нет мед до дали мед и я собрали мед но есть не собирали он сам собрался три дня экспериментал очка это литейный цех будет рядом с мастерской до термогенератор здесь через пять дней до спутники шесть дней сообщение совета 10 дней я здесь я чушь делать там можно еще одна верно сейчас перехватчиков по накупать она покупать или в начале следующего начале следующем месяце давайте сделаем чтобы за содержание не платить да и модуль же мне нужно начале месяца модуль я не могу строить сразу после того как инженеры под появится в следующем месяце я тогда модуль строим паника возросла экспериментальное оружие готово литейный самое главное феникс флешки но сейчас конечно вопрос лучевое или ксенобиология наверное все таки ксенобиология что быстрый проект потому что захват надо делать пока еще не появились мутоны повсеместно и бустит потом энергооружие исследования термогенератор три дня после этого литейка идет так спутники когда четыре дня три дня ждем не лучевой я не хочу по одной причине объясню а там же еще дугомет нужно исследовать после ксенобиологии еще не 11 то чего нет я все таки поэтому пойду буду захватывать буду захватывать следующем месяце потому что как раз следующем месяце не такие серьезные пацаны еще будут может быть даже скипнул чего я пойду сразу в плазме даем из-за того что ну короче изолятор еще время займет надо по этой линейке пойду захватывать буду чтобы пустить апгрейды дальше термогенератор готов мы строим литейный цех 12 дней там очень много полезных апгрейдов это и улучшенный скоп для повышения крит урон крит шанса и ячейка дополнительная это вообще бомба и куда можно поставить там и скопы аптечку например кому-то и там хитин как когда будет спутники через два дня не забудем деньги украдут же деньги украдут украдут деньги они украдут не сразу или модуль поставить не париться деньги все равно есть на модуль так давайте модуль поставим реально не будем не будем рисковать не стоит до этого а я же не могу пока месяц не закончится что вы меня путаете-то и все по плану все по плану спутники запуску готовы все запускаем спутники выпустим ну выбор у нас особо нет поэтому поехали один ученый в месяц 1 1 инж месяц 2 1 ученый в месяц 3 о тут ученый в месяц 4 так а им же им же там не дали 1 2 дадут в конце все хорошо там еще мастерская мастерской у меня нет ой-ой-ой какой риск то было с двумя-то лабораториями играть вроде все к 2 дадут бомбом ежемесячно плюс 180 давайте закупать корабли по штучке ли по 2 пока наверное по штучке чисто прикрывать от разведчиков базовым три дня три дня мастерская а мастерскую я делась для страховки фух ай да я ай да я все хорошо тогда на все хватило и на резервные спутники и на лабы симбиологии час изолятор еще пилить будем а где я изолятор пилить буду и ты будешь пилить изолятор у тебя нет ничего лифт надо пилить быстро отлично ты кстати пошел меняем текущее исследование быстро на и лучевое оружие до лифт надо пилить охватили мне энергии нам у хватит модуль спутниковые сколько десяточку десяточку а лифт где-то шестерочку 4 энергии а запасы у нас какой запас у нас господи 18 получается до 18 и ногтем из поддержал ваш канал на сумму 100 рублей про экзальт раз в месяц нужно тратить по 50 на поиск ячейки экзальт иначе они будут гадить они после каждой операции часть стран будут помечаться символов это значит база точно не там через пять месяцев останется только одна страна отправляешь туда на штурм удачу сказать мы друг с чем не откажемся спасибо так тут стоимость спутника 11914 не раз месяца раз две недели поправляю там товарищем лучевое 24 дня лаба 10 литейный так модуль спутника в следующем мы продадим просто сплавы всякий трэш перехватчики успевают сообщение совета с богом 3 ученых 2 инжа плюс 406 молодцы признаю же им последние результаты превзошли все наши так теперь быстро строим модуль спутниковых спутниковой элементами не разбрасывается не забывайте мы видим все сегодня утром прибыли новые инженеры должен сказать нам 200 что и откажем я слишком много на продавал мне нужна еще электростанция после лифтом что впритык но в принципе главное строение мне уже готовы в школе офицеров взять а можно сейчас кстати на корабли потратить дополнительно потому что прилетит средний прилетит средний будет плохо понятно что для них пушек нет но исследуем потихонечку здесь обязательно копать нужно так спутник вышел на орбиту над государством только-только да хотя бонусы получил так зона спутникового покрытия паника 33 будет появляться в китае в индии нужно в индии конечно же гасить первую очередь чтобы не было таких вот тем следующие спутники соответственно запускаем бразилии нигерии и остается резервные спутники модуль спутниковой связи у нас сделается через двадцать семь дней соответственно до конца месяца 29 дней то есть мы успеваем с вами что касается добавили южной америке спутник на перехвачку не страшно там попросите баксов уже средний налог так родной 5 попаданий 5 попаданий прошу тебя 5 попаданий давай виду противника 5 раз два три давай давай еще немножко 4 попал пятый последний пятый ну мимо пятый я успел на последний выстреле достаточно стресс самолета объем стресса великобритания да иди ты к черту надо будет с положительным балансом эту миссию закончить итак ребята все отлично просто офицеры живые качаем нужных спутники там исследование все вроде нормально и ложки сбиваем кое-как на сбиваем делаем двухминутный трехминутный перерыв я себе чайку сделаю и рекомендую вам сделать то же самое потому что дальше вторая половина трансляции где-то вот мне есть ощущение что когда-то мы уже это проходили и что-то что-то неладное будет впереди надо исправить и а и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 ничего не меняем пока нечего менять поехали аккуратненько спокойно работаем готовимся к высот придется поработать в британии похоже нам повезло открытая карта снайпом конечно центр я рейнджер в районе крушения противник не обнаружен один готов занять корабль вас поняла штурм один попытайтесь войти нам прямо на не самый удачный для снайперов карты из-за вот этих вот скал очень высоких то есть мы можем простреливать только коридор сзади тупик и возвышение серьезных нет в любом случае снайперы пока уходят на пол хода что вообще в разные стороны тут тупик относительный тупик так у кошка же до почетная медаль этого можно не двигать пока просто всеми аккуратно подойти на укрытием выхожу как всеми выполняю не всеми с богом слушаем и мэри позже не ты здесь оказывается мне казалось что ты ушла кот тебя ждал а ты к там ходила что не к тому кому же доходила понятно так без идет вперед сели по всему даем или подождем еще один ход давай на вот так вот аккурат ой спурил сразу два фэйменом так валерин как неудачно там сразу обходит снайпер видит одного снайпер видова снайперы видят двоих так что я могу артстотска никого не видит тут острый угол на самом деле можно попробовать пострелять по дальнему с хорошей вероятностью 87 но для того чтобы артстотска убила на туда рокетом зарядить таким вот рокетом зарядить главный по своему не попади дурный гель не туда в общем и вот так ладно давай для начала избавимся от левого от левого мы пробуем избавиться хошком големом с критом 90 меткость убивает хорошо на страховке есть соколик два выстрела он и убьет но мне хочется можно женька пострелять отсюда она не видит они видят отлично попадет но не если попадет на не убьет это будет хорошо ай один хит русская рулетка так давай штурмовиком тогда с пистолета постреляем еще 65 меткость ну да давай чего уж хорош единичку все для артстотским 89 4 хита надо снять работаем не удалось прежде чем убивать снайпом надо убивать снайпом пофиг я сделал практически все что мог рокет кинул да палач это увеличенный урон по противникам у которых меньше пулить не пулить и ну хэвиком то зачем пули ты чего делаешь я не слышал где враги не знаю куда кидать скан выполняю поэтому пока не тороплюсь ай ай комендар слушаем еще кмены слева опасные позиции для кого-то отправлять туда заходить можно конечно скан кинуть но он не особо не поможет что снайперы все равно не смогут надо хотя бы одного хэвика на заводить тоже для страховки заходим артстотской смотрим ничего не могут быть внизу в общем это один из самых неудачных вариантов потому что и туда не закинешь рокет чаще всего хотя можно закинуть в главный не так далеко быть но не все равно неудобно возможно и снайпер одного туда подводить вообще сюда бы всех подводить если честно реально чтобы не так ладно снайпер с рыбком тоже хэвик и кошка тоже под видом ну а ну да 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 тихо слышали что нибудь чё пулим странновато пулить давай скан закинем уже я думаю пора сканирую сектор никого далековато ну то есть можно заходить занимать позиции особенно это касается снайперов это сверх важно я готов соколик в общем то как бы стоит уже а вот да ладно туда тоже ты сможешь пострелять криво конечно все криво 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 женька под полу укрытие 1 тут пока овер считайте я уже там зонга поближе перезарядись смотрим ну может они сейчас пройдут как-то но четко вот там вот шум был влево обходят ох и нормально тут по крайней мере лучше чем я двигался бы вперед по этому каньону и потом ко мне сзади или с тыла бы вышли эти барсуки так что норм пол кавер штурмовик беск подходит никого хэрик подходит я готов слушаюсь слушаюсь оба скан минус штурмаж бежит дальше тут на карте сплошные перепады по уровням ох как я не хочу зону туда бежать вы бы знали так давай наконец снайперов поставим более-менее нормально и слышим куда они успели убежать обратно возвращается поки и теперь двигаемся дальше а давай беск вперед сейчас точно спулем да ё-моё они вот здесь вот видимо в темноте и там тарелка кстати но у нас появляется во первых отличная возможность подвести тяжей хорошо уже под выстрел непосредственно товарищ арстоска подходит а снайпов я пожалуй разведу кошка нужно развести тут тоже не самое удачное место блин не нормально пофиг что там нет бонуса от медали вот они да 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 первый овервотч соколик видит занк видит хошк видит бесса видит все видят мажут двое не снайперов сейчас будут опять хитов снайпер и 2 а овервотч можно еще 2 там вроде у кого-то был но они конечно оббежали меня неплохо соколик видит а хошк не видит арстоска сможет пострелять она точно сможет я думаю надо делать подранка сначала причем женька над делать вот так вот убирать укрытием ранить их сразу же я понимаю что они флангуют меня но они не должны вообще здесь выживать для против этого есть несколько способов арстоска подходит будет стрелять по наиболее вероятному сто сто понятно убиваем 1 было посмотреть кого снайпер убивает потому что видите я теперь не того короче я убил тут 96 тут в теории можно конечно подбежать ему с раннган убить гарантированным я сначала постреляю хэвиком 76 блин плохо с пистоли я никакого не увижу могу отсюда увидеть давай аркадий ой раннган спулит пак скорее всего можно было увервучить просто снайперами ладно давай проверим раз штурм сейчас будет в два хода подходить вроде никого не спалил раннган теперь вопрос да нет вопросов надо так подходить потому что мы дальше не знаем кто ох не спулили отлично убиваем его гарантированным минус второй пак перезарядка watch ждем 3 пак кто это не шумит к тарелке пойдем сейчас уже тарелка прямо по курсу перезарядочкам снайпов повышен и поближе ты назад релот есть еще скан если там будет какая-то шум то среагируем ну это аутсайдер что это было это аутсайдером проходим где-то мало нее далеко давай побыстрее там половина и ножки уже раскоплены раскуроченным кальмарчики какие-нибудь снайпов подвожу под кавер и вот таким образом вроде не 3 пак но нет так нет я не против двигаемся дальше выхожу на точку можно даже штурмовиком благих бежать но я боюсь что может быть еще пак раз два там закрытые двери поэтому поехали женьку на пол снайперов пожалуй оставлю здесь можно штурмовиком опять же потому что у нее звание тоже нет то есть она хотя артстоцку сложнее качать штурмовик так и так убивает как не крутим двигаюсь на позицию а доктор ноба все понеслась раз не ну фыба должна быть фыба раз алиску обижают кто там еще р 6 отлично два не обижайте ботом ок подбегаем дальше ок буду глядеть в оба а ну подходите гады слышите артстоцку поближе еще один ход пропускаем чтобы чтобы артстоцки было проще добить почему в средний сбитый а если видимо средний не сбит там три пока тут получается окей открываем дверь противник и аутсайдер тут нет смысла снайперов для надежности подводить потому что тут любой из пацанов унижает аутсайдером тут вопрос только в том праздник какой-то конечно 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 же переключаемся на пистолет раз выстрел два выстрела и саппорт добивает третьим выстрелом громила что-то что громила громила гифку ах это 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 старая гифка да хорошая ой господин добиваем артстоцкой и и это еще не все где-то еще третий пак я говорил блин ну это эти кальмары короче говоря это кальмары предлагаю разделиться одна из самых лучших моих идей двигаюсь на позицию ладно женечкой ближе к снайпам а вот 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 все понял да так возвращаемся я уже там бежим сюда всеми 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 даже снайпами а то вдруг кальмары пропадут а потом я они к снайпам каким-то макаром побегу мне это не нужно совсем хп так уже у хэвиков а хорошо так как еще брони они топовые хитина нет ну что подходим да подходить надо штурмашом да 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 поэтому и не шумели есть скан все нормально вроде как должны справиться или отступить разок да не парься давай пошел раз и опера с этим я не смогу их рокетом накрыть никогда не накрыв своего это интересный поворот но главное чтоб они не жрали меня не стреляли ладно женька стреляется процентный крит минус 1 повышение получает артстокска не добьет скорее всего лучше я хэвиком сразу живу это 2 значит все таки 3 пака в среднем сбитым и налоги еще одну возвращаемся домой сейчас появляются деньги скорее всего их надо сэйвить на о их не надо сэйвить сейчас экзальт может появиться полкан полкан женечка уаааааа ракетчик или хаос ракетчик число стандартных зарядов для рпг увеличивается на 1 не 2 ракеты а 4 или хаос огонь на подавление и другие способности действующие по площади на наоборот на больше всего урона стимпе улучшения зависит от уровня оружия ну 2 ракеты как бы мне кажется очевидно учитывая то что я тут Взял и перк на АОЕ И два рокета есть В общем, ракетчик Тем более подавления у меня нет Элериум Может даже Элериум не продавать До Экзальта Или до Литейки Я сейчас не буду ничего продавать Лучевое оружие 14 дней, беда Ой, какой центр управления Стой Постройки, лифт один день Копаем, соответственно, генератор строим Наверное, даже вправо копать Просто Для возможной третьей лабы И для возможной третьей электростанции А здесь уже надо строить Этот изолятор Лифт готов Копаем Не хватает денег Там 30, кажется, баксов нужно для того, чтобы прокопать Продаю немножко Элериума Эээ, 40, что ли? Да, 40, видимо 10, 20, 30, 40 Дорого копать Я бы сам выкопал Да Литейный сейчас будет сделан И это, конечно, очень круто Еэээ Так, в литейном цехе Самое главное, что Во-первых, тактическая разгрузка Подходящая ко всем Позволяет бойцам собрать второй Брать с собой предмет второй То есть мы Можно, например, всем скоупы дать Плюс 10 меткости всем Дать дополнительные аптечки Дополнительную защиту какую-то Или гренки Ну, гренки вряд ли Потому что два ракетчика Без бонусов на гренки Так, 100 и 37 Сейчас я напродаю Элериума И в литейном цехе заказываем Тактическая разгрузка Раз 7 дней будет делаться Улучшенная цель Критический урон увеличивает Протативный модуль Подсвечивает бла-бла-бла 7 дней Тяжелая боевая машина Конечно, хорошая штука У меня весь уже Отряд заполнен Одно-то было бы неплохо сделать На замену на какую-то На ранение И делается она вообще Так, поврежденный компьютер Там же параллельно все эти вещи делаются Поэтому ничего страшного В том, что несколько Хорошо Это только улучшение Делать дороже Да, окей Так, через 5 дней Генератор Летений цех с мастерской В стаке Лабы через 2 дня Главное электростанции То есть копать дальше Ставить электростанцию Так, а по ангару По списку кораблей Ремонт 2-2-2 Хорошо 13 Проект Поехали Лабык сейчас будет готов Главатория готова к работе Так, там удалось Сэкономить еще Какую-то сумму Копать или не копать Копать или не копать Копать 25 инжей 23 ученых 6 дней до цели Тактической И Боевой машины Для цели И для тактической разгрузки Ничего дальше делать не надо Просто текущие вещи Бафнуться Но закупиться придется Ну, теми вещами Которые действительно Необходимы Но кажется До этого будет еще миссия Возможно даже экзальт Так, стоп-стоп-стоп-стоп А спутники-то когда? Да какая разница Когда спутники Они у тебя и так есть Модуль успеет сделаться Все нормально Поехали Тихо Выемка грунта завершена Я копаю дальше Так, срочно сделать Электростанцию Продаем Элериум Слишком много продаю Для электростанции Мне хватит 120 Копаем Копаем Ну что Через 21 час Дай бог Сейчас Еее Внеземные сплавы Обмениваем на 115 голды Готово Тактическая разгрузка 10 баксов сэкономили И в литейном цехе Проект завершен Да? Цель еще не доделана Короче Сейчас у нас у бойцов Получается Будет второй слот Да Ежешь Аааа Ну в первую очередь Конечно это актуально Не снайпам Хотя им тоже Можно взять Например Резервный медикит И Самое главное Что мы можем Мы можем Хэвиком Например Дать скоп Или штурмовику Дать гранату Это к миссии Я думаю Сейчас цель доделать Интересно Насколько Увеличивается Крит Кажется Процентов на 10 Деньги еще вернулись К сожалению Давайте я потрачу Чтобы Экзальто Было меньше И возможно Сразу закуплю Что-нибудь Что мне нужно Мне нужен медикит Дополнительный Скорее всего У меня он только Один Да? Медикит Медикит Сто процентов Резервный Он должен быть Не только У саппорта Потому что Не дай бог Саппорта Как-то Выключит Один медикит Скорее всего Цели надо Добавить Артстоцки Кстати цель Хорошо зайдет Особенно с лазерным оружием И Ну и не еще Обилка Стрелять По оверу Короче Две цели Я делаю Улучшенная цель Завершена В литейном цехе Пока проектов Никаких нет В лаборатории Три дня Лучевое оружие Посмотрим Что там По криту Он не отображает Скажется Он не пишется Повышает меткость На 10 То есть Тут Не ясно Так Медкомплект Кто-то у нас Был Из пацанов С Обилкой Под медкомплект Кажется Даже снайпер Нет Разгрузка Можно Хэвик Удать Медкомплект Два раза Сможет Использовать Хотя У него Да У него нет Никаких Овервочей И прочего А у Женечки Что есть Женечки Тоже особо Скоуп Не нужен Ну Старт Стоцки Во-первых Даем Скоуп И возможно Бессе Дадим Скоуп Еще Тоже Крит Тоже Точность Да Сто Сто Десять Окей Есть комплект Нано-брони Можно дать Снайперу Потому что Граната Им-то вообще Не нужна Два Два хитата Не лишний На рандоме Или Медикит Резервный Но кажется Все-таки Не Медикит Еще против Отравления Может быть Он Так Две Аптечки Их и так Пять Ну да У всех У всех И у снайперов В том числе Давай еще Штучку сделаем Там правда Скоро хитим Пойдет Поэтому Может быть И не стоило Сейчас брать Хотя Это все равно Копье стоит 15 хитов Снайпера Пушек нормальных Не хватает Значит Денег нет Тяжелая боевая машина Сделается Три дня лучевое Но скорее всего Сейчас будет экшен Ну миссия Уже полмесяца Прошло Большой Таких громадных Мы пока не видели Если вы решите Атаковать этот корабль Я бы посоветовал Поднять воздух Лучшие истребители Я его не собью Скорее всего Если это не Провиантовский корабль Если это батлшип Я его вообще Никак не сбиваю А если это баржа То можно Это вроде Не на спутник Возможно Это Саплайшип На базу Возможно Это террор Может быть Стоит Самолет Только сальяж Скорее всего Баржа Так Баржа 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 Я не знаю Скипы Говорят Понятно Что опять Скипачки Давайте одним Посмотрим Что-то как Второе Не буду посылать Просто посмотрю Насколько там Дамаг Может вспомню Чего Вижу противника Лучший истребитель Это мой лучший истребитель О, это Батлшип Кажется, да? Е-мое Капец Ничего не было Лучевое оружие Е-м Лазерный Пистолет Винтовочка И Давайте Ксенобиологию Сейчас Точные лазеры 23 дня А-а-а Хочу, конечно Но нет Сначала Ксенобиологию Изолятор И все дела Сейчас мы Сделаем Пару лазерных Винтовок Дадим Арцтутские Штурмы Прогрейдил бы Самолетики Пока не могу Пока не могу Лазерная Винтовочка Раз Лазерная Винтовочка Дуаз Это Баржа Говорит Была Тебе Тяжелые Лазеры Нужны Для твоих Самолетов Тем более Что Абдактор Начал Летать Ёшки-матрешки Тяжелые Лазеры Да Ладно Дайте я Один день Ксенобиологию Ксенобиологию По-быстрому Изолятор Пильнул А потом Уже Пойду Пойду Ксенобиология Готова Давно Я ее не делал Изи Особи Мы вряд ли Сделаем Хоть какие-то Новые Открытия И что же Вы предлагаете Сделать Доктор По результатам Последнего Вскрытия Я могу Утверждать Что физиология Пришельцев Схожа С нашей Мощный Электрический Разряд Выпущенный Из близкого Расстояния Должен Вызвать Мышечный Паралич И нарушить Их С близкого Расстояния А если Не сработает Вы правда Думаете Что ради Этого Стоит Рисковать Думаю Да Познер Вмешивается Вмешивается В диалог Как можно Остановить То Чего Мы Не Понимаем Если Мы Захватим Живым Хотя бы Одно Такое Существо Возможно Мы Сумеем С ним Поговорить Поговорить Сиктоидом Узнать Что им Нужно И где Располагается Их Основная База Да И ради Этого Как мне Кажется Стоит Пойти На Любой Риск Я В принципе Мог бы Построить Специальный Изолятор Мог бы С нами Полететь Раз На Риск Пойдешь Хочешь Пойти Нет проблем Я Займусь Хорошо Тогда Я Поговорю Шеф Создать Изолятор Дугомет Создать Дугомет Поймать Живого Допросить Да Это надолго Так Вскрытие Долго Дугомет Девять дней Тоже сравнительно Долго Тяжелые Лазеры На эти На корабли Вообще Можно Это вот Для бафов Соответственно Вскрытие Фингменов Мутонов И прочего Давали Уже Ссылку На Эти Темы Мне Нужны Сейчас Я чувствую Да Проседание В первую Очередь По По Кораблям То есть Нужно Делать Бафы На корабли Там Спытниковое Наведение Уворачивание И прочая Хрень И пушки Ставят Нормальные Но Я могу Бустануть Исследование Любого Энергетического Оружия На 50% Если Исследую Сначала Дугомет И захвачу Сектоида И Сделай Стелсы А стелсы Делаются Из Кстати Стелсы Спутники Значит Будут Да Невидимые Это ключевое Кстати Грей Это Допрос Или Вскрытие Вскрытие Мутон Нет Не дает Бустолазеры Вот он Дает Патроны Кажется Борт Борт Компьютера Борт Ну я компьютер Заигнорил Давайте я посмотрю Сейчас по вики Реальным Чем 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 Значит С эти Рикой Элериум Уфо Флайт Компонент Project Кост Ресерч Компьютер Навигационный Короче Лесом идет Пока что Да У нас Стелс Да Да Это Допросы Допросы Дугометы Изолятор Давайте Во-первых Убедимся В том Что у нас Есть Куда Строить Изолятор Есть Конечно Ж Изолятор Будет Строиться Пару Недель Или 11 Дней За это Время Будет Дугомет Мы его Можем Сделать И Собственно Просто Там Сразу Буста Пойдут Я Начну Захватывать Как Начну Сектоидов Тэмменов Мутонов Начну Допрашивать Их С Предстрастием Жалко Компьютер Конечно Продал Я помню Этот Грейт На невидимые Спутники Он очень Помогает Итак Если мы Возьмем Дугомет Если мы Начнем Допрашивать Пацанов Допрос Летуна Панцирная Броня Ох А Панцирная Броня У меня есть Ускоряет Он Просто Исследование Командир Сектоидов Это далеко Берсерк Тоже Эфериал Забей Летун Мутон Плазмопистолет Легкий Плазмер Вот Мутон Мне нужен Будет Первый Мутон И вперед Всю плазменную ветку На 50% Литейный цех Мутон Гвардеец Навигационный компьютер Это все ерунда А сектоид Соответственно Энерго Оружие Оружие Окей Так Давайте Все-таки Дугомет Сначала И Изолятор Изолятор Не хватит Энергии То есть Тебе сейчас Реально Дугомет Не нужно Исследовать Ты можешь Что-то Более Более полезное Сделать Нет Это не уложимся Не уложимся Скелетный Лесом Вскрытие Вскрытие Сектоид Спутниковое наведение Это баф На корабли Чтоб не промахивались Литун Защитная матрица Дефенс Thingman Это Газовая граната Медкомплект Кстати на шестерочку Должен быть Немножечная плотность Но это мимо Мутон Экономия патронов Великолепный Кстати Грейт Экономия патронов Очень хороший Литейный цех Дорогой Но прям Очень полезный Крисолит Хитин Игольчатая Это тоже было Кибердиск Второе сердце Лесом Нейросмягчение Быстрый ремонт Вскрытие Мутона Гвардейца Плазмопистолет Легкий плазмой Короче Нужно Убить Гвардейца Захватить Живого Мутона И будет Линейка По плазме Ускорена Многократно Но Если говорить О Бафах 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 Короче Всех нужно Захватывать И все И допрашивать Так Пока пусть дугомет Делается Ждем Экзальт Минус 87 Все Ок Еще спутники Запустим Будет хорошо Трупы Не продаем Я не знаю Сколько стоит Изолятор 170 Энергии Не хватает Блин Зачем продал Сейчас же Экзальты Могут появиться Деньги заберут Стоп Завершена Нужен ли Грунт Лабу Не планирую Делать Да Кстати Вскрытие Крисолида Реально Очень хорошая Тема Не только Потому что Она в два Раза Эффективнее Нано-броне Не двойку А четверку Дает Он же Еще в два Раза Режет Милишный Урон То есть От тех Самых Крисолидов И Милишных Мутонов Просто Мастхевная Штука Это Надо Тоже Не забыть Сделать Зря Ты корабль Прогнорил В США Паник Увеличилась Да Очень опасно Кстати Сейчас Реально Очень опасно Можно Просто Гуфнуться Опять Сейчас Если Выбор Еще Будет Так Инженеров Четыре За два Несчастных Комплекта Нано-броней Шикардос Что-то Экзальт Еще Не Появляются 48 Баксов Четыре Межа Неплохо Ну я Ученый Конечно Больше Радовался Но Тем Не Менее Командир Экзальт Оставили Нас Без Восьмидесяти Пяти Баксов Переходим В оперативный Штаб Так Экзальт В Канаде Недостаточно Денег Но мы Сначала Получается Летим Да Отправляем Оперативника Надо Пистолет Сделать Отправим Этого Товарища Не Пистолет Не Надо Делать Да У меня Тоже Сердце Ёкнуло Я думал Что где-то У нас Паника Повысилась И все Светить сразу Имеет Смысл Или нет В другую Страну Сейчас Сканить В другую Страну Или нет Такой вопрос Знаток Я Сканить Вроде Могу Не так Часто Каждые Две Недели Что ли Нет Говорят Нет Окей Так Электростанция Дугомет Секретная Модуль Спутниковый За день До сообщения С советом А никто У нас Не выходит Пока Да Никто Не выходит Хорошо Но самое Опасное Конечно Типа США Когда Четыре Единицы Паники Опа Миссия Пять ученых Саппорт Капитан Бразилия Так Нигерия Китай Бразилия Нигерия Китай Бразилия Внимательно Там где-то спутники Вообще У нас А Китай Нет Они же Везде Где спутников Нет Ох Китай Индия Выходит Ну Спутника Можно Гасануть Но я не хотел Бразилия Нигерия Бразилию Нигерию Бразилию Можно заигнорить Потому что Он даже до пика Не пройдет Плюс мы спутником И гасанем Нигерия Опасно Спутник Уберет Там три ячейки И как бы Запаса Такого не будет Что касается Китая Он не выйдет Япония Единичка Индия Может Она Ну Индия выйдет Но мы спутника Можем тоже гасить Но я не хотел Я хотел оставить Вот в этих странах Спутники Поэтому Скорее всего Мне нужно Оставить Две страны По награде Там в принципе Пофиг Египет Не уйдет Египет Будет очень близок Скажите Короче В Нигерию Надо доехать Потому что Там Египет Плюс два И там спутник Нигерия нужна И Нигерия Поднимет Панику В Египте Но на единичку Но это все равно Опасно В Нигерии Что у нас Пять ученых Это топич Чрезвычайно Четыре Четыре пака Нигерия Итак Там пять ученых Да Есть первое Лазерное оружие У всех Броньки У всех Дополнительный Слот Резервный Медкомплект Скоупы Получили Пацаны Сейчас Беса И Артстоцка Должны Стрелять Еще точнее Им Как раз Их нужно продолжать Качать Особенно Артстоцка Она не получила Апп Предпоследний Даже Женечке Тоже есть Куда стрим А нет Женечку Тоже мы не качаем Получается Не качаем Женечку И Соколика Остальное Все 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 Подтягиваем Но Саппорт С приоритетом Женескоуп Да Женескоуп Точно Граната Та ей Зачем И то Верно Не помню Сколько он стоит Кажется 23 Сегодня утром Прибыли новые инженеры Должен сказать Мы от помощи Не откажемся Откуда Там Минджи А Это Запросто Выполнил Точно Будет Будет еще В этом месяце Операция Экзальт Патроны Снайпам Я не хочу Давать Там точно Снижается Они у меня Как страховщики Так Нигерия Пять Девчонок Поехали Еще раз Логика Летим в Нигерию Потому что Соседняя страна Если мы заигнорим Находится под спутником Там есть запас Но запаса После этого Будет всего в единичку Это фигово Поэтому Даем скоп Лазерные пистолеты Тут никому не нужны Ни штурмовику Блин Ни Ни сапу Ни снайперам Тем более Ну и хэвикам Не нужны Ау Патроны удваивают Штраф Дальность А у снайпов Ноль Нифига себе Это в литейном цехе Ой Не в литейном В оружии и техниках Речь идет О боеприпасах Жнеца Экспериментальная баллистика Позвольна создать Специализированные Могут носить значительно больше Снижает на дальней дистанции Не подходит пистолетом 36 Давайте попробуем 72 Дорогая конечно Проверим Когда я проходил Я не Туле Не через детейный цех Вообще играл То есть Это вообще мимо Так Бойцы Снайперам В принципе Слот у них Свободен Только армор убираем Да Боеприпасы Значит Влияет только на обычное оружие Добавляет 20% К шансу 20 криту По биологическим целям Удваивает Для оружия Штраф за стрельбу На дальней дистанции На дальнюю Да У этих Получается Нет У снайперки Штраф За дальнюю 20% Крита Офигеть Так Главное Сейчас Не зафейлить Я не знаю В чем Но лучше Не фейлить Раз Два Три Четыре Не качаем Сокола И Женечку Остальных Всех качаем Ура Товарищи Полетели Чрезвычайно Чрезвычайно Это месяц Июне Ох Отличная карта Для снайпов У нас шикарная Я даже уходить Никуда не буду Ну то есть Вниз отойду И все Простреливается Кафешечка Простреливается Подход Вот этот тут весь И дальше Приземляется Ждем приказаний Поэтому первое Что я сделаю Штурм 1 Может приступать К операции Это подведу Снайпов Куда-нибудь Наверное Сю Это бутафория Чистоводы Что ли Вот здесь Это опасно Конечно Так Хошка подальше Второго снайпа На расстоянии 7-8 клеток От первого снайпа 1-2-3-4-5-6-7-2 Здесь не пулем вообще никого Просто чуть-чуть Перегруппировываемся Наверх Сделаю Не торопимся Пацаны стали точнее Крита больше Так, летуны Фиммены Пока что Да Летуны Фиммены Штурмаж Подходит Вокруг Сап за ним Да и хэвиков Тоже Чё Подводить Надо Внутри Все Рокетами Раз Слева Фиммены Может через Канчик Должен Начать Стурмашину Они могут Выходить Рада Хэвик Пока сюда Миша Забор Не простреливается Да ладно Он что Полное укрытие Что ли Забор Этот дыряв Да ладно Я никогда Так не делал Конечно Нет Он не укрытие С чего бы Это ему Не простреливаться Тогда Штурмовик Подошел Ок Хэвик Лучше Сюда 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 Летун Ну что Пулем Или Скан Надо Хэвик Для начала Поставить Под Не Давай Лучше Так Пусть Лучше Этим С пулем Да Не С пулили Хорошо Даже Я бы Сказал Отличным Я пошла Так А вот Теперь Скан Пойдет Влево Ориентировочном Хэвики Прикрывают Возможно На крыше Пацаны Слышали Пришел Первый Скан Ну Очень часто Здесь Пацаны Поэтому Скан Пошел Глаз Алмаз Два Пака Сразу Круто 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 Второго Хэвика Подвожу Сразу Сапа Тоже Под Выстрелом Ничего Снайперы Видят Видят Всех Троих Пулит Не Пулит Не На Овере Просто Лови Там Два Овер Уотч Как только Двинулся Сейчас Начнется Жара Давай Ребята Двигаемся Двигаемся Мувит Мувит Овервочи Два Раз Хошка Соколик Сняли У двух 4 и 3 Но попали Ну как бы Они не могут не попасть Сейчас будет второй Овервоч У Хошка Из-за Да Молодец Добивает он Одного Гарантированно добивает То есть Русская рулетка Единичка Может быть Но Два Так Это пять человек Осталось Пак Получается Спулин Подходит Но они не знают Вообще Где Где Что Этот Обходит Слева Опасно Надо одного Вернуть Я думаю Да Радан Сейчас К снайперам Пойдут Влево Так Ну чего Рокетами Начинаем Бомбить Кажется Кажется Я не дострельну До них А не Дострельну До машины Дострельну Это значит Что минус Один Будет Плюс Укрытие У этого Можно взять А давай Работаем Зря Женечка Первой Делает Потому что Она Как бы Машина Загорелась Но что-то Их не продемеджил Вообще Никак Двоих Не самое лучшее Наверное Все-таки Это В действии Было Че Занг Занг Одного Только Мочит И то Стенку Сносит Надо Видимо Продолжать Снайперами Работать Причем Хошком Сто Да По левым По левым Товарищем С критом Раз Когда уже У него повышение Это будет Не надо Жадничать Я думаю Работаем И соколиком Второй выстрел Можно Спасибо Не убер Что ли Сейчас еще Русская рулетка Так Что здесь Возможно Стоит Подымить Против яда Все ок У половины Аптечки И Ну короче Я хочу Этих на овер Поставить Потому что Они все равно Не достреливают Поехали Так Было Было шестеро Да Этот уходит Толкнул труп Подбегает Но на овере Нет Не Они не знают Вообще Что происходит Вообще Не знают Вообще Они определяются Пацаны Летоны Где-то ждут Это подрокет Но он Не достанет Пресс Кажется Скан Сейчас Новый кинуть Но овервочи У них нет На самом деле Поэтому Может быть И не стоит Скан Тратить Я подойду Женечкой Блин Женечка Хреново Подходит Подойду Штурмовиком Просто Чтоб Был Вижен Он Может Сам Пострелять И Надо Сейчас Саппортом Тоже Попытаться Пострелять До того Как Снайперы Саппорт Не успеет Не увидит Он Скорее Всего Хэвиком Опасно Сюда Могу Спалить Того Кто Внутри Кого Видишь 96 Крит Так А двойной Отсюда Двойной Из винтовки 81 Сто процентным Критом Офигеть Бестон Ну стреляй Тогда Если что Дымом Накроем Быстрым Раз Еще Второй Такой же Бам Бам Все в порядке Так Тут у Хошка Есть потребность Скрипиться Дальше Стреляет По Тому Вроде Ранен Не Не Потому Ошибка Грубая Да Соколик Одного Добьет Но Мне бы Мне бы Все таки Так Только не Женькой Давай попробуем Хэвиком Все таки Пусть он Спулит Пофиг Не пофиг На самом деле Но Хотелось Рискнуть 76% Попадаем Попадаем Отлично Снайпером Добиваем Сейчас После этого Фулл Релоад Потому что Патроны Заканчиваются Но Сейчас Пока Унижение Даже С этим Оружием Просто А когда Появится Плазменный Ой Пак 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 Па Не там Еще один Ой Не да Не да Ой Опасно Расслабился Сразу Наказывают Попадание Семь хитов Косяк Косяк Там у него конечно Практически нет ранения На хит всего лишь Но это косяк Ребята Это косяк И сейчас Надо еще Да Перезарядка Соколиком Перезарядка Кошкам Сам ты его Не убьешь Как он стоит То вообще Стоит за фулкавером Блин Давай-ка Рокет Так Главное Рокетом По своему Не попасть Так Давай Шедер Рокет Поехали Да не посчитал Я их Правильно Подходим Лечим Иду Скоро Оклемаешься Так Еще два Пака Пацаны Надо Перезаряжаться Прислушиваться И Давай Учет Тоже На Овер Литунны Литунны Слева Мед Окей Второй Раз Я Перезаряжаюсь Я понял Да Давай Второй Раз Еще Подлечимся Не Дай Бог Его Еще Раз Пробьет Пока Аптечки Четверочки Это Скан Второе А еще Пак Финменов Два Пака Один Литуннов Другой Финменов Один Да Вы Понимаете Где Может быть Имеет Смысл Одного Снайпера Перевести Вообще Направо Чтобы Он Да Надо Разделяться Уже Выдвигаюсь То есть Хэви Крокет Там Хэви Крокет Там Так Сап Подходит Так Женька Пусть Пока Прячется Здесь Соколиков Вроде Как Надо Выводить По-быстрому Но Быстро Он Видите Не Буду Глядеть В оба Не Выводится Мы его В угол Поставим Сейчас Для начала Главное Сейчас Не пулит Никаких Паков Чтобы Я мог Соколом Если Что Уйти Если Они Слишком Близко Там Находятся Ага Thingman Все Так Будут Справа Да Я Понял Тебя Ну Что Артстодска Не Не Артстодска Хэвик Пулит Скорее Всего Хэвик Потому что Есть Рокер Есть Медикит Против Тенеменов Никого Так Это Замечательно Ясно Я Само Внимание Давай Этими Пока Что Зайдем Сюда Мне Сейчас Не Очень Нужно Пулить Еще Слеп Нет Один Должен Остаться Чтоб На Снайпера Нижнего Не Вышли Так Ну Что Ты Передвигаешься Раз Ты Передвигаешься Фигу Подходим Не Хочу Я Быску Двигать Но Двигаю Надо Женьку Сюда Вернуть Там Таховик Есть Ё-моё Это Плохо Тем Тем Более Женью Сюда Открываем Нет Открываем Тебя бы тоже За Фул Кавер Поняла Начинаю Наблюдение Не торопимся Ребят И так Ранение Не Понял Где Кто Ничего Не Пулится Не Хочу Скан Последний Тратит Ооо Тингмен Это На Крыше Ой Ё-й-й-й-й-й-й Это Попадало Вам Так Срочно Но На пол Хода С Увервотч Подходим Крыше Всеми Причем Снайп Хорошо Второй Снайп Не Очень Беса Конечно Тоже Но Она Вообще В первую Очередь Сюда Очень Опасно Снайпер Стоит Хотя Безап Фул Кавер Надо Поставить Чтобы Хотя Бо Крит Не Срабатывал Так Подходим Да Это Был бы Неприятный Сюрприз Они Падали Прям Во фланг Мне К Снайперу Это Очень Неприятно Надо Как Можно Больше Количества Причем Именно Людей Которые Способны Зайти И выстрелить А не Хэвиков Потому что Хэвики Там особо Не помогут Хэвики Должны Там Прикрывать Те углы Куда Они Могут Спрыгнуть Те места Куда Они Могут Спрыгнуть Да Поэтому Я Хэвиков Оставлю Как То Так Забираемся Штурмовиком Аккуратно Или На полную Аккуратно Направляюсь На точку Все равно Увидим Да Вот они Трои Ну что Разбежались Или на крыше Останемся Крыша 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 Хэвики Не работают Вообще Итак Ой Блин Я считаю Надо уходить Вниз И ставить Максимальное Количество Овервочи С дымом О Видит Одного Соколик Красавчик Уже Видит Давай Ой Хошка Точнее Один Хит Русская Рулетка Капец Здесь мы флангуемся Ой 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 Рокетом крыши сломать Рокетом Кстати Снизу Можно Действительно По крыше Стрельнуть Типа На второй Ярус Вот так Вот Но обзор Закрыт Женьки Тем более Не получится Мне кажется Надо вставать А где Сапта у нас Сапта у нас Здесь Надо вставать Поплотнее За укрытием Кидать дым Женьку Убирать От возможного Флангования Не хочу Хэвика Убирать Чтобы Снайпера Видели Слушай Давайте я лучше Снайпера Прикрою Уберу Хэвика Так На них Будет дым Есть Овервотч Овервотч Тут Густой Дым Самое Опасное Это Сейчас Снайпера Будет Убивать То есть Они подходят Не дай бог Успеют Нижних Они Скорее Всего Ой Надо было Под фулл кавер Встать Арцтовская Поставил Косяк Увожу Штурмаша И молюсь Дальнего Снайпера Увидеть Не должны Хотя Могут Ну С богом Блин Ребят Один Направо Спрыгивает В дверь Зашел Все Ходили Там на Овере Скорее Состоят Женки С молниеносными Ворваться Не сможет Я бы Взял Того Кто зашел Штурмашом Там рефлексов Точно нет Вижу его Пока Ран-н-ган Не хочу Юзать Пока не знаю Что да как Снайперы Не работают Мне нужно Увидеть Где Они Чтобы Чтобы Видеть Где Они Я Теоретически Могу Зайти На крышу На одну Клетку И типа Увижу Но не факт Лучше Один шаг Сделать Сюда И стоять За фулл Кавером Блин Скана Как ты Скан Отсюда Закинешь Хотя Скан До этого Можно было Закинуть Я думаю Что Хэвиком Надо просто Убивать Рокет Этого Ну просто Чтобы не рисковать Штурмовиком Чтобы его Не обошли Там сланга То есть Если они Например С крыши Спрыгивают Слева То меня Простреливают С критом И также Ставить На максимум Людей Овервотч В первую очередь Снайперы Тут Кидать Повторный Дым Да туда же Потому что Больше всех Рискует Сейчас Снайпер Ни Сап Ни Штурм Ни Хэвики Которые Вплотную Сбогом Давай Осталось Смотри Давайте Ребята Давайте Давайте Не На уверевочестве Сидят Тогда Нужно Брать Женьку С молниеносными Рефлексами И подходить Потихонечку Наверх Сапа Скажем Увести Вот сюда За фулкавер Бегу Бегу Открывает Оп Овервотч Лазерный Отбески Два хита Из лазерной винтовки Два хита Ну Карл Ну как так Там снайпер Может его увидеть Давай Ну Не Не увидел И второй Спрыгивает Туда же Ну понятно Фулкавер Так Так Рокеты Рокеты Если что Есть Вообще Любопытно Там 100% Точность 95 крит Не сработал Причем Это второй раз Так Арцтоцку Можем Качнуть Арцтоцку Все равно Отсюда Может увидеть А нет Боеготовность Там Да Боеготовность Ну пробежим Женькой Чтобы Но Не получается Снять Нифига Стрельба Тут печальная Run and gun Делать Не хочу Вайрок Рокет К сожалению Попробуем Рокет Хотя бы На одного Главное По своему Не попали Действительно Есть Дальний Стоит На овере Черт С ним Вообще Я лучше Зайду Вот так Вот И овер В общем Пусть Подходит Оп Подходит Женечка Делает Ответный Огонь Попадает На тре Троечку Хорошо У нас Толст Только Снайпера А он Вообще Валит Да Он на овер Скорее Всего Бежим Женькой Агрессивненько Так Чтобы Не вижу Его Ой А лучше Не рискуй Помнишь Лучше Еще Несколько Овер Вочи И К черту А то я сейчас Выбегу В чистополе А он Окажется Где-нибудь На крыше Например И критонет Да Он на крыше Забрался Скотина И что-то Вот У нее способность Я не знаю Что он дает Когда он Останавливается И там Типа Прислушивается Или Оп Овервотч Кошку Ему как раз Нужно И соколик Вторым Но кошка Вроде Первым Кто же Первый Мимо Два Второй Овервотч Кошка Ничего не было До этого Давай еще разок Давай Оп Вот Вот Все Забыли Остался Последний Пак Ракеты Есть Ранение Минорное У Штурмаша Перезаряжаемся 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 Снайперы Такие снайперы С русской рулеткой Это вообще Слышим летунов Летоны Скорее всего Где-то там В конце карты На заправке Какой-нибудь В общем Бежим вперед Ясно В семь Бегу Снайпера Тоже бы Подвести Можно крышу Занять Но С нее Не всегда Хорош Я лучше Снайперов Здесь оставлю Они будут Простреливать Так же Значительную часть Карты Которая Не перекрывается Дом Если слева То точно Снайперы Хорошо стоят Идеально Просто Тихо Там что-то есть Сейчас увидим Так Поворачиваем Камеру В сторону Предполагаемого Противника Есть скан Не забываем Можно Можно В общем-то Я думаю Решить Кинуть Скан Короче Для начала Посмотреть Где они Стоят И глядишь И глядишь Там снайперы Ой Сагри Тоже Хошку Нужно Звание Правильно А вот Они Я понял Тебя Да Для хэвиков Тут не самое Удачное Место Потому что Им нужно Побежали На рывке Очень Дачный Потому что А снайперы Без овервоч Нифига себе Как так А Тут машины Двойные машины Все перекрывают Тогда их Нужно Выставлять Куда-то Сюда И это В два Хода Ну Кому В один Кому В два Сейчас У Соколика Проявиться Общий вид Да Четенько Четенько Иду Помним Что Арцтоцку Нужно Качать Но Ходить Сложно В принципе Я не буду Снайпов Против летунов Ставить На крышу Это Хотя Блин Они же Не увидят Вообще Хотя Я их Не увижу Пока До угла Не дойду Забейте На крышу Ставить Снайпов Да Командер Углы Ракеты Обходим Одним Хэвиком Я готов Хотя Давайте С угла Вроде Я увижу Главное Чтоб Они Вылетели Оттуда Они Вроде Там Хорошо На заправке Сидят Не Вылетают Даже Overwatch Сокол Делает Бах Те Не Хорошо Молодец Молодец Так Еще Overwatch Подошел Рычат Ой Шеф Все пропало Я считаю Надо Подсвечивать Женькой Просто На молниеносных Рефлексах Подходить Куда-нибудь За полуукрытие Здесь нет Полуукрытий Ладно Сначала подойди Потом посмотрим Ой Все Подходи Ничего Не бойся Снайперы Видят Троих Снайперы Видят Двоих На крыше Позиция Действительно Лучшим А Они Все В воздухе Это Проблема По точности Будет А Здесь Рокетов Не Осталось Еще Да Пожалуй Я буду стрелять По Раненому С критом Раз Это Минус Один Артстотский Ну Некуда Им Подходить Понимаете Некуда Я могу Конечно Подвести Штурмовика Пострелять Сейчас Это Наверное Даже Правильно Будет Бэскум Глядишь Я на кого-нибудь Ну тут Видите Какая Вероятность Стремная 46 Могу Хэвика Сюда Подвисеть Пострелять Но Он даже Не Видит Дыма Нет Соколик Видит Только на Одного Двойной Выстрел Работаем Убивает И Все Овервотч Артстотска Подходит Тоже Сюда На Овервотч Острый Угол По Штурмашу Он Один Остался Ему Сейчас Хреново Он Уходит Женька К преследованию Бросаемся Потому что Он Скорее Всего На Овервотч Не Боимся Не Видим Ничего Си Бедный Бедный Летун Он На Два Хода Улетел Без Овервотч Ждем Когда Вернется Придет Себя Овервотч От Соколика От Хошка Это До Свидания Конечно Причем Двойной Овервотч Сейчас Будет От Хошка Скорее Всего Ха Хорош Молодцы Но Ранний Лиф Все Рано Получил В Миссии Все Задачи Выполнены Но Ранение Вроде Минорное Дней На 4 8 Максимум Из Панцирной И Этого 7 дней Да Без Будет Отдыхать Медали Дали 5 Ученых Паника Взросла Так Медали Почетная Медаль Совета Слушайте Можете Штурмовику Дать Как раз Без А Нет Соколику Соколика Нет Еще Этой Медали 10 точности 10 крита Если Находится Далеко От Сначала Снайпер Просто Потом Штурмовик Тоже Далеко Выбегает От Остальных Ему Как раз Медаль Тоже Очень Будет Кстати Возвращаемся К Нашим Нашей Экономике Средство 0 Ежемесячно Ок Окей Да Я Гасанул Чтобы В Египте Не Было Четверочки Сейчас Четверочка В США А Она И Была В США Четверочка Все Нормально Так Дугомет Делается Летейка Ок Копать Нет Энергостанция Одна Да А Где А Мы Не Можем Строить Пока Энергостанция Три Дня В общем Три Дня Энергостанция Дугомет 5 Секретная Операция 6 Не Успеет У нас Леминг Прийти Ой В смысле Беско Не Успеет Прийти Там Операция Вроде Не Такая Сложная Паника Акция Устрашения Паника Террор Пацаны Террор Ну Естественно Мы Не Можем Игнорить Только Вот У Нас Ранение У Штурмовика Который Не Вернулся Блин Я Беру Сотон А Он Из Секретной Операции Блин В Индии Это Отлично Да Надо Посмотреть Кстати По Смежным Странам Секундочку В Индии В Индии Террор В Индии Террор И надо Его гасить Как можно Лучше И чтобы Китай Задеть И чтобы Японию Понизить Это будет Тот еще Челлендж Ну На самом деле Мне Лемен Как раз Здесь Очень Поможет То есть Лемен Который Будет Ити Вперед Агрить Все На себя Потому Что Нам Нужно Спасать 50 Плюс Процентов Мирных Нас Ждут Крисолиды Летоны Вроде Пока Сильно Не будет Большой Разницы Купи В школе Офицеров Грейт Возьми Опнувшегося Новичка Без штурма Не пройти Скипой Ой Банить Была За Это Грейт Леминга Много Не нужно Он Должен Просто Бежать Вперед И Все Перераспределяем Снаряжение Даем Все Так Лемингу А давай Выберем Нормального Леминга Только Сила и Воли Хороший Давай Тебя Комплект Брони Панцирная Броня И Граната О Еще Лазерная Винтовка Ты не попадешь Танк Говорят Какой Танк Я могу Танк Быстро Сделать Что ли Фален Подчеркивание Темплар Поддержал Ваш канал На сумму 100 рублей Воу Реально Танчик Что с первым Захваченным Пришельцем В миссиях Появится Мутон На берсерке Тяжелый Элит Умный Да Легкая Пройд Да Лучше Конечно Без Сплавов Сделать Соточка Это Супер 100 Баксов Дайте Пожалуйста На танк 100 Баксов Блин Что-то Мало Всего 100 Баксов Танчик Это же Круто Он и плотный И мобильный И вообще Для разведки Идеальный Не только Для разведки Кстати Так Танк Он что не сразу делается Да 4 дня Расстройство Я уже Раскатал Губу Что мне Типа За 100 Баксов За пару минут Сделают Танк Из сплавов Где этот Друг У нас Давай Изменить Как тебя Звать Там Вот Себастьян Морел Себастьян Морел Да Это снова Эксперт Эксперт Привет Себастьян Морел Ну что Готовы Снайперы Да Сапы Там кстати Не нужен Этот Медикит Хотя Может понадобиться Медикит Не Лучше Может понадобиться Медикит Армор Наверное Нет Медикит Ой Господи Никто у нас Не апнулся Ладно Террор Главное Сейчас Не сильно Слакать То есть Нужно Сочетать Нормальную Динамику Перемещения По карте Ой Ой Какая Грязь Я тут отдал Сразу На этом Терроре Карта Большая Хорошо Простреливается Снайперами Хорошо Простреливается Хэвиками Но Это Жесть Нормальная Нормальная Рейнджер Можете Начинать Атаку Нельзя Тормозить Внизу Гражданские Повторяю В зоне Операции Гражданские Снайпер Одного Точно Нужно Вводить На эту Длину Возможно Даже Идти По двум Направлениям Не надо Миш По двум Направлениям Идти Почему Нет Ну Хэвик Сюда Хэвик Сюда Снайпер Сюда Снайпер Сюда И поехали Ага Да одновременно Трех Спыленных Паков Крисолид Трилитун А ты офигеешь После этого А не будет Будет Все нормально Бонус У снайперов Будет У каждого Если ты Их разделишь Вон Раз Бонус Да еще Здание По центру К зданию Нужно Хэвик Сразу Ставить Чтобы Рокет Пускал Причем Лучше Поставить Наверное Женьку Сюда Сюда Второго Тяжа Туда Отсюда Я уже Могу Спулить Я пошла Я пошла Блин Я же мирных Понимаешь Надо спасать Да давайте Второго снайпера Тоже сюда Там Ой, медленно, медленно. Крисолиды. Сверху летуны, сразу пак спулин. Мирный минус. Боеготовность, один на Overwatch. Все, открываем дверь. Открываем дверь, сразу выцеливаем рокетом. Ой, пак крисолидов сразу. Я мим. Снайпер сейчас только одного видит. Один одного, другого, вообще никого. Ой, вы молодцы. Короче, надо снимать угол Рокетом, Женьку уводить, убивать крысы, снайперами это самое, алло, да. Нет, ну-ка ты не снимешь, думай. Женьку Грянкой на... Нет, 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 подожди, подожди. Кого видишь, крыс одну видишь. Так, а если этот лазерный... Тебя вообще флангуют в Арцтоцком. Вообще бы свалить отсюда нафиг. Так, давай поэтапно решать проблему. Первая проблема это три крысолида, правильно? Правильно. Как мы ее можем решить? Отводим Женьку, кидаем Рокет. И накрываем, например, это сразу же Лемминговской гранатой. Да, прокачай Леммингов. Да пофиг. Женька отходит под полуукрытие, это фулл кавер. Да? Да, так и делай. Я забыл про Молниеносный, про Угровоч забыл, но, видите, получилось вообще по скиллу. Дальше. Мы филигранным образом, зангом, накрываем... Не-не-не, пятерочкой, ты чего? Ой, прошу тебя, филигранно только, только филигранно. Только фили... Блин, ты фили... фили... О! Вот так вот! Вот так вот! Смотри, не перепутай, Кутузов. Шредер Рокет, да? Правильно, шредер. Снимем 4, останется нет. Надо шестеркой накрывать. Чуть не спутал. Филигранно, филигранно. Только укрытие не сбей у этого. Забей, ты все равно сапом отходишь. Давай, занг, ювелир. Е-е-е-е-е! Следующий шаг. Это Лемминг с Гренкой кидает, вы не поверите, Гренку... И не промахивается. Кого я качаю? Какого-то Себастьяна Морелла. Повышение уже сразу. Ну, естественно, на такую халяву. Дальше мы вспоминаем резко про летунов. Вспоминаем про то, что у нас есть дым. И два снайпера на овере. То есть мы заходим и делаем густой дым. Вот это разрулил, Михаил! Короче. Сувервотча снял. Пак сразу убил. С снайперами, если бы еще стрелял, было бы вообще классно. Работаем! Далеко еще, Пак. Надо не расслабляться, двигаться вперед. Мирных спасать. Крисолидов еще, Пак. Политоны двигаются. Спускаются. Мирных стреляют. О, мое. Короче, надо бежать. Надо бежать леммингов. Смотреть, где они там стоят. В общем, бежать агрессивно, уверенно. Видим сразу тро... Ой! А как там? А, ну да, только двое действовали. Да забей, два хита. Это... Фигня. Значит, снайперы точно видят дальнего. Здесь, наверное, не жалеем ракеты, накрываем шредером. Надеюсь, я мирных там не задену. Надо быстро действовать. Надо бы действовать очень быстро. Да, соколик видит, а этот не видит. Да это что с вами такое-то, а? Ну подойди так. Другое дело. Так, давай-ка сначала этого раз. Крит 85, точность 100. Отлично, минус 1. Здесь рокет лучше пускать шредер этим. Потому что главное по мирным там не попасть. Ну вроде он говорит, что... Все ок. Хорошо. Мирных надо спасать, пацаны. Мирных. Точность 45, 45. Чушь. Но хошка теперь... А, да, хошка видит, конечно. Обрадовался. Как бы мне... Неужели Женька второй уроке тратить, а? А, у нее еще две в запасе. Давай, ладно. Достанешь. Ой, как я люблю хэвиков, а? Главное не промахнись. Хотя это... Китаец впереди. Можешь промахнуться. Я не... Два мирных минус. Так будет сложновато спасать. Итак. Лемминг мне нужен. Но я хочу идти вперед. Я иду вперед. Я подхожу немножко сапом. И кидаю дым. Да, давай дым кинем. Просил же промахнуться. Но я думал промахнуться не туда. Она не поняла меня. Густой дым пошел. Тут овервотч. Пистолетные. Это смешно, конечно. Ну и осталось двое. Летят овервотч. Хошк с пистолета давай! А, он критануть не может. Двойку снял! А может второй раз овервотч делаешь? И тут... Вообще дикий! Хошк, если ты это смотришь. Просто респект тебе. Так, просто унизил. Двух летунов над пистолетным двойном овервотча. Ооо! Там шреддер, точно. Там шреддер же. Ракета, бонусный урон. Капец. Я забыл про это. Я думал, что он просто не увидит. Ну, там же общий вид у него был. Короче, Лемминг идет вперед. Прямо идет вперед, как никто никогда не идет. Постарается пулить как можно больше. Спулил, пакли тынов. Рокетам не достанем, но здесь достаточно много... Да, все, снайперы видят. Снайперы видят, снайперы работают. Причем все видят снайперы. Соколик прохладный, стреляет по первому. Двойной выстрел сейчас будет. Пять хитов. Надо, наверное, по второму сейчас пострелять. Потому что... Или лучше одного добить? Лучше одного добить. Два. Дальше у нас еще один снайп. Кошка с критом 85 стреляет. Видимо, крита не будет. И эс, минус два. Добро. Хэвики подходят. Артстоцка. Подходит. Женька тоже подходит. Ну, норм, че. Ну, Леминг за фулл кавером. Ой, там зомби встает. Это уже мирный, да, пак крисолидов выбивал. Это второй пак летунов. То есть, пак... Что, назад? Ну, зомбарь-то ладно, бог с ним. Это он не дойдет. Мне любопытно, что этот сделает. Овервотч от Занга по зомбарю. Попадает на двоечку. Крисолидов слышим. Этот улетает. Совсем улетает. Мирного сверху. Ой. А сверху-то кто? Как бы там не крисолид был. Так, Арстоска лучше проверит. А то лучше могут на голову упасть. Ёпрес, это он не видит никого. Ой, реально там крисолид может быть. Так. Снайпер не видит никого. Но я бы оставил на овер, не перезаряжал. А, нет. Там двойной овер, если что. Значит, один перезаряжается. Надо леммингом бежать вперед, чтобы мирных не гасили дальше. Но не факт, что я справлюсь с убийством этого. Я готов. Да. Стреляем пока по этому с критом. Опасно вот то, что сверху может свалиться. Добиваем Женька ориентировочно. Ой, 4 крит на хэви пушке. Ну что, ты попадешь? Не попадешь, убьют. Да попадешь. 69, ты почти 100%. Родцовская надо валить, мне кажется, вообще. К черту. Просто подальше. Ну, в смысле, поближе к пацанам. Кто-то убил этого мирного. Может быть, это летун с какой-то там позиции хитрой. Но если там крисолид, хотя откуда ему быть? Может, не пулили пак? Там убивают мирных. А сколько осталось там? Труп исчез. Это крисолид, скорее всего. Зомби встал. Вот, крисолиды, пак, пошли. Ой. Кошка ведет ответный огонь. Но этот пак не спунил. То есть, они сейчас не должны атаковать. Ну, это жесть, конечно. Три хита. Сверху зомби еще. Давай второй раз, пожалуйста. Блин, жесть какая. В самые гуще сейчас крисолидов опять окажись. Главное, чтобы не было атаки. Потому что галка есть, что они могут атаковать. Ай, русская рулетка, один хит. О боже, боже. Только, чтобы вы не атаковали. Просто разбежались и все. Да, молодцы. Его вы можете окружать сколько угодно. Да, подходи под ракету. Давай, давай, давай. Лемминг пойдет вперед на разведку. А кто сверху? Зомби, да, точно падают. Как они себя вообще не берегут? А это вообще под рокет. Там минусует мир, но 8 осталось. Капец. Уже хреново. Так, ладно, хэвики. Рокет есть один, правда. Надо бежать, пулить дальше. И уходить отсюда от рокетов. Леммингом бежим, куда глаза глядят. Ой, а этого я не ожидал. Еще пак крисолидов. Третий уже, по сути. Ой, блин. Ой, е-е-е. Кажется, ему не повезло. Так, что я хочу? Я хочу сюда ракету. Классную, большую. И не промахнуться при этом еще, пожалуйста. Потому что промахнусь будет жопа. Так, попал. Хорошо. Дальние крисолиды до этого не добегут. У снайперов, конечно, выбор колоссальный. Но до того, как... Хэвик, хэвик, хэвик. 66, 66, 76. 76 по кому? По зомбарю. 76 по кому? По зомбарю. Ой-ой-ой-ой. Патронов маловато. Здесь тоже патронов маловато. Двойной выстрел лового соколика. Он двух крисолидов должен забирать. Ближник должен забирать. Это раз. Двойной выстрел. Даже если будет русская рулетка, палач сработает и... Блин, а того он не видит, да? Этот зомбарь там мне не угрожает. Так, а второй снайп? Раз. Два. Три. Нет, 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 нет. Подожди. Может, он видит второго из-за угла? Видит? Хорошо, стреляем два. Да. А, палач апает на 10% точно, действительно. Соколик может выстрелить. Здесь надо, наверное, Арцотску уводить чуть подальше и отстреливать зомбарей. Там, конечно, жесть крисолиды. Да, надо избавиться от зомбарей для начала. Стреляем. Их слишком много. Объект уничтожен. Соколик должен стрелять не по зомби, а по крисолиду. Причем желательно по самому ближнему. Мы отдаем разведчикам и мирных сильно не спасаем. Короче, вот мне вот этого товарища нужен. Тоже с критом, конечно же. Поехал. Убивает. Йес! Снайперы просто топич. Снайперы-хэвики, они великолепно друг друга дополняют. Так, ну и здесь хэвиком можем пострелять, но мне кажется, лучше... Не, надо стрелять. Надо стрелять. 76 и плюс крит. Надо. Хорошо. Я понял. Их ход. Один литон из последнего пака раз. И это зомбарь ходит. Этот, естественно, пойдет сюда. Он, кстати, может его ваншотнуть сейчас. У него там урон тоже 10... Чит-12. Да. Не паникуем. Крисолиды подходят, но не должны успеть. Господи. Еще минус один мирный. Я уже зафейлил хорошую концовку. Ну, видите, много крыс. Все сходится. Так. Теперь внимательно. Тут точно отступаем. И перезаряжаемся, потому что смысла в остальном нет никакого для этого хэвика. Секунду. Арцтоцка, скорее всего, тоже. Отступление, выстрел. Отступление, выстрел. Да-да. Не, ракету там не хочется вообще давать. На одного. Там Рокет не накроет обоих. Я проверю, конечно. Не, накрою, а ты прав. а я был не прав а ты прав стреляем рокетом продаженько немножко вставляем да не немножко выжение под кресолида подставили что снайпер стреляет только поэтому капец да ладно не может быть пистолетную врач им снайперов не помогут вижу не будет ракета это была ошибка черт возьми блин джейку могут убить так если отсюда пистолетную руч может может хошек давай сюда пока не видишь но можно соколик стреляет раз стреляет ван блин это капец должен спасать пытаться да там 15 хитов кресолит снимет так только не сагри овервотч блин сагрит овервотч у кошка капец ну это один овервотч нет закончена этой клетки не ходи дальше кресоли давай овервотч нет же не живи русская рулетка русская рулетка наконец-то и на мою улицу праздник сколько снайпами поединички наносил господи же это был такой момент реальная единственная угроза твоей жизни была из-за ваншота и сработала эта галка которая о божечки кошечки это там главная вероятность процентов 10 что сработает на так навскидку русская рулетка срабатывает абсолютно безнадежной ситуации когда все хуже все все плохо ой ой ты фух перезаряжаться так тут качаем сапом раз можно пострелять но наверное лучше перезарядиться хотя двойной выстрел может меня перезарядка хватит поехали все равно хреновая эту миссию прошел xp конечно массы но что 36363 по ближнему жалко по ближнему столько хп минус по дальнему подходим еще чуть ближе зангом 76 по единственному стрелять стреляет 76 ну занг ну ё-моё эти слопоки ой кристалли сейчас будет ой а кристаллит прямо сейчас ходит или он там ход все-таки у меня будет не 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 нет нет пожалуйста нет срочно женьку лечить капец нельзя зомбарей подпускать я тоже кристаллит а вот он так сейчас я увидел что ему плохо становится а прошлый раз я не видел этого какая грязь так надо убивать двоих срочно причем и женьку надо лечить отравление ё-моё так может отступить чё нас там по снайперам перезарядками тут точно убить у которого да меньше из него кристаллит из ближнего шум что за вероятность у нас тут вероятность хорошая но крита нет женьки или тот тоже вы не рисковать бы а ну как не рисковать мы же должны крысы убить капец без крита как ее убивать а зомби добежит зомби не добежит но вроде блин из кого может и стал из-за этого крыса да шаг плюс выстрел да я тогда не буду я не попаду с женькой она далеко не убежит от кресолида в этого не хватит зомби может дойти из этого не лезет раз два три четыре раз два может дойти до короче ладно я лучше отступлю так надеется что и я наверное зонга просто оставлю здесь потому что он с хп капец артстотска 100 меткость выполняю 100 меткость давай убей прошу тебя есть убивает чесавида и к женьке близко сможет подлечить так этот просто подходит но он не подойдет фух какая же миссия жесткая сейчас мы лечим женьку там летун еще еще зомбарим и летун подходит да но снайпер вроде должен его увидеть какой-то из дальних отравление ща 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 родная нет не здесь лечил лучше за укрытие учитывая то что там есть этот так снайпер видит кого видит летуна отлично давай поддержал ваш канала сумму 500 рублей обзиры на лотерейной билете локерок спасибо реально повезло конечно так женька отступает сюда сап так ты на овер сап подходит лечит женьку давай надо будет аптечки сделать хорошие а то что-то слабенькое лечение стреляет по зомбарю 74 с критом 100% отлично второй хэвик тоже здесь овервотч будем стрелять а вот не факт русский рулет лучше на спринте отступить надежнее честное слово чем вот с такими а вдруг русской рулеткой на 4 урон такое уже было 76 и мимо окей да как нет еще минус мирный ой 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 ну крисолит вроде стоит не идет никуда ой если сейчас побежит я только что подлечил капец хитим нужен не ходи крисолит ты только вылупился ты молодой и глупый не надо этого тебе он идет овервотч хошка критонию прошу я знаю что ты можешь можешь критануть процентов 10-15 критонии боев а ой 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 сейчас будет удар сейчас будет удар опять передвигаться сколько можно нет же не жи Жене жи Йес! Что? Что? Как это? Как это? Я не понимаю, как это нанескорнит вообще. Ой, лечи, лечи, Женя. Ой, лечи ее. Господи. Он, крисолид. Я не знаю, это три раза подряд меня так прет. Ой, тут пустые хэвики. Ой-ой-ой, ну я вижу крисолида здесь. 65% крит. Давай, убей его, убей. Там патронов уже нет ни у кого. Блин, крит на 4. Опять. Так, хэвик сделать ничего не может. Здесь можем два... Выстрел с пистолета можем сделать. Но крита не будет. Господи, никто ж не сможет проатаковать. Так, что я могу? Я могу поймать его на овервотч. Если уберу... Блин. Уберу Женьку, поставлю сапа. Твоюж налево. Не, надо сделать так, чтобы он проходил немножко. Даже клетка может помочь. Даже клетка может помочь. Хренас 2. Она не поможет. Как там перк этот? Может, два выстрела, если первый выстрел, да? Если раньше не двигался. Капец. Так, как быть? Как быть? Как бить? С пистолов добивай. Да как с пистолов-то? Один пистоль. И один выстрел всего. Пистолеты в семь. Да какого в семь, ребят? Вы чего? Тут осталось два хэвика без пистолетов. И снайпер, который из пистолетов снесет пистоли. Да идите нафиг, невнимательные вы, а? Что вы делаете вообще? Какие пистолеты? Три пистолета у тебя. Еще разок. Сап лечил Женьку. Это была ошибка. Он ничего не сделает больше. Должен критануть по идее. По какой идее это крисолит? Как я критану-то? С какого перепуга? А билка в... Выстрел в голову в этом? В... В КД? Твебкой забыл пистоли. Так надо же понимать, что у хэвиков нет пистолетов. Эксперты, блин. Нет у хэвиков пистолеты. Я, наверное, Занга реально подставлю вместо Женьки. Женька, я отойду, перезаряжусь Зангом с его количеством хп. Подставлюсь. Даже... Да. А, палач? Не, палач же... Палач же у него? Стоп-стоп-стоп. Палач же будет... Палач! Палач! Точно есть палач! Мы сейчас его убьем снайпером. Ой, надо лазерные пистолеты купить. Господин. Ой, господи ты, боже мой. Палач же, точно. Бонусный урон. По цели есть. Там не бонусный урон, там точность. Кто сказал палач? Ай, господи, ну тебе, фуфу, козлы, блин. Ой, что же вы делаете-то? Откуда? 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 Что это такое? Такое. Убей хэвика. Держись, хэвик. Ох, восемь. Вашу дивизию. Ааа. Еще один крисолит вылез. Зомбари идут. Так, надо лечить. Надо не лечить, надо отстреливать крыс. О, господи. Нет. Перезарядка, да? Или пистолетный... Во второй крисолит не добегает, поэтому лучше перезарядиться. Занк стреляет 88 меткость, потому что лучше... Да ё-моё! А, все, все нормально. Так, тебе, наверное, лучше даже не лечить, а перезарядиться. Потому что тут важна сейчас мощь. Какой не лечить? Лечить. Вот это жесть. Вот это ад, конечно. Так, овервотч. Овервотч. Бежит еще крысы, бегут еще зомби. Так, его будет тошничать или нет? Я вот не вижу из-за темноты. Надо слышать. Не, не тошнит вроде. Хорошо, тут один крисолит стоит на месте, да? Тут не можем, тут переключаемся. Надо забить на мирных просто сейчас. И перегруппироваться так, чтобы все было ок. У меня был всегда запас. Четыре мирных. Поднимается еще крысолит справа. Бежит. Овервотч от Хошка и Соколика. Красавцы, пацаны. Двойной овервотч от Хошка. Может и не понадобится. Понадобится. Блин, как же много на терроре-то. Получается, тут пять паков было. Хошка еще один овер. Только не единичка. Давай нормально. Спасибо. Повышение, майор Хошк. Последнее звание снайперу дали. Ну такая миссия, тут столько экспы. Капец. Главное досидеть и хотя бы одного мирного спасти. Но овервотч. Женечка стреляет. Но она ранена. Она не попадет, попадает на единичку. Одного нужно спасти реально мирного. Потому что это же будет минус страна и минусы ИГГ. Занк на овервотч тоже стреляет. Мажет. Да, нужен мирный. Там слева вроде стоял кто-то. Поправка на ветер. Давай на меня еще тут. Зомби, зомби, зомби идет. Ой, опасно, опасно. Его может уже... Тошнит тебя? Как тебе? Самочувствие? Нет. Вроде нормально. Там еще один зомбар идет. Вот мирный. Вот его надо будет спасать. Итак, что у нас есть? Крисолит далеко не добежит. Блин. Кто кого увидит? Ну, у тебя штраф, конечно. Но лучше по... По дальней крысе, наверное, тебе стрельнет без штрафа. Это раз. Сейчас можешь и по этому стрелять. Но мы его в любом случае убьем. Тут по нему стопроцентный крит. Два хэвика. Лучевое. И снайпер справа. В голову снайперской винтовки вплотную. Not bad. Сто меткость, сто крит. Шесть. Хорошо. Так, здесь, наверное, тяжем подойду тоже, да? Постреляю вплотную. Две аптечки в зангу есть. Можно будет. 98 точно. Сдавай. Хорошо. Цели ничтожроны кончились. Так, тут мы пробуем прикрыть мирного. Да, как я его прикрою? Двух мирных надо спасать. 10 крит. Хорош. Может, сейчас у нас артстоцкая вступит в игру? Давай лучше сюда. И стреляй. Это же у нас точная. Молодец. Не раненая. Молодец. Все в порядке. Нет, 28 киллсов. 28. Терпимо. Четырех гражданских спасли. 28. На дредноуте было 22. И какие кресолиды в миле подбегали. Вы видели? Вообще. Раз удар, единица. Два удар. Три удар. Ставишь там, меняешь этих, чтобы этого били, этого били. Но какие сейчас ранения будут? Господи, как же мне сейчас жить-то? Четыре дня. Отлично. Слабые ранения. Полковник. Полковник. Майор. Товарищ Арцтоцка. Майор. Хорошая реакция. Точность четверка. Второй овервотч. Шикардо. С ее точностью. Может, второй ответный. Ну, короче, если первый попал в цель. Хорошо. Точность, правда, прибавили мало. Хошк. Полкан. Последнее звание. Дали 8 точностей ему. Ну, берем... Блин, вот я возьму в ударе. Потому что хочу, чтобы два снайпера работали вот... В этой миссии бы, если бы у меня один снайпер был бы с обилки в ударе, я бы, например, после рокета тех трех крисолидов убил раз, два, три, и сделал бы еще четвертый выстрел. Даблшот лучше. Не всегда. Один лучше так, другой так. Двойно надо. Хрен вам. Я играю сам. И полковника получил... Китаец. Может, взять ему бонусный урон вместо ракеты? Хаос же АОЕ. Хочу проверить. Две ракеты. Хрен вам. Индия успокаивается. Паника на два. В остальных регионах паника не успокоилась. Но Китай мы будем гасить. США проблемный. Блин, какой трай жесткий, конечно. 23 июня. Дугометы следуются. Танчик будет. Секретная операция сейчас через четыре дня будет. Я не успею. Я полечу на нее с танком и леммингами. Из-за ранений. Капец. У меня три офицера на раненые. Два снайпера саппорт. Жесть какая. Может, леммингов закупить? Там не такая серьезная операция. Дугометы следовали. Можем сделать теперь. Так, ну а теперь... Теперь, теперь, теперь... Ну, точный лазер это только для снайпов. Тяжелый лазер это для хэвиков и для кораблей, что самое главное. Допросы пока не могу. Может, вскроем, пока у нас нет бонуса по энергии. Захватим сектой до одного. Вскроем, например, крисолида. Возьмем себе армора через пять дней. У нас же сейчас огромное количество этих трупов крисолидов. Мы сихитин сделаем и будет вообще класс. Хотел пистолеты сделать. Это не здесь. Так, где я просаживаюсь больше? Да ты везде просаживаешься. И по самолетам, и по команде, и по защите, и по оружию. Везде проблема. Две лабы не справляются. Захватывать-то мы и так будем захватывать, понимаете? Да, наверное, я хитин сделаю. Это надежнее будет. Танчик пришел. Опа! Экзальт. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Где мой танк? Что, опять не сделался? Ёпресс, это... С тремя леммингами лететь. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Так, давайте я сделаю исследование в школе офицеров. Выберу из леммингов тяжей. Там хитин многим нужен. 75 на апгрейд. В школе офицеров последний. Новичок. Ну, в принципе, там задача не такая уж прям и жесткая. Летал туда с меньшим количеством. Есть два тяжа, сразу беру, потому что они как раз там стенки сносить. И они стабильные с этими своими ракетами. Естественно, не буду экономить на арморе, потому что... Потому что лучше, чтобы они умерли с армором, но как бы месяц-то мы взяли. И получается, нам нужен кто-то, кто-то типа штурма или... Да, штурм нам нужен какой-нибудь. Или разведочка. Хорошая сила воли, нормально. Так, перераспределяем снаряжение, ок. Ставим этим пацанам нормальные темы. Так, а ты вообще здесь? Не здесь. Панцирки одной нет. Панцирки нет, мне в любом случае ее надо делать, потому что мне же... А почему у меня панцирки нет? Меня же не... А, убили Лемминга, который был в панцирке. Сколько нужно? 33 баксом. По-живому просто режут, понимаете? Пацаны, у вас 33 бакса случайно нет? За армор, на армор. Причем я же в минусе еще. Конец месяца. Там кое-как спутники запущу, но блин, это же... Если я останусь в минусе, то это гуф. Я уверен, что вы справитесь с этой непростой задачей. Короче. Взяли. Очень многое зависит от снайпов. Прям очень многое зависит от снайпов. Хошка теперь топич. И людей без кавера, если он будет ваншотать, это не будет считаться как выстрел. Точность у него на восьмерочку. 62, 116. 62, 116. Последний апп был хорошим, но до этого были фиговыми. Артстоцкая. 86, 104. Нифига себе, какой саппорт. 86, 104. При этом у нее же появился второй ответный. То есть она тоже очень хорошо стоит на овервотче. У нее 114 точность плюс лазерная винтовка. Акцент на овервотче вот этими пацанами. А остальные просто идут аккуратненько под броней. Расчищают путь ракетами. И... Как-то так. Лан Лилак Ли поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Миша, подумай еще раз о том, что ты будешь делать с большими НЛО. Хитин не приоритет. Так, а дугомет может сделать? Захватим литу на одного. Ау, мне кажется, камеры нет. А что ты изолятор не делаешь? Почему ты изолятор не делаешь? Что мутоны попрут? Не факт, что нужно изолятор делать. А зачем ты его в принципе исследовал? А, экзальт какой-то он. Да, туплю, сори. Надо заканчивать, кстати, уже. Намечается гуф. Да. Электростанции же не было. Электростанции не было. Но все равно мне нужно делать эту... Блин, откуда я деньги возьму? Порт-компьютер. Надо исследовать блок питания тоже. И надо по-хорошему еще деньги оставить. Короче, сначала миссия экзальта. Прекрасно. Жду от вас хороших новостей. Денег нет, понимаете? Денег нет. Готовимся к высадке Штурм-1. Обнаружена группа экзальт на территории Канады. Карта вроде хорошая для снайпов. На миссиях экзальт? Злоба поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. Злоба, что случилось? Знаешь, Миша, что такое? В прошлый раз ты профукал запись стрима с нападением на базу экзальт. Если это случится и в этот раз, то будет бомб. И попробуй только гуснуться раньше. И точка, точка, точка меньше, чем три. А если они его взломают, вряд ли мы получим данные неповрежденными. У нас новая задача. Так, пацаны, смотрите. Во-первых, на миссиях экзальт всегда есть два пака, остальные падают по скрипту. Я пытаюсь... Вообще, эту миссию, как правило, начинают люди вот здесь вот. Но... Тут мне предлагается сразу вход на крышу, на самом деле. Вход на крышу. Есть полукаверы. И открывается очень много всего. Но... Это, конечно же, конечно же, риск. Люси Хилл идет первый. Значит, агент у нас здесь. Зону, в которой будут ломиться люди, ок. Из-за крыши я там не буду стрелять по части людей. Очень жесткая миссия, говорят. Так, за машиной здесь не убрать. Лучшая позиция на земле у снайпера это здесь. Блин, с рывком что-то не хочу. Блин, с рывком что-то не убрать. Ладно. Может, Артсоцку туда на хелп. Надо покра... Да-да-да, я Артсоцку туда направлю тоже. Я не поддержал ваш канал на сумму 2500 рублей. Ё-моё, 2500. 33 баксы еще нужны. Спасибо большое. На армор теперь есть, Яндек. Так, смотрите, в чем соль. Во-первых, самые главные три ДПСера это вот снайпер, снайпер и саппорт. Я их хочу поставить куда-то сюда. Минус снайперов на этой позиции в том, что... Тут полуукрытие или фланг. Поэтому мне нужно уходить... Во-первых, я хочу саппортом дымом накрывать снайпов на всякий случай. И... Соответственно, нужно бежать как можно дальше... Так, а там хэвика можешь вот сюда вот зайти? Вот даже вот так вот лучше. Агрессивно, но как бы чё. Если я нижних просто подставляю, то... По нижним будут стрелять, а не по снайперам. Сейв запили. Да нет. Крыш не очень кажется. Ну смотри, если мы встанем вот сюда вот, то простреливаем... Ну просто массу всего. Простреливаем ещё крышу и сзади. Ну короче... Надо ещё правильно встать. Я подведу... Снайпов... По максимуму. Из сапа. Тут хэвика поближе. Может быть, одного хэвика стоит в альтернативное место поставить. Я, наверное, направо хэвиком один пойду. Потому что боюсь, что... За зданием или где-то внутри могут быть ещё враги. Что делает этот нюанс? Значит, тебя... По-хорошему, тебя надо вообще уводить сразу же. К пацанам. Да, и здесь ещё кодировщик, да? Сравнительно безопасный. То есть мы тобой просто бежим. Есть! Выполняю! Главное, никого сейчас не спулить. Хорош. Ну чё, с богом. Так, не спулили. Это очень хорошо. У меня есть ход для того, чтобы снайпов выставить. Скорее всего, один так, второй так. И сап вот где-то между, да? Так, ладно, одного снайпера я не буду пока трогать. Безопасность не так. Саппорта дай мне. А, не успеет. Ладно, тогда... Так, а сап так. Фух, блин. Хэвика я бы оставил... Вообще, сюда бы его поставить. Но это рывок, это мне не нужно. Лучше вот так вот. Чтобы перекрывать. Да, это негр с голубым пистолетом. Именно он. Здесь лучше не пулить, пока есть у нас ход ещё. Но побежать нашим... Давай сюда. И ханкер обязательно. Жди, 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 жди. Буду настороже. Ждём. С Богом. Пактам. Что за шум? Пактам. Снайпер стоит хреново. Ну как, смотря откуда мы их... Да, снайпер стоит очень хреново. Во-первых, подвожу Хэвика сюда. Под рокет, под следующий. Ой, не хочу я к передатчику подходить на халяву. Спорил так, а. Давайте налево, ребят, налево. И налево. Это под снайпов. Да. Козлы. Рекомендуем соблюдать крайнюю осторожность. К сожалению, Хэвик отстрелялся. Рокет туда не зарядить. Гренку и яд тоже не докидываем. Ну что ж, снимаем тогда снайперами, стреляем. К сожалению, Хошка будет не с двойным выстрелом, а не все за укрытием. 8 крит. Раз. А так мог в два раза стрельнуть. Так, тут два. Ай, овервотч. Он не видит больше никого. Что же мне с тобой-то делать? Бежать это аркадно. Ты на овер. Ты на овер. Ты подойди лучше сюда. Ты в ханкер. Стоп, какой ханкер? Там Хэвик. Там не Хэвик. Хэвика мы убили. Ханкер. А ты вообще за угол, блин. И в ханкере. Как никто никогда не ханкерил. Подходят. Захватили. Овервотч. Да, удачи тебе. Командир, войска Экзальт скоро взломают кодирующее устройство. Если мы немедленно не обеспечим его безопасность, они найдут передатчик. Командир, противник на позиции группы штурм-1. И скриптовые пошли. Врага идет подкрепление. Подкреп пошла. Один за фулл кавером. Второй снайпер за передатчиком. Ох ты, какая жара пошла. У снайперов две цели. Пока что. Что по рокету? А, у нас два нормальных рокетира. Вообще, черт знает где. Тут могут с фланга хил обойти. О, попали по хил, оказывается. Три хита сняли. Да вали ракетой, Лемминг. Вали, вали, вали. Доброе-доброе. Еще надо лево прочекать. Может, с рон-н-ган? Давай сначала так. Там овер, что ли? Да ладно, не показывай лишь овер. Воу-воу-воу-воу. Что за пушка у тебя, воздушка, слышишь? Так, снайперы, тут у нас конкурент появился. Можно его, как бы, снять? Охренел. Не показывали же овервотч? Может быть, и показывали. Может, сразу сюда? Опасно, Михаил. Не надо. Да, не видишь. Так, у нас есть тут, блин, вот с этой прической, товарищ. Вроде его надо подводить, но там же справа еще один снайпер. Короче, здесь нужно хэвиком, Леммингом подойти. Поближе. Просто... А что? Нет, на первый этаж. Вот сюда выдаваюсь. Вот, вот я про него как раз. Чтобы снайперы, может быть... Нифига подобного. Я за крышей не видит. А этот вообще не работает. Арцтоцком. Я, наверное, ею... Побегу... Побегу. Ну, чтобы хоть разные углы были. А это трындец просто. Что будем делать? Стрелять на 33? Не густо. Так, давай-ка ты зайдешь сюда и кинешь дым, потому что можешь. На кого? На себя. Ты важнее, чем остальные. Я его подвожу, чтобы экзальт отрубить. Ну, что, давай ты в ханкер тогда сиди. Снайпер подходит. Ну, мы ему привет передаем. Он, соответственно, не может стрелять, кроме как из пистолета. Он, хотя, стоит на овервотчем. Ну, у нас есть пацаны, которые умеют работать. Неплохая позиция для снайперов, на самом деле. Неплохая. Хотя, блин, могла быть и лучше, да. Что, пробегаем? Здесь же овервотч будет. Давай-ка отсюда. Оп. Сколько? Соточка. Давай. Хорош. Да. Пожалуй, сюда вот побегу. Ясно. Иду на точку. Хочу выключить. Буду настороже. Бежит. Бежит. Оп. Овервотч. Хэвиком. Ну да, конечно, ты попадешь. Попал. Удивляет. Процентов 40, наверное, у него. Захватил полуукрытие. Передает, что ли. Слева. Соколик и Вебер стреляют на овервотч. Соколик. Где Соколик? Один хит? Класс. Хэвик подошел. Под полуукрытием. И еще один. Так, а можно ракету сюда и еще одну? И еще! Ну, это вас снайперы должны увидеть. Еще один хэвик. Ну, овервотч есть, да? Так, нижний хэвик. Ракет сюда ориентировочно. Там двое. Но, блин, обзор закрыт по второму. Хотя вот так вот нормально. Передатчик уничтожаю. Пофиг. Я все равно до них не добегаю. Раз. По шестерочке. Да их много. Причем мне нужно делать разведку каким-то чудом. То есть нужно увидеть и верхнего. И там овервотч. Давай, беги. Похоже, у Экзальт в этой зоне есть сеть ретрансляторов. Если подобраться к трансляторам и взломать их с помощью шифров... Все, можем, в принципе, выключить их на ход. Мы сможем на время нарушить вражескую систему связи. Окей. У снайперов огромный выбор. Просто огромный. Я подхожу к агентам. Ломаю. И валю подальше. Никто его не видит. Значит, тут видим только одного. Убиваем, учитывая то, что... А что еще делать? Не, надо было подойти и спалить второго. Это была ошибка. Так, давай-ка ты тогда подойдешь. Нет, пока мы не убили... Товарища сверху. Мне нужно убить. Давай. С критом стреляем. Раз. Хорош. Второй выстрел. Слушайте, второй выстрел-то круче. Что же мне не сказали? Это два. Но не убьет, потому что 9 хитов, а крита... Да. Хошк. Стреляет с критом. Хорош. Ну что, теперь чисто в теории мы можем хэвиком подойти сюда. И увидеть следующего. Я хочу это сделать, чтобы мне случайно... Блин! Ладно, я же их выключил, да, на ход? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, там бензоколонка. Откинь гренку в одного хотя бы. Взорвем, будет ок. Давай, пофиг, все равно тебя не жалко. Стреляем гранату! Так, минус один. Ну, в общем-то, блин, и все. Надо штурмашом подойти под следующий ход раннэнган. Блин, что же я пак-то спулил? Но они должны ход пропускать, теоретически. Что-то они нифига не пропускают. Да, пропускают, отлично. Сработал передатчик. Так, ладно, это флангует сап, убивает. Что видят снайпы? Снайпы пустые. Провал. Ну, здесь минус один гренкой. Я не хочу сейчас саппад подводить. Хотя фланг 75. 66. Да, это лучше, чем гренка. 66 с критом можно убить просто человека. А можно не попасть. Да, да. Так, штурмаш, в принципе, может подойти и кинуть гранату. А может еще пак спулить. Он обходит с тыла. Гренка достанет одного. Ну, с дробоша он тут... 50% крит. Да давайте, ребят, вы все равно лимбинги. Хорош, шестерочка. Так, а что будет делать сапп? Вообще, стоит ли его палить здесь? Хоть и фулл кавер, хоть и это... Артсоцку... Не, Артсоцка будет сражаться. Обходит соточка меткость. Фулл кавер сверху убивает. Молодец. Ну, просто, скорее всего, будет стрелять не по ней, а по нижним. Потому что там аналогичные вещи. 21 и 6. Что-то не густо. Она ранена просто. Ну, 21% это реально попало. Попало-то. 21%. Такие никогда не стреляют. Так, я сваливаю этим Эмилио сотом. Да, он по нижним стреляет. Попал на единичку. Надо забить. Главное, снайперы живо. Этот справа один. Этот за фулл кавер машина. Штурмовик другой. И слева. Третий. Ну, это под штурмовикам. И его... А, еще четвертый. И пятый. А миссия-то реально непростая была бы. Так, ладно. Что у нас по снайпам? В частности, по хошку. Да. Во-первых, есть товарищ без укрытия. Но он его, скорее всего, не убьет. Да, давай по дальнему лучше. Шесть. Черт. Срочно нужны патроны! Так, ну давайте я тогда гренкой попробую достать обоих. Этого продемиджить для сокола и гренкой добить. Получается. Отлично. Гренка пошла. Лови! То есть, их пять плюс... Ага. Сейчас у нас стреляет сначала Хавк. Поэтому просто стреляет. У него нет крита. Он может не убить даже его. Блин. Да, двойной выстрел был бы лучше. Так, здесь я, наверное, ран-н-ган, фланг. Го-го-го. Что-то я забыл про вырвать. Армора жалко. Не торопись, не торопись. Я понимаю, что ты уже что-то переиграл, но... Но лучше не торопиться. 85% вниз. Ладно, это раз. Это... Это или это? Ну, верхнего лучше, наверное, снимать. При прочих равных. Лучше, наверное, парализатор сделать, на самом деле. Поэтому... Ну, про парализатор, говорю. Что я могу? Что я могу? Фланга нет. Тот не может. Отставлю Лемминга еще одного. Ну, Хэвик имеется в виду. Попасть. Вообще никак. Хотя 46 по верхнему с критом. Вот это вполне реально. Он же без укрытия. Ну, с богом. Самый ближний вроде парализован. Не может ничего сделать. Выстрелить не может. Должен перезаряжаться. Да, он отступает и перезаряжается. Этот видит... А, он сваливает и, видимо, стреляет по штурмовику слева. Нет, тоже ничего не делает. Ту-5, короче. Тут же еще один. Стреляет по Хэвику. Я думаю, что по-артстоцки камера так поднялась. И последний. Подходит. Ну, скорее всего, потя... Нет, все. Короче, они дебилы. Так, у меня здесь перезарядка, к сожалению. 11, 51. С критом. Да. Нет. 33, 46, 6. 46 давай с критом. Хорошо. Это, кстати, Хошку может попробовать добить. Да, Хошка его видит. Это раз. Сейчас будет in the zone. Потом, скорее всего, верхнего попробую. Он же без укрытия тоже. Где in the zone? Да, в зоне поражения. А этот за укрытием. Дальний спрыгнул же, да? А ты тоже его видишь. Не густо. Укрытие можно гренкой снять? Тогда я смогу Хошкам тоже выстрелить, а того поставлю на овервотч. Соколиком. Правильно? Правильно. Давай с критом. Оп. Это второй его выстрел. И есть еще in the zone. Может перезарядиться, кстати. Это, наверное, правильно. Так, здесь я сваливаю с вижена и перезаряжаюсь. Тут соколик овервотч. Тут уходи, ханкер. Главное этого не потерять. Их осталось трое. Подходит. Опять захватывает. Пытается овервотч. Граната? Ой, это не... Это дым, да. Я хотел сказать, что это не дэмэж гранаты. Так. Дым это, конечно, круто. Снайперы не работают вообще. Надо их спускать. Можно с run and gun бежать. Что-то мне эта идея не очень нравится. Можно артсоцкой пострелять сверху. Но лучше отсюда пострелять. Там... Да, там лучше по этому пострелять. У него укрытия просто нет. Пусть он и в дыме, но... Какая разница? Шесть урон ок. Гренкой можно добить. Я, наверное, снайпов просто спускаю уже. И на пистолетах буду добивать. Ну, потому что они уже не пойдут сюда. Ну, они под находятся. Вижу двоих. Начинаем стрелять. Еще двоечкам. Не знаю, зачем. Спрыгиваю. И с соколиком. А, это же на овервочи. А, нет, не может быть. Не попадет. Я забыл про овер. Надо заканчивать, пацаны. Так, а почему я могу стрелять в свои винтовки? Если я походил... Не понял. А, не могу. Смотри. Так, надо снайперам дым кинуть. Да, только дыма у тебя нет. Короче, я лезу лиммингами. К черту всем. Не хочу. А, ронганы нет. Капец. Лезу лиммингами. Перезарядки. С пистолей постреляем. 33, а, конечно. Дай, ханкер. Я снова в строю. Овер. Танкер. Смотрим. Двое раненые. Вроде все нормально. Цели самые близкие. Это лимминги. Овервоч. Ну, это забей. Потому что, кстати, снайпер с пистолетом. Овервочем. Так, ну, стреляет по лиммингу. Хорошо. И дальний. Собственно. Ну, по хэвик, вот, скорее всего, будет стрелять. Сапа он не видит, да, снайпера не видит. Ну, или поэтому, да. Отлично. Ну, все нормально. Так, Артстоцка ждет. Снайпы все видят. Хошек стреляет по цели, которую не в укрытии, убивает. Раз. In the zone. Соответственно, срабатывает. Он стреляет по второму. Два. Надо было Артстоцку проверять. Прокачать. Штатч человек. Ну, ранение. Ранение снайпера минорное. Не будет ничего такого. Ну, да. Все как по учебнику. На бойцах не царапинки. Все, раз, это за конец. С молниеносными рефлексами. Так, глядишь и... Прокачаем револьвера, блин. Короче, смотрите. Давайте аккуратно доведем этот месяц до конца. Она сейчас пойдет... Да-да-да. Сейчас надо запускать, наверное. Развертан. Если теперь мы сможем отыскать их оставшиеся ячейки и собрать больше данных, нам удастся окончательно разгромить силы экзальт. Причем я назвал этого негра неубиваемый. Ну, что-то типа я его гуфнул при первой же миссии. А он со мной спрощил. Понимаете? Два месяца уже прошло, он жив. Короче, давайте сделаем паузу. Там действительно нужно думать над исследованием. Потому что есть подозрение, что не хватит мощи с базовыми кораблями. Мне спутники позбивают. И нужно делать по-быстрому и тяжелые лазеры в качестве оружия. И еще темы для перехватчиков. Бафы для перехватчиков. 28 ученых, 29 инженеров. Танчик делается. Пацаны отдыхают. Ну, один день, один день, два дня. Вернуться совсем скоро. До сообщения совета 4 дня. Модуль спутниковый через 3. Соответственно, запускаем спутники. Закрываем еще несколько стран. Оставляем две ориентировочно. Закрываем две, судя по всему. Возможно, Бразилию и Китай. Учитывая то, что там наивысший уровень паники. Ну, хотя лучше, чтобы они были в рамках одного континента. Что не сходится. Может, даже я Бразилию и Нигерию оставлю. А Китай и Индию закрою полностью. Потому что здесь, видите, 4-3 паника. Здесь 4-1. Оружие для кораблей. Норма феник заходит. Только желательно уклонение. Да-да-да. Там и исследование нужно поменять тогда. Того же самого летуна. И, кажется, еще там наведение, уклонение по-быстрому сделать. Пушки-то поставить там фениксы можно. Просто я реально не знаю, с чем я столкнусь дальше. Так или иначе, я благодарю вас за внимание. Отличный трай. Сделаем сейф. Давай. Сохранили, сортим. И вроде все. Пока живем. Пока живем. На грани, конечно. Любая проваленная, серьезная миссия, особенно на стране, где есть спутник, это ГУФ. НЛО будут сбивать спутники, но спутники есть в небольшом запасе. Может быть, мне дадут несколько недель на реакцию. В следующей части нам необходимо ставить изолятор, начинать захватывать, бустить исследования. Или вообще от этого отказаться, чтобы не провоцировать улучшение технологии у врагов. Милейшных мутонов, бронированных летунов. Спокойно сидеть, себе исследовать. Может быть и так. Короче, посмотрим. Ориентировочно следующий стрим будет завтра вечерком в 17.18. Чтобы не пропустить, подписывайтесь, в плеере есть сердечко. И будете получать уведомления о начале трансляции. Хорошего вечера. Спокойной ночи. Сегодня был такой день бобра, деться.